Здравствуйте, друзья! Громко, как сразу мы начали. Меня зовут Олег Михайлович. Рад вас всех видеть в это солнечное утро. Нас пока мало, но должно подтянуться еще гораздо больше людей. Будем их пороть розыгами за опоздание. Сегодня у нас конференция автоматизации маркетинга, которая посвящена и стратегии построения всей структуры, маркетинговых инструментов и маркетинговых сервисов в единую схему, и непосредственным инструментам, о которых будут рассказывать спикеры, и, соответственно, кейсам, которые покажут, как, используя различные сервисы автоматизации маркетинга, можно увеличивать свою доходность, увеличивать вовлечение своих потребителей, клиентов, потенциальных каких-то обращающихся клиентов и переводить их уже в своих постоянных. Ну и закончим мы все приятным шампанским. Расскажу по схеме нашей конференции. Я думаю, мальчики, девочки на регистрации вам уже частично рассказали. Во 12 у нас будет, соответственно, перерыв с 12 до 12.30. Кофе-брейк будет проходить в зале Кутузов. Он находится на втором этаже. Сразу как по проходу идете, видите лесенку вниз, и она как раз выводит вас к ресторану. В 11 часов у нас начинается разделение на два зала. Если этот зал у нас остается полностью посвящен теме стратегической, так сказать, то есть как построить автоматизацию маркетингов компании в общих чертах, как это влияет на компанию, как это влияет на стратегию компании, к чему это приводит, какие в этой теме тренды, к чему все идет, как к теме относятся крупные компании, как, возможно, малые компании могут использовать данные инструменты. А во втором зале мы будем проводить мастер-классы. Зал называется Уваров, он находится в том крыле здания, проходите по проходу, в самый конец, и зал Уваров, где будет сегодня три мастер-класса. И первым мастер-классом будет тема интент-маркетинговых социальных медиа, которая посвящена в основном продажам через социальные медиа. Спикер Александр Страхов, коммерческий директор компании Юскан. Юскан один из лидеров темы социальных медиа, работы социальных медиа, и поэтому он очень профессионально расскажет про это направление. И я передаю слово модератору секции нашей первой, Дмитрию Сухорокову, который будет вести секцию, представлять уже дальнейших спикеров, и будет с вами ближайшие, соответственно, два часа времени. Спасибо. Раз, два, три. Спасибо большое, Олег. Добрый день, друзья. Давайте познакомимся. Я думаю, что нам с вами нужно немножко поближе, вернее сократить дистанцию, стать немножко поближе, и мы проведем следующий час в одной компании, будем здесь говорить о трендах, будем говорить о том, как развивается большой брат, какие у него тенденции, какие шаги, какие новости в этой сфере есть, наши спикеры об этом поделятся. Но перед этим, чтобы… Я просто на многих конференциях бываю, участвую как участник, участвую как спикер в том числе. Вижу, что ожидания участников не всегда совпадают с реальностью. Поэтому мне бы хотелось в двух словах буквально про ваши ожидания, то есть какие цели вы перед собой ставите. Такие две минуты позора, которые есть на каждой конференции, я это называю, когда людей заставляют знакомиться друг с другом, мы опустим эту историю, вы познакомитесь с кофе-брейки более плотно. Просто в двух словах, какая цель, то есть какую основную задачу вы перед собой ставите. Сейчас я подойду, чтобы мы… Новые инструменты, тенденции… Супер, класс. То есть новые инструменты и тенденции в автоматизации маркетинга. А как, слушайте, есть… У меня к вам был вопрос, я когда готовился к этой встрече, у меня мир разделился сейчас в фейсбуке на тех, кого не взяли, да, и тех, кого взяли. Так, вы видели хэштег? Меня не взяли, и там люди пишут про работу. Мне кажется, что уже очень давно тоже мир разделился. Одни говорят маркетинг, другие говорят маркетинг. Мы поставим сегодня точку в правильности или все-таки оставим это? Пусть будет… Лена, привет. Пусть будет так, как есть. Как думаете, маркетинг или… Лена, ты как думаешь, маркетинг или маркетинг? Маркетинг. Лена говорит маркетинг. Марк. Хорошо. Цель – понять, есть ли, скажем, инструменты, которые бы помогли решить задачи автоматизации некоторых процессов управления. То есть вы точно знаете, какие процессы надо автоматизировать и пришли узнать, есть ли… Какие инструменты, которые помогут мне это сделать. Супер, класс. Еще? Кто-нибудь еще? Да? Классно, отлично. У меня продвижения через интернет в компании пока нет. Я хожу на конференцию просто, чтобы разобраться и понять, и правильно сформулировать задачи специалистов. Отлично, тоже здорово. То есть управленческая такая история, да? Кто еще? Кто-то еще хочет озвучить желание? Хорошо, друзья мои. Тогда, в общем-то, об этом, вот о том, что вы сейчас озвучили, мы точно совершенно поговорим, я вам обещаю. Наши спикеры об этом вам расскажут. Либо здесь, да, либо дальше там в параллельных потоках, которые вы сможете тоже посетить. Не буду больше вас пытать своей компании. Отдам слово. Мы с первым спикером знакомились, когда я разговаривала. Он мне выдал такую инсайдерскую информацию про свой доклад. Он сказал, Дима, будем говорить о том, что в связке человек и IT впереди, да? Телега или человек, по-моему, так, да, Алексей было? То есть поговорим о том, что главнее, да, кто главнее в этой связке и почему. Первый спикер, независимый консультант по Data Drive маркетингу Алексей Черенков. И Алексей поговорит про автоматизацию маркетинга, задачи для IT или бизнес-трансформации. Спасибо. Давайте меня запустим. Можно даже на полный экран это сделать как-нибудь. А можно не делать, наверное, так видно все. Так, собственно говоря, я начал, так сказать, встретился первый раз с автоматизированным маркетингом где-то в 2001 году, когда я начал работать в компании в итальянском доме Reader's Digest. Кто постарше, тот помнит эту компанию. Она сейчас уже отсутствует в России. Она и в мире свою деятельность сократила. Потом я после Reader's Digest работал в IBM и тоже занимался автоматизированным маркетингом. Но я хочу сказать, что в IBM это очень стало заметно, что маркетинг автоматизировать полностью невозможно. Всегда есть что-нибудь, что нужно доавтоматизировать еще. Это такой получается бесконечный процесс. Давайте перейдем на следующий слайд. Да, что касается Reader's Digest, то я хочу сказать, что за счет того, что в компании было все очень хорошо автоматизировано и был автоматизирован в частности маркетинг, прибыль, чистая прибыль, которая генерировалась в компании, она была порядка 200 тысяч долларов на человека в год. Я когда пришел работать в IBM, я тоже начал сравнивать, как же это происходит в IBM, и хочу сказать, что в IBM это, наверное, 50 тысяч, потому что там было все не автоматизировано поначалу. Руководители компаний во всем мире считают, что бизнес должен быть автоматизирован. Они считают, что автоматизация этого бизнеса дает им и конкурентное преимущество, и общее преимущество эффективности ведения бизнеса. Но когда речь заходит о том, что нужно автоматизировать какие-то бизнес-процессы, ну в частности и маркетинг тоже, все компании, практически все компании, 99% компаний сталкиваются с тем, что вот такие две большие проблемы возникают. Первое, то, что организации сами не хотят меняться. Вы, наверное, видели этот мем. Вы хотите изменений? Да, вы хотите меняться. Ну, как-нибудь потом. Давайте подождем до пенсии, пусть молодежь меняется. Вот примерно так же во всех организациях происходит. Ну и второй момент, то, что процесс автоматизации не показывает сам по себе никакого роя для компании. И вот давайте посмотрим, почему это происходит. Значит, до того, как вы начали трансформировать свой бизнес и внедрять какие-то эти решения для автоматизации, нужно сделать следующие вещи. Первое, понимать и транслировать внутри компании цели этой автоматизации, так, чтобы все сотрудники понимали, зачем это происходит, к чему это. Составить план действия, это всем очевидно, да, но здесь важен момент, то, что нужно наладить измерение эффективности. То есть сейчас у вас есть какой-то бизнес, он как-то ведется, как вы измеряете эффективность маркетинга сейчас. И после того, как вы какой-то процесс в маркетинге автоматизировали, то как вы измерите то, что его эффективность увеличилась. Это самый важный вопрос для того, чтобы продемонстрировать как раз вот это вот роя. Ну и, наконец, нужно заинтересовать и вовлечь топ-менеджмент компании, чтобы были то, что называется стейкхолдеры или такие люди, которые активно этот процесс автоматизации продвигают. Ну и, в конце концов, всех сотрудников тоже надо заинтересовать в том, что компания будет меняться. Давайте дальше. Вы, наверное, слышали про индустрию 4.0? Слышали? Нет? Ну, вы знаете про индустриальные уклады. Когда появились паровые машины, это была индустриализация 1.0. Потом все привели на электричество, стал индустриальный уклад 2.0. Потом стали станки с ЧПУ, это, условно говоря, индустриальный уклад 3. Сейчас все компании по всему миру переходят на индустриальный уклад 4.0. Вот эта индустрия 4.0 – это система, когда фактически роботы управляют предприятием, а не люди. Ну, точнее, люди, но посредством робота. Так вот, автоматизация маркетинга – это процесс, который идет в рамках вот этой индустриализации 4.0. Я бы сказал, что, так сказать, более узко цель автоматизации маркетинга – это уменьшить риск ошибок, которые допускают сотрудники, сделать маркетинговый бюджет более понятным для руководства компании и повысить эффективность маркетинга. Так вот, что такое повысить эффективность? Опять же, мы возвращаемся к тому, что нужно измерить каким-то образом, достигли мы своих целей или нет. Умеем мы измерять эффективность маркетинга сейчас или не умеем? Кто будет измерять? Каким мерилом это будет происходить? И еще важный вопрос – применяют ли сотрудники и смогут ли они применять в будущем вот эти инсайты, которые получены при помощи измерения? На самом деле, это вопрос очень важный, потому что, если процессы плохо автоматизированы, то знание о эффективности этих процессов невозможно применить назад к этому процессу так, чтобы он повел себя лучше. Это нужно тоже учитывать. Вот вся аналитика, которая настроена поверх автоматизации, аналитика – это отлично, но нужно также понимать, что эту аналитику нужно опять вернуть внутрь компании. Она просто сама по себе с пылью не несет. Я хочу сказать, что когда вы говорите о автоматизации маркетинга, то нужно иметь в виду, что чем больше компонент маркетинга будет охвачен автоматизацией, тем лучше. И в идеале, конечно, нужно охватить все компоненты маркетинга, какие есть у вас на предприятии. Тогда вы сможете достичь эффекта анализа эффективности от бюджетирования и до момента продаж. Все этапы прохождения клиентов от просто людей на улице до людей, которые заплатили за ваш продукт, они могут быть отслежены, и вы можете точно сказать, где у вас эффективно работали, какие шаги, какие нет, соответственно, внести исправление в этот процесс. Так вот, автоматизировать нужно сразу, лучше сразу автоматизировать несколько этапов, несколько компонент. И когда вы будете анализировать, какие из компонентов, каким образом автоматизировать, то вы, скорее всего, столкнетесь с тем, даже не столкнетесь, а наоборот, для вас это будет радость, что многие из этих компонентов можно автоматизировать просто при помощи, условно говоря, Excel. Например, процесс бюджетирования в IBM, он был реализован при помощи Lotus Notes, там можно писать такие приложения. Короче говоря, фактически в системе документооборота внутри этой системы, даже в большей степени это система для обмена e-mail'ами, внутри этой системы был автоматизирован процесс бюджетирования. Так, вот на этой сложной схеме я попытался изобразить несколько компонент маркетинга, которые, в принципе, легко поддаются автоматизации, какие-то сложно поддаются автоматизации, но которые хотелось бы автоматизировать. При этом они все у меня соединены стрелочками, довольно так хаотично, да, просто чтобы показать, что автоматизация какой-то из компонент помогает автоматизации другой. Ну, они, так сказать, слоями расположены, давайте посмотрим. Знание о рынке. Казалось бы, знание о рынке, что здесь непонятного, да, но знания о рынке, они должны быть организованы таким образом, чтобы они были доступны всем сотрудникам отдела маркетинга для активного использования. То есть, вот вы знаете, что-то о конкурентах, да, это знание должно быть таким образом организовано внутри вашей компании, чтобы оно могло быть использовано, скажем, на этапе планирования, на этапе разработки целевых групп и на этапе разработки Customer Journey. Политики клиентских данных. Клиентские данные у вас хранятся, конечно, в какой-то базе данных, но очень важно организовать все бизнес-процессы вокруг этих данных. Как эти данные попадают в систему, как они извлекаются, по каким правилам. Очень важно ставить, например, флажочки, запрет коммуникаций к каким-то людям. Ну, здесь можно очень много говорить. Например, ну вот по моему опыту, для того, чтобы контролировать возможную утечку данных при передаче их в агентство, с которым вы работаете, очень полезно вставлять в каждую выборку посеянные данные. Я вот в IBM 2-3 контакта в любую выборку насильно вставлял. Один из этих контактов я был, двое еще сотрудники. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, контролировать, как агентство работает. Они производят обзвон, вы слушаете, что там происходит, или они посылают e-mail, вы его получаете, смотрите, не сбился ли там сабжект и так далее. Вы, помимо этого, можете ввести такую табличку, в которой для каждой компании вы создаете уникальные имя, фамилию человека, которого вы туда посеяли в список. И таким образом вы сможете точно знать, когда и в какой момент у вас данные ушли из вашей компании куда-то на внешний рынок. Анализ здесь… вот он весь. Анализ, он поверх всего идет. Анализ идет за счет того, что у вас каждый из этих блоков автоматизирован и генерирует данные внутри компании. И вы можете и должны анализ поверх всего этого осуществлять. Я поэтому его, собственно говоря, не нарисовал никак отдельным блоком. Хотел нарисовать большой прямоугольник, но так и подумал, что вопрос будет. Просто все, что белое, это можете считать, что это аналитика. Ну вот про флаги управления, флаги запрета коммуникации могу вам рассказать такую историю, что несколько лет назад, когда вот началось такое закручивание гаек у нас в правительстве, мы приглашали на мероприятие людей, мероприятие по секьюрити. И когда девочка из агентства звонила, попала на генерал из ФСБ, этот генерал грозился прям вообще смертными карами. Ну, собственно говоря, удалось выяснить, в чем же проблема, почему он так на нее раскричался по телефону. А проблема была очень простая. Он сказал, в конце концов, что если кто-нибудь узнает, что мне звонили из американской компании, меня тут же уволят. Вот, поэтому такие вещи, конечно, нужно предусматривать и соответствующие флажочки везде выставляют в базе данных, кому можно звонить, кто разрешает, кто не разрешает, кому разрешают и так далее. Так, ну вот последний пункт в этом ряду это управление контентом. Управление контентом, ну вы представляете себе, есть видео, есть какие-то white pages, есть просто, не знаю, лендинг пейджи какие-то. У каждого из этих объектов контента есть ряд свойств. Ну, например, дата, когда это создано, дата, до которой этот контент имеет смысл вообще показывать, какой там call to action в этом контекте, или это просто бренд awareness, или там конкретные шаги предполагаются. Короче говоря, есть ряд атрибутов у каждого элемента контента. Если их никак не формализовать, нигде не хранить, то вы потом не можете проанализировать, какой же из элементов, какой из этих контентов лучше всего выстрелил. И будет очень тяжело понять, а что же общее было в тех контентах, которые хорошо выстрелили и те, которые плохо. Соответственно, вам будет затруднительно провести вот эту аналитику и понять, что же делать дальше, какой еще контент генерировать, чтобы он лучше работал. А что значит лучше работал? Вот вы делаете, например, white pages. Выпустили такой документ о том, как хорошо, не знаю, использовать мыло по утрам. Теперь увеличились продажи вашего мыла от этого или не увеличились? Как вы это можете определить? Вот просто от того, что вы этот контент сделали и где-то положили в интернете, совершенно это непонятно. Вам нужно всю цепочку проследить, как человек, прочитавший это послание про мыла, как он начал его покупать активно. Поэтому автоматизировать приходится все. Так, ну, Customer Journey, нет, нет, еще мы там на той табличке. Customer Journey, понятное дело, тоже нужно автоматизировать в IBM для… Нет, давайте на табличку. В IBM для этого используется Unica, но в реальности сотрудники отдела маркетинга рисуют такие блок-схемы и отдают их потом специалистам таким техническим, которые это реализуют в Unica. Стрелочками соединены вот эти вот процессы прохождения людей по этому Customer Journey. Описание целевых групп или когорт, как сейчас это модно. Это тоже должно быть все автоматизировано и формализовано. Моделирование поведения клиентов, управление этими моделями и вопросами кластеризации или там сегментации клиентов. Это все тоже необходимо сделать, автоматизировать. Планирование, бюджетирование маркетинга мы уже смотрели. Ну и, наконец, реализация разработанной маркетинговой тактики в виде самого процесса. Вот он в этом уголочке у меня. Это как раз то, что многие понимают под автоматизацией маркетинга. Это весь тейгинг, таргетирование, лендинг пейджис и скоринги и все, что угодно. То есть все автоматизированное выполнение, которое бывает, конечно, и для интернет-компании, и точно так же это можно организовать для телефонных продаж и для продаж по почте, например. Так, все, дальше пошли. Моделирование – это создание предиктивных моделей, я бы так сказал, и кластеризация. То есть все, что вовлекает науку и глубокий анализ данных. Да, я хочу сказать, что это не цепочка, как цепочка действий. Это скорее такая попытка просто изобразить, на что влияет. Автоматизация чего влияет на что. Вот так вот. То есть вы, автоматизируя управление моделями, которые вы сделали, вы тем самым помогаете автоматизировать управление таргетингом. А таргетинг, он как раз нужен для того, чтобы правильно выстроить кастомер джорни. Вот так вот. Так, ну здесь все понятно. Сначала мы все-таки решаем, какие мы бизнес-процессы будем автоматизировать, как и мы их подготавливаем к автоматизации, а после этого мы их автоматизируем. Каким инструментом мы их автоматизируем, это уже становится понятно в процессе формализации. Ну вот как происходит бизнес-трансформация, собственно говоря. Сначала мы формализовали существующий процесс, потом мы изменили каким-то образом правила этого процесса, их где-то улучшили, где-то усложнили, упростили, усложнили. Дальше мы разработали какие-то внешние интерфейсы, то есть как этот бизнес-процесс у нас коммуницирует с нашими поставщиками, с какими-то партнерами или с другими отделами. Ну, самый такой понятный вопрос взаимодействия с финансовым отделом и с юридическим отделом для маркетинга. Наконец, создание обратной связи от аналитики, то есть все, что вы проанализировали, вы должны иметь возможность результаты этого анализа применить назад в бизнес-процесс для того, чтобы его каким-то образом поправить. Может быть, самая важная часть всего, самая длительная – это обучение персонала. обучение персонала всему, что вы предлагаете сделать, все, что вы сделали, новым правилам, новым процессам и тому, как это будет все автоматизировано. Ну и, наконец, вы внедряете эти решения, которые этот бизнес-процесс у нас автоматизирует. Ну, опять же, про людей. Люди, ваши сотрудники отдела маркетинга, они самые главные участники автоматизации. Понимают ли эти люди место внутри компании, готовы ли они меняться, готовы ли они, понимают ли они вообще технологии, которые используются. Это тоже вопрос кажется таким немножко странным. Но вот в качестве примера приведу, опять же, IBM. и у нас была сотрудница, очень хорошая дама, но она такого же возраста, как я. Ей тяжело было разбираться во всех вот этих вот, скажем так, циферках. Она прекрасно справлялась с работой по организации мероприятий. Она отлично общалась со всеми партнерами, вендорами и так далее. Но в IBM все время требуется отчитываться. И чем дальше, тем больше требуется цифр. Вот ты вложила столько-то долларов в это мероприятие, сколько у тебя продаж? Сколько у тебя людей пришло? Какая стоимость каждого пришедшего? Какая стоимость привлечения этих людей по каждому из каналов? Как они дальше были конвертированы? Кто их конвертировал? Это было конвертировано через колл-центр или это силы конвертировали непосредственно на мероприятие? Они конвертировали их в лиды? Эти лиды были дальше каким-то образом? Прогресс у них произошел или нет? Они превратились в opportunity или не превратились? Если они превратились в opportunity, то какая стоимость каждой из этих opportunity в терминах инвестиции в это мероприятие, и, наконец, когда эта opportunity превратилась в продажу, то все-таки кто был decision maker? Тот человек, который пришел на мероприятие или тот, кто на мероприятие пришел, он был инфлюенсером для данной продажи? Или он вообще был каким-то левым человеком, и ты его просто попросила, свела сюда внести для того, чтобы отчетность была хорошая? У нее это не получилось, она не получилась у нее со всеми этими цифрами играться. Она все время просила либо других своих коллег чего-то для нее посчитать, либо она просто уходила на больничный в тот момент, когда нужно отчитываться. Я не знаю, что сейчас в ней стало, честно говоря. Вот я уже год не работаю в IBM, но последний раз, когда я с ней общался, она ушла на полгода в отпуск по здоровью. Так что, в общем, действительно достаточно печальная история, именно потому, что человек не готов был к новым технологиям. Конечно, нет, у нас даже не то, что предлагали, у нас в обязательном порядке это всегда обучение, то есть все время непрерывно обучение, все время люди собираются и друг к другу рассказывают, как что, но вот у нее не получилось. Но она просто в какой-то момент она это как-то упустила и решила, что, ну ладно, как-нибудь. Это была профессиональная лагорация, она сгорела. Ну, возможно, да. Это логично для другой работы. Да, ну, в IBM, конечно, предлагают изменить свою роль, но у нас достаточно ограничено количество ролей здесь, в локальном офисе. Ты либо продаешь, либо в маркетинге работаешь. Вот, собственно, вариантов не очень много. Я бы не сказал, что это профессиональное выгорание. Это скорее вот это вот, то, что она не справилась со своей новой ролью, такой технологичной ролью в маркетинге. Она воспринимала маркетинг всегда как такую гуманитарную профессию. Это что-то такое для людей, которые брызжут идеями и делают какие-то креативные вещи. Но, к сожалению, наверное, к сожалению, или к счастью, маркетинг сейчас становится совершенно технологической вещью. Все построено на цифрах, все построено на аналитике. И людям, которые считали раньше, что маркетинг – это вот такая какая-то, непрерывный такой хэппининг, да, им все сложнее и сложнее. Сейчас такие люди, они должны скорее идти в HR, там, где особо не требуется. Пока что не требуется никаких цифр. Так. Ну так вот, я вам тут рассказал все. Выглядит это немножко сложно все, да, не очень как-то, наверное, вас воодушевляет. Я смотрю, вы загрустили немножко. Но что я вам хочу сказать? Что внедрять автоматизацию маркетинга, конечно, легче в маленькой компании, в которой все бизнес-процессы достаточно простые. Тогда их легко автоматизировать какими-то SaaS-решениями, многие из которых бесплатно, есть ряд таких решений в интернете. Конечно, когда вы их выбираете, нужно иметь возможность их шкалировать. Для этого вам необходим хороший стратег, который поймет, как ваш бизнес работает, главное, как он будет развиваться и на что вам нужно будет делать упор в будущем. Потому что при росте компании все сложнее и сложнее становятся эти бизнес-процессы изменить. И самое главное, что сложнее и сложнее изменить людей, которые работают. Потому что люди, которые работают в маркетинге, и у них все хорошо, и маркетинг очень эффективный, они говорят, ну а зачем у вас маркетинг эффективный, мы не будем ничего менять, все отлично и так. Ну что ж, собственно говоря, все. Может быть, подытоживая, скажу, как мы действуем. Начинаем с формулировки стратегических целей, устанавливаем метрики, которыми мы меряем наш маркетинг, подготавливаем персонал, дальше трансформируем сами бизнес-процессы, и после этого внедряем IT-процессы, обучаем сотрудников и убеждаемся, что измеренные нашими метриками эффективность маркетинга повысилась. Все? Это не ко мне. Конечно, да, я думаю, да, конечно. Я думаю, в презентацию уж точно вам отправят, организаторы это совершенно точно. Алексей, спасибо большое. У меня вопрос, наверное, первый к вам, да, потом я отдам инициативу коллегам. Скажите, вот в контексте рассказа об этой прекрасной девушке, которая не справилась с математикой. Как вы думаете, да, если смотреть тенденцию развития в IBM, да, автоматизации, по вашему опыту, который сейчас в проектах, как быстро начнет робот заменять человека на рабочих местах? Ну, я про ту историю, когда Uber, да, и огромное количество девочек-операторов вышли на рынок, перестали людей соединять и брать заказы на такси. Когда это случится и случится ли? Ну, в каких-то отраслях, в каких-то не отраслях, а в каких-то частях бизнеса это, конечно, случится. Ясно, что это случится в таких направлениях, как самоуправляемые, например, машины. И, ну, скажем, в Америке сейчас многие шоферы-дальнобойщики очень страдают от того, что, ну, те, которые правильно слышны, конечно, от того, что они скоро будут заменены роботами, потому что там активно уже используется такой вот магистральный транспорт на роботах. Но я хочу сказать, что в области маркетинга и в области многих других дисциплин все-таки роботы выступают скорее как помощники. И если мы говорим о замене девочек-телефонисток, ну, скорее всего, они будут естественным образом просто уменьшаться в количестве за счет того, что у них будет повышаться эффективность их работы. Ну, там, скажем, такая вещь, как рекомендательная функция, да. Это как раз та вещь, которая должна быть использована в каждом холл-центре для того, чтобы оператор, девочка-оператор знала, о чем говорить с клиентом. Понял. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы. На ваш взгляд, вот, опять же, вы показывали схему, где много блоков, которые стоит, опять же, автоматизировать. Как движется рынок, скажем так, вот появляются ли какие-то решения, которые пытаются охватить большинство блоков, или все-таки пока, грубо говоря, каждая компания пилит свой маленький блок, если ты хочешь это все автоматизировать, а нужно иметь там некий набор решений, и как-то их подружить между собой? Отличный вопрос. Вот есть компания IBM, у нее есть решение Unica. Решение Unica предполагалось как такой монстр, который решит сразу все проблемы. Но я хочу сказать, что, во-первых, Unica даже в самой IBM не внедрена целиком. Во-вторых, там, где она внедрена, оказывается, что она закрывает с собой, ну, там, не знаю, максимум треть всего маркетинга. Поэтому, да, таких решений сейчас не существует. Есть такие карты маркетинговых технологий, и там, если посмотреть, то просто какие-то тучи этих решений, выбрать непонятно из чего, по какому принципу. И я знаю, что сейчас есть несколько компаний, которые занимаются разработкой платформ. То есть в данном случае имеется в виду, ну, нечто вроде такой, большой базы данных, где хранятся все данные, и API для каждого технологического решения. Таким образом, что вы можете попробовать что-то. Вот сейчас вы поставили какое-то одно решение для e-mail, например, вы его пробуете в течение месяца, двух, трех, четырех. Потом вы видите, что вас это не удовлетворяет. Вы его отключаете и другой включаете. Но данные все, которые были нагенерированы предыдущими решениями, они все сохранились в этой платформе. Вот мне кажется, что это такое достаточно полезное решение. Ну, оно, конечно, тоже получается, что денег стоит. Но, по крайней мере, вы уверены в том, что, когда вы отключитесь от какого-то SaaS решения, вы не потеряете все, что вы наработали в предыдущие полгода. Конечно, для автоматизации маркетинга это получается какая-то ерунда. Что вы автоматизировали, да, теперь вы разы и все потеряли. Спасибо большое, Алексей. Коллеги, я думаю, что… Алексей, вы же с нами еще, вы будете на кофебрейке точно, да? Коллеги, вопросы готовьте на втором этаже в 12, можете Алексея попытать. Спасибо большое. Еще раз давайте поблагодарим. Спасибо, Алексей. Собственно говоря, я на проектах на своих сталкиваюсь с тем… Мы немножко в двух словах, пока есть микрофон, да, мы на последней миле. То есть мы считаем данные, собираем, считаем данные по продажам. И на основании того, что мы собираем, руководители отделов продаж, либо коммерческие директора могут принимать какие-то адекватные управленческие решения. То есть мы в своих проектах столкнулись с тем, что люди вообще зачастую не считают ни показателей, ничего, и приходится начинать этот процесс с нуля. В общем-то об этом будет следующий спикер, следующая тема про ключевые показатели эффективности для маркетинга. Что считать, как считать, как, собственно говоря, эти измерения, да, трансформировать в изменения. Александр Горник. Александр Горник. Ага. Супер, класс. А можно вас попросить спросить у Олега, где следующий спикер? Да, здорово. А пока мы пока будем ждать Александра. О, супер, Александр. А мы вас ищем. Александр Горник, управляющий партнер компании Mindbox. Все правильно? Да. А здесь вот должно все быть вот здесь. Нет? Ну, окей, коллеги, давайте тогда, пока ребята решают технические вопросы, мы можем с вами пообщаться по поводу… Все в порядке? Все отлично, начинаете? Технический перерыв, пять минут. Мы можем с вами поговорить о том, собственно говоря, кто что считает. Да, давайте немножко предвосхитим выступление Александра и озвучьте, какие показатели для вас важны. Как? Еще раз. Отдача на вложенном инвестиции. Ага. Будет, наверное, я так предполагаю, эта история. Еще? Что считается, что не считается? Какие ключевые показатели эффективности? И вообще, как вы считаете, какие важны для маркетинга показатели? Для эффективности его? Какие? Коллеги, мнение? Отлично, еще? Да, супер, да. Что это такое, если не секрет? Клиент за все, да, за всю жизнь свою в компании, за все транзакции, да, которые сейчас есть. Отлично. И? Какие еще вы считаете? Какие считаете эффективными, коллеги? Ну окей, хорошо, тогда, в общем-то, Александр Горник. Александр, микрофон вот там можно, нет, в конце стола, да, по-моему, для вас должен быть. Раз. У нас специальный человек для этого есть, специально обученный. Видите, сейчас происходит тот момент, когда специально обученный человек заменяется технологией. Кликером. Либо переобучить, да. Сейчас, в общем-то, и происходит автоматизация в действии. Пока не происходит автоматизация в действии. А куда включить? О! Случилось что-то, да. Здравствуйте всем. Меня зовут Александр Горник. Я один из основателей и генеральный директор компании Mindbox. Хочу поговорить с вами о том, как перейти от измерения маркетинга к изменениям в маркетинге, потому что измерения, они сами по себе ценность не очень большую несут. Мы в Mindbox уже довольно давно занимаемся автоматизацией маркетинга, больше 10 лет. У нас очень много разных клиентов из разных отраслей. В основном это B2C. Вот примерно два года назад e-commerce начали активно развиваться в ритейл. И для многих клиентов мы помогаем настраивать измерения маркетинга и улучшения. На самом деле, когда к нам приходят клиенты, практически никто никогда не формулирует, что у кого-то есть проблема с измерением маркетинга. Все смотрят какие-то отчеты, как-то все меряют, но очень часто мы видим у клиента, когда мы смотрим какую-то метрику, что мы приходим и она начинает расти. Хотя, казалось бы, ее измеряли и до этого. Почему так? Ну, простой ответ такой, что люди не любят меняться. И очень часто бывает так, что отчеты ради отчетов. Что делать-то как бы не совсем понятно. Как это поправить? Есть такой пример хороший в начале, эмоциональный. Никто не смотрел этот фильм про… Сейчас расскажу. Есть такой человек, или он, может быть, умер уже, не знаю, Билли Бин. Он стал менеджером одной из беднейших бейсбольных команд в Соединенных Штатах. И у них был совсем маленький бюджет по сравнению с крупными игроками. И он добился восхитительных результатов, которые считались невозможными очень быстро. То есть они поставили рекорд за всю историю бейсбольной лиги США, выиграли там кучу игр, практически выиграли чемпионат. И со следующего года та система, которую вел этот человек, принятие решений по подбору игроков, она была принята всеми командами в бейсболе. То есть он совершил революцию. По этому поводу у меня тут есть маленький-маленький трейлер. Вот этого фильма очень рекомендую посмотреть. Одну секундочку. Сейчас мы попробуем еще раз. Есть богатые команды, есть бедные команды, потом 10-метровый слой говна, а под ним мы… Добро пожаловать попло. Моя работа пробиться с нашей командой на самый верх. Мне нужны деньги. Мы не в состоянии платить игрокам миллионы долларов. Надо изменить систему. Вот, собственно, вот про этого человека, про него сняли фильм, в котором в главной роли сыграл… Господи, забыл, как это актеры зовут. Брэд Питт, да? И суть этого методики, вот этого человека, она заключалась в чем? Что если нет денег, не получается купить очень дорогих игроков и сделать все самое лучшее, то нужно делать много небольших изменений, основанных на цифрах. Он нанял математиков, которые вывели очень хитрую бейсбольную статистику, и они стали покупать дешевых игроков под каждую маленькую задачу на поле. И за счет этого с очень маленьким бюджетом победили команды, у которых бюджет в 3-4 раза больше. Вот, и он столкнулся с большим сопротивлением, ему никто не верил, математиков никто не понимал, но в итоге есть страничка про него в Википедии, он получил признание. Давайте попробуем на нашу историю, это как-то перейти уже ближе к e-commerce, к маркетингу, да? Вот есть у нас такой показатель, наверное, может быть, поднимите руки, кто его отслеживает, например, выручка по каналу в Google Analytics. Ну, то есть, да, это достаточно часто в магазинах отслеживается. Теперь вот вопрос. Вот мы видим в Google Analytics, что выручка по каналу растет, там экспоненциально по месяцам. Значит ли это, что нужно там выдать денег e-mail-маркетологу, дать ему премию там и все деньги в этот канал направить? Как вы думаете? Есть какие-то мнения в зале? Ассоциирована конверсия. Ну, то есть, есть множество причин, почему такой быстрый рост этой метрики может не означать, что e-mail-маркетолог молодец. То есть, ну, что такое эта метрика, для тех, кто не знает, да? Это Google Analytics, он показывает, сколько у вас людей кликнуло на ссылку в письме и совершил заказ. И есть, кроме гениальности e-mail-маркетолога, может быть, много причин, почему эта метрика растет. Может быть, трафик в магазин приходит и подписчиков становится больше. Может быть, у вас сезон. Может быть, ценовая политика поменялась на сайте и вдруг стали покупать. Может быть, ассортимент. Может быть, не знаю, улучшили сайт, поднялась конверсия. Да, может быть, вот последний пункт как раз разбивка по каналам. То есть, может быть, мы просто перенаправляем трафик из, не знаю, контекста в e-mail. Но на самом деле эти люди, они бы и так купили. И получается, что вроде как отчет есть, рост есть, а что делать, не совсем понятно. Учитывая, что у нас в другом зале в это время планировался мастер-класс, то я думаю, для комфортности всех мы его сделаем в этом же зале по окончанию вот этих сейчас трех выступлений, чтобы не нужно было бегать из зала в зал. Таким образом, выступление Алексея Страхова, его мастер-класс будет тоже в этом зале после Ильи Макарова. Спасибо. Ура. Так вот, это я к чему? К тому, что не все метрики, не все отчеты одинаково полезны. Давайте рассмотрим несколько примеров. Есть выручка в разных вариациях, там, например, не знаю, количество первых покупок, процент прироста выручки, там, процент выручки с канала. Правда заключается в том, что очень много факторов влияет на выручку, и очень трудно принять какие-то четкие решения на основе показателей. Он хороший, он про деньги, но как бы решение принимать трудно. Есть, например, мы во многом много занимаемся прямыми каналами, в том числе e-mail маркетингом. Есть, например, показатели open click rate в письмах и охвата аудитории. Или, например, процент повторных покупок. Достаточно неплохие показатели, но когда начинаешь копать детали, не до конца понятно, а, собственно, они про деньги или нет. Ну, то есть они растут, а дает ли это прибыль, неясно. И опять там можно по-разному все это объяснять. Есть, наконец, вот в начале ведущий задавал вопрос, да, прозвучали ответ LTV, NPS, можно ROI, в принципе, сюда же добавить. Есть замечательные, восхитительные метрики, но с ними тоже есть проблема. Они очень долго реагируют на то, что мы делаем. Вы LTV, можно считать, там, после прошествия периода повторной покупки, ну, грубо если. И получается, что вы что-то сделали, а эффект на графике видите через полгода. Ну, это, конечно, не годится для операционного управления. Да, очень интересная метрика для крупных магазинов, понятно. Но опять вопрос все тот же. А что делать-то? Вот куча отчетов, а как принять решение, непонятно. Какая должна быть метрика, чтобы поставить ее как KPI и улучшать? Ну, на здравом смысле, да. То есть, во-первых, должно быть интуитивно понятно. Вверх хорошо, вниз плохо. Это важно. Соответственно, всегда мы смотрим метрику только в динамике. Никакие абсолютные показатели не нужны. Нужно сравнивать саму с собой по месяцам, по неделям, по дням, в зависимости от динамики вашего бизнеса. И скачки на этом графике должны рождать у вас, как у человека, который контролирует и смотрит, они должны рождать какие-то гипотезы, идеи. А почему вот это изменение должно было произойти? Вот. Очень важно, чтобы метрика нельзя было обмануть. Потому что, ну, какой самый простой способ поднять процент повторных покупок? Снизить количество новых покупок. Наверное, мы не хотим, чтобы, если мы поставим такую метрику, как KPI, да, то возникают очень серьезные стимулы, да, читить, и можно бизнес испортить. Ну, вот мы знаем грустную историю. Финансовая компания Wells Fargo, они поставили своим операционистам в отделе KPI на количество сделок. Через два года они получили 2 миллиона фиктивных сделок и несколько миллиардов убытка на судебных исках. Вот. Но зато KPI выполнялся очень хорошо. Поэтому здесь надо сильно думать, чтобы метрику не обманывалось. Метрика должна зависеть только от действий того человека, которому мы ставим KPI, кого контролируем и чью работу хотим улучшить. Это очень важно, потому что первая история, когда мы анализируем выручку, это отдел ассортимента. Или это другой отдел. Это вот влияет, это не моя работа. И, конечно, метрика должна связана быть напрямую с деньгами. Должно быть понимание, что если растет, то вы зарабатываете больше денег. Иначе это все не имеет смысла. И, конечно, разумный срок реакции. То есть что-то сделали, и метрика поменялась в тот период отчетности, который вы можете наблюдать. Это довольно много условий. Конечно. Как раз сейчас об этом поговорю чуть-чуть. Нет ответа, да или нет, золотой пули. Если бы она была, была бы какая-нибудь обязательная система, которая говорила бы, вот набор отчетов по e-commerce, вам больше ничего не надо смотреть, а еще есть зеленая кнопка поднять продажи. Но так не получается, да, потому что торговля, e-commerce — это сложный бизнес, и как бы надо отстраивать. Но как минимум две метрики обычно нужно. Нужна количественная и качественная метрика. Вот нам очень нравится метрика… Так, а что-то у меня не туда я нажал. Вот. Нам очень нравится метрика конверсия. Почему она нравится? Это не единственное возможное. В разных ситуациях, возможно, другие. Но, во-первых, эту метрику очень легко измерять. Вот. И она, в общем-то, соответствует всем критериям. Вот. Как раз здесь две на этом графике, которые взяты из реального проекта нашего, только облагорожены немножко. Есть, как на самом деле, две метрики. Есть конверсия в процентах, есть абсолютное количество, ну, в данном случае, посетителей. Ну, то есть понятно, что, опять-таки, самый простой способ поднять конверсию – это уменьшить количество визитов. Поэтому нужно контролировать, что все-таки абсолютное количество тоже растет. Но это как бы контролирующий показатель, а основной он один. То есть мы смотрим на конверсию. В данном случае, например, конверсия в посетителей, там это специальная оффлайн-программа. А можно, в моем случае e-commerce, прекрасная метрика конверсия в первый заказ. Вот. Очень хорошая. Если магазин уже постарше, то конверсия во второй заказ. Тоже замечательная метрика. Вот. И не просто на нее смотреть, а очень важно объяснять. То есть дальше следующий шаг. Мы должны поставить задачу, глядя на этот график, ответственным исполнителям выдвинуть то, что называется в аналитике гипотеза. Что такое гипотеза? Гипотеза – это идея. Она в очень простой форме. Мы вот сейчас сделаем вот это, и метрика x поднимется на y. Вот это называется гипотеза. И дальше мы должны на этот график со временем наносить вот эти гипотезы, идеи, которые мы применяем. И постепенно, постепенно мы видим. Вот это уже этот график, только так он выглядит для клиента. Это один из наших клиентов. Длинная история за три года. И вот в начале… Тут есть где-то у меня… Есть, да? Есть. Вот в начале там мы не работали. Я, правда, не вижу точки. Ну вот видно, в 2014 году была какая-то стабильная низкая конверсия. То есть это мы затаскивали людей, там, системы из оффлайна в онлайн. А потом мы начали тестировать всякие вещи, менять тексты, смс-чик, e-mail, активации. То есть кучу проверять гипотез. И конверсия постепенно, постепенно, постепенно растет. В принципе, в принципе, это основная мысль. Здесь как бы можно было бы и закончить. Потому что уже банально вот такое простое действие. Взяли одну метрику, хорошую, насели на нее и требуем постоянных улучшений и проверки гипотез. дает восхитительные результаты в большинстве случаев, которые мы наблюдаем. Я не знаю почему, но крайне много бизнесов просто этого не делают. Я не знаю, нет никакой причины этого не делать, на мой взгляд, но вот это простая мысль номер один. Но на самом деле, если копнуть глубже, немножко заходить в сторону уже серьезной аналитики, то все сложнее. Когда мы вот на такой график смотрим и говорим, что вот мы гипотезы проверили, а вот подросло, ну, по-честному мы не можем все-таки сказать, что вот мы сделали, не знаю, поменяли цвет кнопки, конверсия подросла, и это вследствие того, что мы поменяли цвет кнопки. Это не совсем корректно с математической, с аналитической точки зрения. Потому что, как известно, из базового какого-то курса математики, что впоследствии, что что-то произошло впоследствии, это не значит, что оно является причиной произошедшего. Как с этим вообще быть? Серьезные компании, которые, забежал вперед, серьезные компании, которые большие объемы данных, которые серьезно подходят к аналитике, они используют метод, который называется контрольные группы. Они же АБА-тесты. Поясню на простом примере. Положим, у нас есть гипотеза, что все бойцы, которые ели огурцы, погибли. Следовательно, огурцы притягивают пули и приводят к высокой смертности. Это как раз гипотеза. Вот мы наблюдаем некий факт и выдвигаем гипотезу. Как математически проверить, правда это или нет? Мы делим бойцов на две группы. Кто ели огурцов, огурцы, и кто не ели. И дальше отправляем их в бой. Вот. И получается, первый вариант, что если мы наблюдаем, что и та, и другая группа смертность одинаковая, то мы можем сделать вывод, что гипотеза неверная, что поедание огурцов никак не связана. А может быть другой вариант, когда мы видим, что действительно люди, которые не ели огурцы, в бою выживают большей частью. Тогда, вероятно, гипотеза верная. Там есть целый математический аппарат, базирующийся на центральной предельной теореме, который позволяет вычислить размеры контрольной группы, доверительные интервалы и много других страшных цифр, о которых я не буду говорить. В принципе, это все автоматизируется. Есть в программном обеспечении, есть калькуляторы и так далее. Но основной месседж очень простой, что нужно всегда сравнивать какие-то группы людей. На одной мы тестируем гипотезу, на другой не тестируем. И в сравнении между этими группами мы видим четкий, ясный, математически достоверный ответ, что правильно мы выдвинули идею или неправильно. Это то, что называется доказательный маркетинг. И если еще чуть-чуть дальше забегать, то все, наверное, слышали о том, как тестируют таблетки. Двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование. Вот это оно и есть. И в принципе это и называется научный метод. То есть как принимают решение, работает таблетка или нет. Они одной группе дают плацебо, другой реальную таблетку и смотрят разницу. Соответственно, ничто не мешает точно таким же образом измерять маркетинг. Абсолютно ничего. Это как раз был слайд, на который он должен был вот это все сказать про научный подход. И, собственно, прямой маркетинг, например, email рассылки, sms рассылки или какие-нибудь триггеры на сайте. Идеальный кандидат для выделения контрольной группы. Выделили людей, например, на месяц, им ничего не послали. Потом сравнили результат. Четко и ясно померили, сколько денег в рублях конкретно приносят вот эти вот, например, рассылки. Как я и говорил, крупные компании практически все это используют. Мало кто об этом говорит. Ну, я, например, точно знаю, что вот есть Детский мир, Эльдорадо, Карри. Все рассылки, весь прямой маркетинг, все, что можно, где можно выделить контрольную группу, а ее можно выделить не везде, и там есть свои нюансы. Но все, где везде можно, они используют. Вот. И это заменяет некие интуитивные решения. Вот. Потому что обычно маркетолог говорит, ну, я же как бы знаю, как надо, там, бренд, целевая аудитория, концепция, vision и так далее. Вот. Вот. Был такой человек, которому не откажешь в интуиции, Стив Джобс. И вот здесь вот на экране недавно выложены, так сказать, рассекреченные скриншоты. Это прототип интерфейса первого айфона, который он заставил весь Apple делать в течение трех месяцев. Потому что он считал, что все должно быть крутиться пальчиком на экране, как на iPod. Ну, вот как бы у него было такое убеждение. Да, то есть интуиция, она подводит мысль вот про это. И вместо того, чтобы принимать решение на интуиции, хотя это тоже необходимо и часто это единственно возможный способ. Там, где возможно, нужно полагаться на математику. Вот, резюмируя, очень простые три шага. Налаживаем какую-нибудь одну метрику, например, конверсию, и начинаем регулярно получать ее на электронную почту. Просто какое-то письмецо. Не знаю, там, программистов попросите, подрядчика попросите. Не нужно никаких сорок слайдов презентации, один график, например, раз в месяц. И дальше мы назначаем ответственную и говорим, придумай, пожалуйста, какие-нибудь меры со сроками, конечно, со следующими шагами, чтобы вот здесь подросло. Жду. И повторяем это бесконечное количество раз, пока график не уходит в небеса, и там в какой-то момент он становится плато, то есть дальше уже ничего не улучшить, эту конверсию. И мы переходим к следующей метрике. Всегда есть, что улучшить. Но до этого еще нужно дойти, и обычно это путь длиной в годы. Поэтому вот такую простую вещь призываю вас сделать в вашем бизнесе. Ну и напоследок, вот люблю очень Герман Оскарович, он сейчас много говорит об agile, о постоянных изменениях, вот, и он приводит такую цитату. Это все требует изменений. И историю, вот такую грустную рассказать из нашего опыта, пришел к нам клиент с существенными проблемами в e-mail маркетинге, там все очень плохо, база там, проблема, open rate упал, click rate упал. И мы начали что-то менять, достигли даже каких-то небольших улучшений, то есть там не всегда все можно сделать быстро, но был какой-то прогресс совместно с его маркетингом, а клиентом, и пришел на уровень прям владельца достаточно крупного бизнеса, fashion магазин. Ну, среднего размера, российский. Достаточно даже там fashion производства. Вот. Но человек привык смотреть на метрику, там какую-то достаточно странную, даже не по Google Analytics, а просто вот что, кликнули и немедленно заказали. И вот он считал, что это и есть единственный, единственный показатель e-mail маркетинга. И при этом он еще сравнивал разных подрядчиков, разные года и разные там, не знаю, дизайны. Вот просто у меня год назад было столько, а сейчас столько, и поэтому там плохо или хорошо. И как мы ему не объясняли, что, ну, смотри, тут не совсем все как бы атак однозначно, давай попробуем другую метрику, давай попробуем процент выручки, давай ты посмотришь на Google Analytics, вот там есть математика, теорема. Он говорит, нет, я так привык. И очень быстро он принял решение на основу на этой метрике прекратить сотрудничество, потому что не увидел никаких улучшений. Хотя на самом деле улучшений было очень много, был хороший план работ и были позитивные тенденции. То есть человек пришел с там open rate чуть ли не 0,5%, а там через месяц получил уже 5-6% сегментированную базу и так далее. И у него был хороший отдел маркетинга, но никакой отдел маркетинга, никакой исполнитель не справится с задачей улучшения бизнеса, если метрики неправильные, если есть какой-то привычный путь развития, и вот здесь так принято, и вот так вот мы работаем. Это вот нужно менять с самого верху. То есть нужно растить вот эту компетенцию аналитическую, как правильно смотреть на отчеты. Вот, собственно, такая короткая презентация, которую я хотел вам рассказать. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, Александр. Ну, у меня, наверное, первый, да, и такой философский. Если путь к вершине недостижим, говорят самураи, и каждый день это движение к нему, да, то с какой основной, да, вот что сделать участникам, что сделать тем, кто пришел сюда сегодня, да, прямо сегодня, позвонив, я не знаю, в отдел маркетинга, свой, да, искать. Ребята, есть инсайт. Александр сказал, волшебная кнопка зеленая, она вот такая, начать рекомендую вот с этого. Да, какой первый шаг сделать им? Начните измерять конверсию в первую покупку. Ну, вот самое простое есть у любого магазина. Ее всегда можно улучшить. Я вас уверяю, есть миллиард способов улучшить сайт интернет-магазина, там, поменять, не знаю, количество полей в форме регистрации процесса заказа, чтобы конверсия в первую покупку скакнула очень существенно. И это не требует, ну, особых там, ни бюджетов, ничего. Вот это то, с чего можно начать. Интерактив. Кто считает конверсию и знает эти показатели? Поднимите руку. По-честному. Так, чтобы мы видели, вот так вот, как я, да. Кто не считает и вообще понятия не имеет, о чем мы сейчас говорим. Кто никогда, ни при каких обстоятельствах сегодня руку поднимать не будет, даже если мы будем деньги за это давать. Спасибо большое, да, класс. Вопросы? Насущные, которые у вас сейчас возникли? Да, есть. Это ничем не отличается абсолютно. Мы всеми каналами маркетингами занимаемся. Какая разница в приложении или веб? Технические нюансы, конечно, есть. Спасибо большое. Коллеги, еще вопрос Александру. Да. Это один из наших клиентов. Угу. Это изменение конверсии, которое завязано исключительно на игру с мотивационной частью, причем там не в размере денег, мы его даже уменьшали. И с изменением содержания текста в welcome цепочке. То есть это очень крупная компания, там тысячи человек в оффлайне работают, и мы там еще параллельно с этим вводили кипяй на зарплату. То есть они, естественно, считают цифры стоимость привлечений, но у меня их нету. Но те меры, которые мы принимали, одна из основных на том графике была, это введение кипяй людям, работающих в полях, именно кипяй на зарплату, в привязке к конверсии. И там, ну, к определенным производным конверсиям, не буду там, это все сложная история, проект там длится 3-4 года. Но суть в том, что те меры, которые мы предпринимали, они никаких прямых затрат от клиента не подразумевали, ну, кроме вот работы по изменениям каких-то сотрудников. Это не то, что мы там дали в 3 раза больше денег и конверсия выросла. Нет. Спасибо. Коллеги, еще? Хорошо, тогда, Александр, вы же с нами будете на кофебрейке сейчас? Ну, какое-то еще время. С 12 до 12.30, чтобы могли коллеги задать вам вопросы. Мне где-то вот 12.15 нужно будет, к сожалению, бежать. Все, готовьте вопрос, Александр, здесь до 12.15. Спасибо большое. У нас есть приглашенный эксперт Илья Болтнев, руководитель маркетингового агентства Воронка Продаж. Илья, один вопрос такой же, да? Как ты считаешь, какой основной показатель сейчас стоит считать базовый, с которого сделать первый шаг? Ну, на самом деле, я все-таки сторонник того, что показатели, конечно же, нужно дифференцировать. Вот давайте как бы наверняка в зале сидят люди, которые в том числе может быть владельцы бизнеса, да? Какой главный показатель для владельца бизнеса? Чистая прибыль, да? То есть мы понимаем, что вот это главный показатель для бизнеса, сколько прибыли он генерирует. Дальше мы можем строить, то есть чистая прибыль это цель. Дальше есть разного уровня факторы, от которых она зависит. Например, следующим уровнем мы можем сказать, что у нас есть количество клиентов и у нас есть средняя выручка или средняя прибыль на клиента. То есть если мы одно умножим на другое, получится наша прибыль. Средняя выручка на клиента или средняя прибыль на клиента это та метрика, которую очень часто используют, например, мобильные операторы. Но, как говорил уже Александр в начале своего доклада, метрика средняя выручка на пользователя, она очень комплексная. Если она у вас, например, изменилась, предположим, упала, из-за чего это может быть? Это может быть вы провели акцию со скидкой, пользователи стали реже покупать, изменился средний чек или изменилось количество товаров в одной покупке, у вас мог измениться пользовательский цикл. Причин очень много и на изменение этой метрики вы действительно не поймете, что действительно произошло. Поэтому дальше мы каждую метрику начинаем декомпозировать. Количество клиентов декомпозируем. У нас есть количество новых клиентов и есть количество повторных клиентов за период. Здесь уже легче. Мы понимаем, ага, у нас плохо сработала лидогенерация новых клиентов. Мы должны с маркетинга спросить, почему они так мало в этом месяце привели новых клиентов. Либо у нас директ-маркетолог, email-маркетолог. Что-то у нас не так пошло и ретеншн, возврат пользователей не сработал. Поэтому мой ответ на вопрос, есть ли какая-то одна золотая метрика, нет. нет. Есть метрики на каждом уровне. Каждый отвечает за свой бизнес-процесс и собственно этот бизнес-процесс это метрика и нужно мерить. Спасибо, Илья. То есть нету зеленой кнопки, да, все-таки? Ну, все хотят рассказать про кнопку бабло, но ее, к сожалению, нет. Она из множества маленьких кнопочек состоит. Черт. Спасибо большое. Спасибо, Илья. Ну и коллеги, дальше больше про ключевые технические точки автоматизации, расскажет Илья Макаров, наш следующий спикер. Приветствуем Илью. Вот он сейчас выходит к нам. Да, можно похлопать на самом деле. Илья, добрый день. Добрый день. На самом деле кнопка бабло существует. Можно кликер? Да. Вот он там должен быть. Но я про нее сегодня расскажу чуть-чуть. Тарам-тарам-тарам. Ну, Ланик, пока кликер думает. Смотрите, меня зовут Илья, я руководитель компании Алитикс, мы занимаемся автоматизацией контекстной рекламы. В ноябре 2016 года я считал, сколько же мы всего автоматизируем, это просто не очень легкая задача, как выяснилось. Вот. Мы в ноябре автоматизировали 22% всего Яндекс.Директа, согласно вот недавно опубликованному отчету. Вот. И кликер не работает. Сейчас. Нет, я кнопочку включу. Окей, ладно. Можно следующий слайд тогда? Смотрите, зачем автоматизировать маркетинг? Идея очень простая. Вот я буквально две недели назад был на встрече с одним нашим партнерским агентством. Я был в крупной федеральной российской компании, у которой только по России 48 офисов. Вот. И, ну давайте так, чтобы вы понимали масштаб, вот в компании есть президент. Не в смысле они генерального директора называют, о, наш президент, да, в смысле вот у них есть генеральный директор и президент. А у президента есть два советника. То есть вот, значит, в процессе совещания президент вот не сказал ни слова, он шушукал, значит, на уши советникам, и они, значит, что-то доносили до простых смертных. Да, это было достаточно интересно и забавно. Вот. Соответственно, агентство рекламное, наш партнер, приехало продавать себя, да, там, рассказать о том, как они сейчас, значит, придут и, как обычно, сделают клиента более счастливым, более, не знаю, богатым, более, что они там делают. Вот. Классные ребята. А я, как бы, я про контекстную рекламу вообще, да, то есть я там последние пять лет этим занимаюсь, а на самом деле десять. Вот. И, значит, в процессе, значит, агентство рассказывает, троп-р-р-восемь дыр, и доходит дело до контекстной рекламы. Меня, значит, пихают локтем, потому что это было долго и достаточно мучительно, я уже успел прикорнуть, и говорит, Илья, мол, включайся, давай там спроси чем-нибудь у клиента. Я говорю, ну, окей, контекстная реклама, давайте поговорим. Я говорю, вот пробовали, ну, то есть дает ли ваша компания контекстная реклама. Там, знаете, такой бизнес очень специфический, не факт, что она им вообще нужна, как бы, да, но поскольку агентство приехало продавать маркетинг-микс, меня вроде как бы тоже взяли с собой. Вот. Генеральный говорит, контекстная реклама, конечно, да. Знаете, с таким выражением лица человека, который вот только что вернулся с конференции, где ему рассказали, что это такое. Он говорит, мы с предыдущим агентством, которое мы, значит, в шеи выгнали, значит, вот мы контекстную рекламу давали, замечательно. Я говорю, ну, он говорит, вот мы потратили 500 тысяч рублей, вот, значит, два месяца назад. И тишина. Я говорю, и? Он говорит, ну, вот, пробовали мы контекстную рекламу. Я говорю, ну, а как-то результат пробовали померить, ну, значит, мы потратили 500 тысяч. Он говорит, конечно, результат мы померили. Я говорю, как? Он говорит, девочки с ресепшена попросили поднять зарплату. Я говорю, как они это мотивировали? Он говорит, им стали больше звонить, Их это раздражает, они попросили поднять зарплату. Я говорю, класс, ну то есть вы девушка, которая работает на ресепшене, и вас раздражает то, что вам звонят, слушайте, ну надо что-то менять в жизни. Вот. Та-дам-па-пам. А, все равно не работает. Давайте следующий слайд. Вот. Короче, как бы мораль в чем? Этот клиент, он сделал плохо не только себе, да? Слушайте, ну 500 тысяч. Я понимаю, что для этих ребят не очень большие деньги, но глобально хорошие деньги, да? Никто бы не отказался. И проблема заключается в том, что они сделали плохо не только себе, они сделали плохо рынку, да? Потому что они разогрели аукцион, да? Потому что Яндекс.Директ – это, ну, аукцион, да? И другие адекватные рекламодатели потратили денег больше, да? У них как бы упал ретурнов инвестмент, у них как бы возрос CPA, в общем, всем стало грустно, а девочкам с ресепшеном тем более им звонить больше начали. Вот. И вообще, в принципе, у нас в России очень распространен как бы интуитивный маркетинг, да? То есть вот когда вот маркетолог, вот он, вот знаете, это вот как вот, да, вот баннер перед домом генерального директора, да? Он никому ничего не продает, но генеральный приезжает на работу довольный, да? Вот маркетинг работает, вот это все. Вот. Это ужасно. И потому что, вот еще раз говорю, вы не только себе вредите, да? Вы делаете как бы рынок хуже в целом, а потом собираетесь на конференциях, говорите, ну, как дальше жить, как дальше жить? Стоимость клика в директе уже полторы тысячи рублей, что же делать? Считайте деньги, блин, просто, и все будет нормально. Вот. Дальше давайте. Вот. Ну, собственно, давайте поговорим о том, как посчитать. Вот. Дальше, дальше, дальше. Вот. Смотрите, у вас есть огромное количество рекламных каналов, да? Я про диджитал-чувак, да, поэтому, значит, там наши диджитал-каналы. У нас есть там MyTarget, Facebook, там Яндекс.Директ, Google AdWords, там, да, есть там рассылки. Ну, то есть огромное количество каналов. Забавность истории заключается в том, что многие каналы предлагают свои собственные инструменты для подсчета себя же, да? То есть у нас у Яндекса есть Яндекс.Метрика, у Google AdWords есть Google Analytics, у Facebook есть там пиксель Facebook. То есть как бы заплатите нам деньги, мы сами себя посчитаем. Я сейчас, спасибо же, никого не стебу, да, но просто это констатация факта. Практически каждый инструмент имеет свою собственную аналитику. Вот. И в этом как бы нет ничего плохого, да, как бы, но тут есть нюанс. Вот у нас есть клиент, есть такая, не знаю, достаточно, мне кажется, известная компания, как Airbnb. Вот. А когда они к нам подключались три года назад, мы смотрели их статистику. Вот они как бы как раз считали, значит, Яндекс.Директ, Яндекс.Метрикой и Google AdWords с Google Analytics. Расхождение в циферках было в 30%. То есть, ну, в смысле, на 30% отличались данные. А когда у вас бюджет миллионов рублей, то как бы и когда у вас разница в 30%, вы такие думаете, ага, куда делись деньги. Вот. И это очень плохо. Поэтому первое, что я хочу сегодня донести, это то, что у вас должна быть единая точка отсчета. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Значит, мы в нашей компании выбираем Google Analytics. Я ни в коем случае не отношусь плохо к Яндекс.Метрике, да, вот, ну, просто мы считаем, что Google Analytics, он более точно, более корректно позволяет, как бы, считать данные. К слову, возвращаясь к Airbnb, у них расхождение их собственного биллинга от данных ГАА отличалось всего на 3%. Мы сочли, что, в принципе, это сильно лучше, чем на 40. Как бы, да, вот, так и пошло. Следующий слайд. Вот. Но для того, чтобы вы все могли считать нормально с помощью какой-то одной, одного счетчика, вы должны загрузить данные, как бы, о расходах в этот счетчик. Тут не будет какого-то длинного спича, просто, как бы, примите это как данные. Вам нужно загрузить туда данные. Вот. Вам нужна или хороший, хороший программист, вот, или вам нужна какая-то автоматизированная система. Дальше. Вот. Смотрите, вторая история. Мы живем с вами в России, да, и у нас очень общительный народ. Вот прям вот все любят страшно поговорить, вот, позвонить. Ну, давайте так, вот, поднимите руку, вот вы, смотрите, вы зашли в какой-то, сейчас какой-то, да, не в Юморт, не, там, в Ситилинк, не в Азон, в какой-то интернет-магазин и сделали заказ. Вот я считаю, что если мне не перезвонили, то, как бы, сайт работает, а ребята уже нет. Вот кто так же считает? Странно. Ну, окей. Вот. Но вот я искренне считаю, что вот можно не звонить Юморту, потому что, ну, вот у них написано, вот, мы вам не позвоним, да. Ну, и плюс Юморте я покупаю там раз в месяц что-то, поэтому, ну, как бы, я знаю, что ребята работают. Вывеску пока с соседнего дома не сняли, да, как снимут, я буду знать, что они кончились. Вот. Поэтому у нас, ну, как бы, то есть я жду звонка. Более того, у нас есть клиенты, у которых 80% продаж происходит через телефон. Один из таких странных очень случаев, это у нас есть интернет-магазин женских сумок. Я с ребятами говорю, у нас 80% продаж происходит через звонки. Я говорю, как? Он говорит, слушай, я тебе больше скажу, у нас пик с 6 до 8 вечера. Что вообще странно, да, потому что люди в этот момент едут, блин, в метро. Он говорит, нет, у нас такая аудитория, она выходит из офиса, садится в свой мини-купер, значит, звонит нам и говорит, здравствуйте, а вот я вас на сайте нашла такой ссылочкой, а вот потрогайте, что вы ощущаете? Серьезно, я слушал эти звонки, это прям отлично. Вот. Но, то есть, как бы, звонки нужно считать. Но я вам больше скажу, звонки надо слушать, потому что я вот присутствовал при следующей ситуации, значит, вот второй номер в моем списке, да, компания Calltouch. Мы как-то ездили с ним, с их коммерческим Лешей Авдеевым. Знаете, есть такой салон на пересечении МКАД и Рублевке, мы его в компании называем это Эрекция Моторс, да, это вот тогда там Porsche, вот это все, вот там такие дорогие классные машины продаются. Вот. И мы, собственно, они пользуются вот. Calltouch, он, наша платформа в том числе, вот. Ну, смысл, мы когда приехали на продажу, Леша молодец, а они уже тестировали Calltouch, Леша подготовился, и, значит, вот, чтобы понимать, там сидит, значит, руководитель салона, говорит, я вам сейчас включу запись одного вашего телефонного звонка. И, значит, он включает запись, там происходит примерно следующий диалог. Значит, звонит, вот я прошу прощения, я надеюсь, я никого не обижу, такой, знаете, вот человек с таким вот классическим, вот таким вот московским, да, вот этим вот таким вот акцентом. И прислушайте, значит, добрый день, вы позвонили в компанию Balboa Motors, там, чем я могу вам помочь? И человек говорит, здравствуйте, вы знаете, я только что приезжал мимо вашего салона, я смотрю, у вас, значит, стоит черная, я не разбираюсь в Porsche, да, я езжу на Шкоде, вот, какая-то, значит, вот очень дорогая Porsche, да, скажите, а вы можете, вот, я бы хотел забрать ее сегодня вечером за наличные, и вот мне бы еще хотелось, чтобы вы там что-то там как бы то есть доставили, что-то там тоже сигнализацию туда-сюда, там тыры-пыры, я бы хотел вот в 9 вечера сегодня они от вас уехать за наличные. И девушка, которая взяла телефон, говорит, вы знаете, все менеджеры сейчас заняты, перезвонить через 30 минут. То есть вы вдумайтесь в ситуацию, вам звонит человек, который говорит, друг, я, значит, с чемоданом денег, ну, то есть, ну, правда же, с чемоданом, да, то есть, там, 10, 11, там, может, 12 миллионов рублей, как бы стою, вот, 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 возьми мои деньги, она говорит, все менеджеры сейчас заняты. То есть, нет, я думаю, что, то есть, когда тебе звонит такой человек, должен сказать, господи, в какую булку тебя поцеловать, да, там, в правую или в левую, хочешь, могу в обе сразу. Вот, то есть, как бы, когда вот владелец, ну, или не знаю, там, кто он, управляющий салон это слышал, там вот было такое, Лена! Как бы, Лена, я думаю, через примерно 30 секунд была уволена с своим местом работы. Вот, короче, звонки надо читать, звонки нужно слушать. Следующий слайд. Вот, серые. У меня вопрос. Скажите, ведь вот, вот, наверняка у каждого сидящего в зале, вот, каждый из вас ложился вечером спать, да, и думал, вот, завтра утром я встану и начну бегать. Было такое, да? Вот, вот CRM, это то же самое. Вот, ну, то есть, смотрите, да, там, я, там, сейчас у меня будет слайд, ради которого все это рассказывается. Вот, там, как бы, есть CRM, и вот наша платформа, да, и вообще, в принципе, автоматизация маркетинга, да, мы сегодня про это разговариваем, она, как бы, без CRM, ну, вот, она очень грустно работает. Она работает, но очень грустно. И вот, я вот выступаю, там, уже 5 лет на конференциях, я там рассказываю, люди ко мне потом подходят, говорят, Илья, здорово, все, вот, мы там пойдем внедрять, спасибо. Вот, знаете, у меня такое ощущение, что вот за дверью зала стоит маньяк с топором. И вот все, кто ко мне подходит, говорят, мы пойдем внедрять, вот они на выходе, как бы, потому что эти люди уходят и никогда не возвращаются, просто никогда. Вот это самый страшный для меня клиент. Я их обычно говорю, стоп, 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 давай пока без CRM пообщаемся, не надо, не уходи. Нет, серьезно, они никогда не возвращаются. И единственное, что на самом деле, кроме шуток, я хочу сказать по этой теме, не надо внедрять сложные CRM-системы, серьезно. Даже, там, мой, мной горячо любимый Миша Тковинин, который, да, там, разрабатывает и продает AMA CRM. На мой субъективный вкус, вот, вот что-то проще, просто сложно представить. Да, вот там, блин, две сущности, сделки, задачи, все, как бы, сиди, работай, звони, продавай. Как бы, даже он на своих конференциях говорит, чуваки, если вот моя платформа для вас сложная, пользуйтесь, блин, Google Docs. Вот, ну, вот проще Excel, к сожалению, сложно что-то придумать, да, вот, как бы, ну, пользуйтесь хоть чем-то. У нас достаточно сложная платформа, наша платформа Analytics, она сложная платформа для профессионалов, прям вот, ну, правда, сложная штука. И вот у нас есть клиенты, которые живут с Google Docs, штук 15. И как бы это автоматизировано, это работает, праздник, праздник. Вот, поэтому просто не усложди, просто, я убиваю, просто мне все время хочется выйти и умереть со встреч, когда вот там сидит, если CRM не умеет печатать конверты, это не CRM. Блин, принтер печатает конверты, да, CRM должна хранить данные по сделкам, задачам, блин, и твоим клиентам, все, вот, да, вот, все, это все, что она должна делать. Давайте дальше. Вот, это я рассказал базовые вещи. Но надо понимать, что ваши конкуренты, скорее всего, делают уже какие-то более сложные штуки. Ну, вот, первая сложная штука, хотя она вообще не сложная, да, это данные о погоде. Огромное количество бизнесов, оно как бы погодозависимое. Да, если у вас на улице идет дождь, вот, на улице идет дождик, вы сидите дома, вы не хотите идти в дождь в магазин, вы не хотите идти в дождь в ресторан, вы хотите позвонить, чтобы вам еду привезли домой. Логично? Папа Джонс это знает, поэтому, когда на улице дождь, папа Джонс поднимает ставки в контекстной рекламе на 30%. И отлично зарабатывает деньги. Но, да, понятно, что там от погоды зависит, там, климатическое оборудование, да, у нас же как пока не объявят, что мы все сгорим в аду, значит, в августе, да, никто не бежит покупать кондиционеры. Пока, как бы, ноги к полу не начинают перемешать, такие, ммм, пора купить обогреватель, да, там, она такая, купи обогреватель, вот. И тоже, как бы, люди, которые там торгуют, они знают, они управляют ставками от погоды. Но есть странные вещи, реально странные. Могли бы вы подумать о том, что от погоды зависит продажа сейфов? Вряд ли. Причем я вам больше скажу. Вот сейф, да, это обычная железная коробка, которую можно купить за 5000 рублей. Но есть сегмент лакшери сейфов, да, там, лакшери VIP. Вот, это значит, они оббиты красным деревом, внутри полочки обшиты кожей с какой-то части тела крокодила, вот. И вот они стоят там типа 350 тысяч плюс. И вот когда на улице идет дождь, продажи этих сейфов растут. Вот я абсолютно, когда есть, как бы, кейс, вот мы мерили прошлым летом, группа компаний промит, это, как бы, не секретные данные. И чтобы вы понимали, там не в смысле мы продавали 8, а стали продавать 12. В смысле мы продавали 300, а стали продавать там 500. То есть там прям очень хороший рост продаж. Вот. Еще более смешная история. У нас есть клиент, это интернет-магазин игрушек для взрослых. И вот в дождь там тоже растут продажи. Причем, что самое интересное, продажи растут только в одной единственной категории. То есть нет, там везде чуть-чуть подрастает так вот статистически, но в одной категории рост продаж на 64%. Это изделие для девушек на батарейках. То есть график, да, то есть он был вот такой, потом так, оп, дождик на улице. Дождик кончился, оп, снова опустился. То есть стало грустно, надо как-то себя развлечь. Понятно, что ваши продажи зависят от курса валют. Когда у нас скачут курсы валют, все бегут в Альдорадо покупать телевизоры, а потом через 2 месяца продают их на вид, в 2 раза дешевле. Отличный бизнес. Вот, понятно, что у вас ваши продажи зависят от цен конкурентов, да, потому что если вы продаете Samsung, ну как бы Samsung, он, блин, и в Африке Samsung. И если ваш конкурент, у него сегодня акции на Samsung, то Samsung, почему мне до сих пор за это не переплачивают про Samsung, вот, как бы купят у вашего конкурента, да, потому что, блин, ну вот правда. Поэтому достаточно глупо там делать высокие ставки, вы просто сольете деньги. Ну и последнее, мне очень нравится, это хардкорная история, это вот, знаете, я ее всегда рассказывал, чтобы вы поняли, как бы уровень, с которым вот живут ваши конкуренты. Значит, у нас есть ребята, которые занимаются инвестициями. Значит, это Forex, да, они всем говорят, что это инвестиции. Вот, по-моему, это просто узаконенный вид онлайн-казино. Вот, и они управляют ставками на рекламу в зависимости от размера дельты между позитивными и негативными новостями на финансовых рынках. Оценили? Они это собирают в фид. Робот анализирует тональность, если как бы движ большой, люди начинают это видеть, начинают слышать, хотят куда-то вложить деньги. И вот, как бы, они поднимают ставки, чтобы оказаться выше конкурентом, чтобы люди потратили деньги у них, как бы, а не у конкурентов. В общем, довольно логично. Давайте дальше. Есть данные, вот я сейчас рассказал на предыдущем слайде такие сложные штуки. Есть данные, которые вот у вас они есть. Они у вас уже есть, но только вы ими, скорее всего, не пользуетесь. Значит, первая история, это данные по, ну, какие-то дополнительные данные от ваших рекламных площадок. Ну, вот простой пример, да, опять же, там, Яндекс.Директ, есть такое понятие, как спецразмещение. Да, то есть это когда вот у вас, ваше объявление на первой строчке. Вот сейчас здесь должна была быть шутка про баннер у дома генерального директора, потому что, ну, вот, как бы, клиент мне говорит, я хочу находиться на первом месте по запросу мерчендайзинг. Мерчендайзинг — это словарное слово. У нас в стране огромное количество студентов учатся, блин, на менеджеров. И вот они пишут доклад про мерчендайзинг. И когда вы находитесь на первом месте по запросу мерчендайзинг, вы инвестируете в российское образование, потому что они придут на ваш сайт, они классно спишут вашу офигительную статью про то, что такое мерчендайзинг, но только вы за это заплатите полторы тысячи рублей. За каждого, блин, студента. А ему не факт, что зачет за это поставят, да, то есть как бы хотя бы какую-то обратную статистику собрать. Вот, поэтому надо всегда оценивать разумность рекламы. Для нас это важный брендовый показатель. Блин, для вас это слив денег, ребят. Вот, данные по ассоциированным конверсиям. Что это такое? Вот, опять же, 55-й раз повторюсь, контекстная реклама, да, и стандартная модель атрибуции контекстной рекламы — это ласт-клик. То есть когда вот человек пришел на сайт, с контекстной рекламы купил, да, вот мы посчитали, что этот покупатель у нас пришел с контекстной рекламы. А вот я предполагаю, что коллега из Mindbox сегодня рассказывал про того же самого клиента. Вот у нас есть клиент, который диваны продает, да? Нет? А, ну и бог с ним. Да, вот у нас есть клиент, который продает диваны. И вот как вы догадываетесь, вряд ли в Москве есть люди, которые просыпаются утром, думают, так, надо купить диван. Идут в Яндекс, пишут «купить диван», кликают по первой же ссылке, переходят на сайт, не знаю, какого-нибудь Хоффа, такие говорят, о, диван красный, 120 тысяч, не вопрос, положить в корзину. Где здесь ввести данные карточки? Отлично, да? И через час ему уже в дверь стучат, говорит, диван заказывали. Нет. К сожалению, так бывает только в фантазиях. Ты как бы придешь, отдашь им деньги, а потом еще месяц будешь… Я сейчас не про Хофф дождать, про другую компанию, я недавно покупал диван. Потом ты месяц будешь за свои же деньги за ним бегать и говорить, «Ребята, а может диван?» Они говорят, «Ну не знаем». Вот. Может быть, когда-нибудь. Вот. Ну серьезно, да, диван – это такая штука, которую нужно согласовать с женой, с собакой, с кошкой, с тещей, с мамой, не знаю, там, с папой, со всеми, короче. Да, нужно съездить, пощупать. Поэтому, когда вы продаете диваны, как бы ваша коммуникация с клиентом… Ну, в смысле, раз, два, три. У вас точек касания с клиентом в процессе, когда вы ему продаете, их штук 10. И вот, как бы, если вы считаете по ласт клику, то у вас, вот, контекст у вас вообще ничего не продает. Да, вот, вообще ничего от слова нет. Вот. А если вы считаете, как бы, нормальные цепочки, как бы, когда вы познакомились, вернули, вернули, ретаргетинг, вернули, да, сходили на сайт, а потом купи диван, купи диван, купи, 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 ты думаешь, тварь, отвяжись от меня, нет. Вот. Да, то, как бы, вот, у вас сразу начнут сходиться, как бы, концы с концами. Вы сразу начнете нормально считать, сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете. Следующий слайд. Вот. Смотрите, короче, ради этой схемы весь доклад. Смотрите. Собственно, что мы делаем? Что надо делать? Значит, у вас есть рекламные каналы. Там есть объявления, фразы, баннеры, там, все, что угодно. Посты в соцсеточках, да, фоточки в инстаграмчике, не знаю, ссылочки у вашего любимого ютуб-блогера, который продает вашу косметику. Вот все эти ссылочки и в рекламе, и в органической, так сказать, истории, они должны быть размечены тем меткой. Значит, что это такое, все знают? Если нет, почитайте в Википедии. Вот. Значит, у вас, когда вы, значит, запускаете рекламу, у вас начинают идти затраты, вместе с ними начинает идти трафик. Значит, трафик приходит на ваш сайт, да, улавливаете цепочку логическую, и этот трафик, часть из него конвертируется в онлайн-заявки и звонки. Ну, как бы два варианта, да, ну, еще там, можно сказать, корзина, да, там есть его интернет-магазин, не дай бог. Вот. Соответственно, вы это посчитали Google Analytics, там, если интернет-магазин, электронной торговлей и колл-трекингом, и в этот момент у вас, вот сейчас ниже не смотрим, смотрим сюда, у вас появилась стоимость целевого действия. Вы посчитали, сколько вам стоит клиент. И поверьте, если вы это делаете, вы уже нагло выше ваших конкурентов. Вот. Если вы начнете это делать, вы будете нагло выше ваших конкурентов, и на этом месте можно остановиться, если вы до сих пор этого не делали. То есть не обязательно сразу бежать, интерять CRM, да, помните про маньяка, вот он там за дверью нас всех ждет. Вот. Значит, и это будет уже хорошо, потому что глобально каждый бизнес, он знает, да, что если я за клиента отдал 500, там, за контакт отдал 500 рублей, там, у меня получилось 10 контактов, одному я все-таки продал свой диван, вот как бы мне клиент стоил 5000 рублей, ну, интуитивно, да, ужасно, 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 но хотя бы, да, интуитивный бизнес как бы это знает. Если вы уже это считаете, идем дальше, у вас должна быть CRM-система, куда обязательно, вот на это обращаем особое внимание, UTM-ка должна проливаться к каждому чеку, чтобы у вас происходила связка, да, как бы рекламное объявление, сделка, которая появилась в CRM-системе. Ваши офигительные СЛЗ это продали, и у вас вы посчитали выручку, прибыль и роя. Все очень просто, тривиально, следующий слайд. А может я, а потом, вот, следующий слайд, в чем соль. Вот, смотрите, как бы прикол заключается в том, что у вас, ну, у среднестатистического бизнеса, который рекламируется в интернете, огромное количество рекламных каналов, ну, там, типа, 10. В этих рекламных каналах у вас огромное количество компаний, суммарно, там, не знаю, 100, и в этих рекламных, или, там, тысячи я видел, там, когда мы в один аккаунт Яндекс.Директа не влезаем, да, вот, и у вас, как бы, в каждой компании огромное количество объявлений и ключевых слов. И если вы руководитель, то вы на все это смотрите, на все это смотрите, как бы, сверху, типа, вот, потратили 500 тысяч рублей и вот что-то получили. Не дай бог, ваш маркетолог смотрит так же. Потому что вот где-где, а в онлайн рекламе, вот, замечательно работает правило Парета, что 80% заказов, которые вы получаете, вам приносит 20% вашей рекламы. А 80% денег, которые, как бы, вы сливаете, вы сливаете, вот, с помощью, ну, короче, вы поняли, да, что я пытаюсь сказать. Поэтому соль заключается в том, что вам нужно отслеживать каждое объявление и ключевое слово. Звучит ужасно, но для этого есть автоматизированный инструмент. В этом нет ничего страшного, ужасного, люди так делают, и не очень сильно страдают при этом. Вот, следующий слайд. А, и все. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Вы ведь с нами? Да. Еще будете? Да. Отлично. Илья ответит на ваши вопросы в кофе-брейке, потому что у нас еще один спикер и еще одна тема, которую мы должны с вами обязательно озвучить, такая вишенка на торте, да? У нас с вами Андрей Михалишин расскажет про то, как, в общем-то, сделать так, чтобы клиенты сами рассказали, да, что им продавать, как продавать, зачем продавать. Та волшебная кнопка, про которую мы сегодня говорим, наверное, она будет сейчас. Было бы, конечно, здорово, если бы, спасибо, если бы такая кнопка существовала. Ну, я скорее согласен, что таких кнопочек достаточно много. Я сейчас хочу поговорить о… То есть мы сейчас больше говорили на предыдущие докладчики о… в основном интернет, то целевая аудитория, пожалуй, основная целевая аудитория моего доклада будет… Это наземный, обычный оффлайн ритейл. Хотя я буду говорить и о летающих слонах в том числе. Начать я хочу с одного очень известного выражения. Кто владеет информацией, тот владеет миром. И сказал это весьма уважаемый, знаменитый человек, его зовут Натан Ротшильд. Вот. И стоит послушать то, что он говорит. И если чуть-чуть перефразировать его высказывание, я хочу сказать, что успех ждет того, кто владеет большей информацией или какой-то уникальной информацией по сравнению с своими конкурентами. Так вот, если автоматизировать все процессы, о которых я поговорю в будущем, ну, в этом докладе, и, кстати, много уже об этом было сказано предыдущими спикерами, то можно получить очень интересные результаты и повысить свою прибыль. Вначале хочется мне сказать о том, что я когда думал над докладом, я понял, что в то время, когда я нахожусь в городе, то, в общем-то, я очень сильно боюсь оставить свой мобильный телефон. Даже гораздо больше, чем оставить кошелек дома. И уже несколько раз возвращался за телефоном. Буквально пару месяцев назад я прилетел, приехал в аэропорт и понял, что забыл свой телефон в такси. Я был на самом деле в ужасе. Что я буду делать в Сибири 2 недели без телефона? Вот. И телефон сегодня стал не просто средством коммуникации. Звонки, смски – это и мотиватор, то есть рангкипер, байтер-ремайндер, всякие шаги мы меряем. Это средство идентификации, например, в аэропорту, да, там можно идти или проехать на этом, на аэроэкспрессе, да, действительно. Вот. Но телефон, пожалуйста, следующий слайд. Телефон стал еще и средством слежения за нами. И, в общем-то, если у вас действительно нет паранойи, то совсем не значит, что за вами следят. Сегодня следят за нами уже телевизоры, да, завтра будут следить холодильники и, наверное, мусорные ведра. Вот. И наша цель, чтобы эти технологии слежения поставить на служение вашему бизнесу. Вот, пожалуйста, следующий слайд. Об этом я как раз хочу и поговорить. В общем-то, формула успеха, она понятна. Самое важное, чего, кстати, многие не делают, это соединить все элементы в одну единую систему. Это очень просто. Это идентификация клиентов, сегментация клиентских групп, когорты, об этом тоже немного говорили, коммуникация и мотивация клиентов и в конечном итоге продажи. Достаточно все просто. Я уверен, что вы все прекрасно знаете эти шаги. Теперь поговорю дальше о том, как их объединить. Пожалуйста, следующий слайд. Сейчас о идентификации. Да, из теории менеджмента все прекрасно знают, что управлять можно лишь только тем, что можно изменить. Соответственно, нужно понимать, что мы меняем. И в первую очередь, что нужно делать, это идентифицировать клиента в каждый момент покупки. Можно следующий слайд, пожалуйста. В интернете это сделать чуть проще. В наземном ритейле, как я буду называть, ритейл и сфера услуг это сделать сложнее. Но тем не менее, тем не менее, это нужно обязательно сделать. Для каких целей нам идентифицировать клиента? Ну, в первую очередь для того, чтобы наполнить базу, базу данных о клиентах, узнать о их покупательском поведении и затем выстраивать определенные маркетинговые стратегии по работе с ним. Следующая цель – это для того, чтобы наладить коммуникации с клиентом. Собственно говоря, все мы привыкли, когда мы получаем какую-нибудь скидочную карту, оставлять свой e-mail или свой телефон. Это нормальный такой обмен. И в процессе покупки тоже своего рода социальный контракт мы идентифицируемся в магазине для того, чтобы магазин мог о нас что-то узнать, а Z получаем какие-то бонусы, привилегии, либо скидки. Будьте добры, следующий слайд. Что нужно узнать о пользователе? Если уж мы начали слежку, то, понятное дело, самое важное – это социальный портрет. И важно начать с имени пользователя. Расскажу маленькую историю свою личную. Когда-то давно, лет 15 назад, в городе, где я жил, впервые открылся магазин «Хендерсон». И так случилось, что я познакомился со всеми продавцами, и меня знали. Я когда заходил в магазин, ко мне всегда говорили «Здравствуйте, Андрей Юрьевич». И как-то мне помогали что-то выбрать. Со временем продавцы менялись, и заходя в магазин, я все реже и реже встречался с этим, когда меня приветствовали. «Здравствуйте, Андрей». В конце концов, продавцов вообще не стало, которые меня знают. И в тот момент я перестал ходить в этот магазин, потому что я туда приходил, и мне было приятно, что меня знают по имени. И вот последнее исследование, если кому интересно, я потом ссылку могу скинуть, там достаточно много интересных данных, 2016 года показывает, что 56% пользователей совершат покупку, покупатели совершат покупку в том магазине оффлайн и онлайн, когда к нему обращаются по имени. При этом в 2014 году, когда проводили это исследование, таких покупателей было только 33%. В этом смысле очень-очень важно знать имя человека. Ну, также пол, возраст, дата рождения, и еще в зависимости от того, насколько у вас крупный город, либо какой крупный бизнес, может очень важно знать еще и место проживания, либо город проживания, для того, чтобы потом правильно его сегментировать. Ну, и, конечно же, отслеживание покупательской активности. Это обязательно must-have, то есть история покупок, количество покупок, средний чек, который приносит клиент и так далее. В общем, я думаю, тоже это достаточно, вы все знаете и так хорошо. Пожалуйста, следующий слайд. То, что нужно идентифицировать клиента, я думаю, что всем и так понятно, что это достаточно очевидно. Каким образом идентифицировать клиента. Можно использовать современные технологии, уже есть алгоритмы распознавания лиц, например. Да, можно купить это оборудование, поставить в магазине, однако это достаточно большие затраты, и, в общем-то, все это еще работает со сбоями. На мой взгляд, на сегодняшний момент достаточно много уже и так существует способов идентификации клиента. Главное их использовать. В решениях, которые в нашей компании есть, это пластиковые карты, номер мобильного телефона, либо мобильное приложение. Пластиковая карта очень привычна, всем удобно, это плюс. Но пластиковая карта, она, во-первых, молчалива. Пластиковую карту нужно затратить время и деньги, то есть сначала ее изготовить, потом ее, там, если это есть логистика, если большая сетка, ее нужно развести по разным магазинам, потом ее нужно вручить человеку, получить от него анкету, обработать эту анкету, хранить данные этой анкеты и так далее. Достаточно много вещей, которые нужно сделать. И более того, эта карта будет еще конкурировать в кошельке человека с сотнями уже других карт, других магазинов. Еще один способ, это просто по номеру телефона. Достаточно простой, удобный способ, человек, в общем-то, его никогда не забудет. Однако здесь есть ряд ограничений, связанных с тем, что нет зрительного контакта с вашим брендом, просто человек пришел, если пришел, искал номер телефона, сделал покупку. И есть определенные риски, связанные с фродом, если это, например, бонусная программа лояльности, то, например, человек может списать бонусы. Здесь нужно тоже ставить ограничения. И мобильное приложение. Речь идет о, скорее, брендированном мобильном приложении вашего магазина. Здесь очень удобно. Во-первых, всегда есть зрительный контакт с вашим брендом. Это иконка в телефоне. Мобильное приложение, оно же и средство коммуникации, и средство идентификации. Вообще об этом чуть подробнее дальше поговорим. Однако тоже есть и минусы. Во-первых, в зависимости от вашей целевой аудитории, не вся целевая аудитория готова это сегодня использовать. И, в общем-то, мобильное приложение тоже нужно распространять. Это вот коллеги как раз выступали, это к ним. То есть каким образом сделать мобильное приложение популярным, чтобы его установило большое количество людей. Дальше. Пожалуйста, следующий слайд. В общем-то, портрет целевой аудитории собран. Кстати, в двух словах скажу. Если говорить об обычном ритейле, то, конечно, нужны стыковки с постсистемами. Я вот вижу, есть один наш партнер, это группа компаний Densi. У них есть там кассовое решение в том числе, в котором у нас такая стыковка есть. Таких систем у нас сегодня около 20, откуда можно получать данные о клиенте, о его покупках. Теперь портрет клиента мы знаем, кто это, знаем его в лицо. Теперь нужно понять, а вообще нам все покупатели в городе нужны или какие-то определенные. Если там говорить о том, что мы поняли, что это слон и полосатый, то все ли полосатые слоны в городе нам нужны. В общем-то нет, нам нужно найти только одного летающего. Поэтому, пожалуйста, следующий слайд. И в арсенале сыщиков должны быть элементы, которые позволяют сегментировать наших клиентов. Какие цели для того, чтобы сегментировать? Ну, в первую очередь уменьшить отток клиентов, понимать, кто попал в красную или в желтую зону. Дальше. Повысить процент, повысить покупаемость самых высокомаржинальных товаров. Следующий момент. Можно посмотреть клиенты, какие товары они покупают, какие не покупают из целевого для нас сегмента и предложить им купить эти смежные товары, которые они раньше никогда не брали, тем самым получить долю, свою долю в кошельке таких клиентов. И четвертый пункт – это выбрать когорты пользователей, покупателей и дальше уже как раз использовать их в системах автоматизации маркетинга для предоставления им определенных целевых предложений. Следующий слайд, пожалуйста. У каждого, если говорить уже о розыске, о сыске, то у каждого сыщика в своем арсенале есть разные инструменты. Что использовать для сегментации? Ну, естественно, поскольку мы говорили о социально-демографическом портрете, то, понятное дело, это пол, возраст, дата рождения и та же география. Однако этого недостаточно для того, чтобы коммуницировать дальше с клиентом. Очень важно в системах слежения дифференцировать еще клиенты по суммам покупкам, по среднему чеку, провести ABC или XY-канализ и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. Это один из примеров, такой график тоже сырой, взят прямо из системы, в смысле не очень красиво обработан. Это пример сегментации клиентов. Когда один из наших клиентов сегментировал своих покупателей по количеству покупок за определенный не очень большой промежуток времени, то обратили внимание, что три карты, это вот здесь вот айтишники внизу идут, три карты очень сильно выбиваются из общего графика. Первую карту руководство магазинов, это сетка магазинов в Москве, они идентифицировали очень быстро. Это карта администратора, по которой выдавались скидки держателям социальной карты москвича. Но вот эти две карты, их очень сильно заинтересовали, что же это такое. И запросили определенные данные из нашей базы. Я не знаю, чем закончилась детективная история, но сам факт, даже сегментирование и исследование покупательского поведения ваших клиентов могут привести к таким положительным побочным эффектам, когда вы сможете увидеть, скорее всего, злоупотребление кассирами, скидочными картами. Здесь была скидочная система. Это один из элементов, где вы можете не только получить больше прибыли, но где вы можете еще и сэкономить на вот таких вот не очень чистых на руку кассирах. Будьте добры, следующий. Теперь, пожалуй, самый интересный, переломный момент презентации, это сейчас о коммуникациях. Если помните мультик, да, слон терял волю при звуках флейта и очень любил рыбий жир. Это как раз о коммуникации и мотивации клиентов. Для того, чтобы спасти балдахина, теперь нужно его подозвать дудочкой и дать ему рыбьего жира. То же самое с покупателями. Будьте добры, следующий. Опять же, какие цели мы ставим перед собой? И если говорить о нас как о бизнесе. Первое, это естественно стимулировать целевое поведение покупателей, либо конкретно стимулировать, продать какой-то целевой товар или целевую группу товаров. Увеличить жизненный цикл клиента. И сегодня об этом говорили, как один из параметров, да, lifetime value. Увеличить совокупный доход от пользователя за все время его существования, как нашего покупателя. Ну и, понятное дело, получить дополнительный инструмент сбора информации о клиентах. Будьте добры, дальше. Сейчас бы я хотел поговорить еще немного о программах лояльности и об акциях, которые мы будем использовать для привлечения клиента. В первую очередь хочу отметить, что в настоящий момент, к сожалению, большинство ритейлеров у нас в стране, говоря о программах лояльности, всегда на самом деле подразумевают стимулирующие акции. Потому что лояльность – это не только и не столько о деньгах. Лояльность клиента – это любви клиента к бренду, к вашему магазину. И лояльность нужно выстраивать целенаправленно, понимая, кто ваш клиент, какая у него потребность, какой его период жизни, как вашего покупателя в магазине. Ее нужно целенаправленно выстраивать и все время поддерживать. Но если говорить… Я вернусь в привычное русло программ лояльности, не буду их называть программами стимулирования. Допустим, мы собрали портрет, как мы сказали, на когорты изучили клиентов, какие у нас есть целевые сегменты. Дальше нам нужно с ними взаимодействовать, как-то воздействовать на них. Первое, что приходит в голову, это всегда создание какой-то программы лояльности. Она может быть разная – бонусная, скидочная. Она может пересекаться, быть бонусно-скидочной и так далее. Ну, в настоящий момент самая популярная бонусная программа лояльности. Тут некоторые моменты выделены. Опять же, для чего вы создаете программу лояльности? Очень часто бизнес, с которым мы сталкивались, они это делают, ну, потому что есть у конкурентов, ну, как, и нам тоже нужно иметь. Тут об этом говорили, о метриках, о целях, о конверсиях. Обязательно нужно понимать, зачем мы ее действительно делаем, для кого мы делаем, какую цель мы хотим достичь и мерить ее эффективность. В общем-то, здесь примеры бонусной программы, прежде чем ее включить, нужно внимательно подумать, что клиент должен выполнить, какие должны быть условия, чтобы он получил бонусы. А бонусы распространяют, нужно распространять на все товары или только на какую-то часть товаров, и почему этого должны делать. Соответственно, это достаточно тонкая настройка программы. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о программах лояльности, последние два года наблюдается очень интересная тенденция на рынке, если долгое время бизнес, ритейлеры, они очень с трудом, очень нехотя делились клиентской базой данных, вот это мое, я собрал, не дай бог конкуренты узнают, то сегодня интересная тенденция, многие понимают, причем достаточно крупные, в том числе сети, понимают о том, что в коалициях, в много брендовых программах лояльности гораздо проще, гораздо проще меняться клиентами. Если создается коалиция, тогда это позволяет объединить клиентов, которые есть у участников коалиции, таким образом кратно увеличить потенциальное количество клиентов, которыми можно обратиться, которым можно продать, которым можно рассказать об акции и так далее. Однако здесь есть один тоже нюанс. Эта коалиция должна быть обязательно автоматизирована и очень четкое понимание о том, а какие потоки клиентов существуют внутри этой коалиции, а какие потоки, например, если она бонусная, бонусных баллов, где люди больше их накапливают, где они больше их тратят. Это нужно мониторить и за этим следить. И очень важно, чтобы не получилось, как в старой русской просовице, торговали, веселились, посчитали, прослезились, потому что, в общем, здесь нужен четкий клиринг всего, что происходит внутри коалиции. Инструмент хороший, но такой обоюдоострый. Будьте добры, следующий. Еще один момент, который позволяет, если говорить как раз о мобильных приложениях, что они могут сделать. Это стимулирование непокупательской активности клиента. Это штука, которая как раз повышает лояльность. Самые простые методы, вы все видели, как работает Uber. Это пригласили кого-то в мобильное приложение, получил бонусы тот, кто был приглашен, и тот, кого пригласили. И закрываются две вещи. Первое, вы привлекаете новых клиентов, в общем, за достаточно дешево, и сами регулируете, сколько вам стоит привлечение одного клиента. И второй момент, вы автоматически собираете информацию даже о тех клиентах, о потенциальных ваших клиентах. У вас уже есть их контакт, кто еще не стал, но скоро станет. Будьте добры, дальше. Почему мы считаем, что коммуникации в мобильном приложении – это здорово? Ну, во-первых, это бесплатно. Бесплатно рассылка персонализированных или таргетированных, или массовых, как вы хотите, пуш сообщений. Причем это не просто короткая смска. Это может быть ссылка на какую-то новость, ссылка на какую-то акцию, содержать даже какую-то картинку. И это быстро. Это очень мгновенно происходит. Как только вы в системе управления маркетингом вводите какие-то данные об акции, во-первых, это тут же попадает в телефон или на сайт. И человек может сразу посмотреть, и вы сразу можете отправить это пуш сообщение. Дальше. Про содержательное содержание мобильного приложения. Это может быть же не только как инвентификатор, о чем я говорил в начале. Здесь можно рассказать о ваших акциях, о ваших новостях, показать текущий баланс бонусный, или показать текущий уровень скидки, показать клиенту, слышь, дорогой, ты купи еще там на 3000, и ты перейдешь на новый уровень, тем самым стимулируя его сделать эту покупку. И достаточно просто. Человек, регистрируясь в приложении, автоматически отдает вам свои контактные данные. Не нужно тратить время, заморачиваться и собирать анкеты, потом их обрабатывать, потом вводить какие-то свои базы данных. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, что мы прошли по трем точкам взаимодействия с клиентами. Первое. Это идентификация клиентов. Что она дает? В первую очередь снижает затрат на… позволит снизить затраты на сбор. Что нужно сделать? Это снизить затраты на сбор этих данных, на выпуск карт, на распространение этих карт, на хранение этих данных. Сегментация. Сегментация позволяет понимать, что у нас сегодня происходит с клиентской базой, уменьшить отток, увеличить средний чек, увеличить количество покупок, увеличить продажу тех товаров, которые мы бы хотели продавать сегодня. И коммуникация. Здесь мы, если подойти с умом, можно достаточно радикально снизить затраты, сократить время на мотивацию клиентов, совершить целевое действие и увеличить жизненный цикл клиента, в том числе и lifetime value. Будьте добры, дальше. Продажи. Если помните, в начале была формула. Индентифицируем, понимаем поведение клиентов, сегментируем. Третий момент. Коммуницируем и мотивируем. И в последнюю очередь осталось еще только продать. Клиенту то, что он хочет, тогда, когда он хочет, и тем способом, который он хочет. Но именно в этом докладе я не буду останавливаться. Об этом, кстати, предыдущие спикеры немного говорили. Особенно интересная тема была с диваном. Об этом потом. Не на этом докладе. Будьте добры, следующий слайд. Теперь все, что мы делаем для клиентов, для них должно, для покупателей, для них должно быть очень органично и очень удобно. Здесь я расскажу одну историю, которую, не историю, а один доклад, который мне посчастливилось услышать. Его делал в 13-м году на форуме GS1 Global Forum в Брюсселе, это было, Майкл Майкнамара, IT-директор Теско. И мне посчастливилось быть на этом докладе. И я был на самом деле тогда вдохновлен и восхищен, о чем он говорит, к чему идет Теско. Была представлена картинка будущего. Они видят свою сеть магазинов уже в 20-х годах. Это когда каждый клиент, каждый покупатель, который приходит в магазин, получает свою персональную цену. И как в онлайн-магазине, так и в онлайн-магазине. Сетка, кстати, если посмотреть, ну вот я только в Британии видел, как это работает, очень у многих людей есть даже вот брелок на своих ключах в виде штрих-кода. Это Тесковская карточка. Они прямо их выдают в магазине, эти брелки. И люди всегда используют этот брелок при совершении покупок. Теско следит, кто, сколько, чего, как покупает. Формирует в конце месяца персональные предложения, рассылает, пока что это так в бумажном виде, рассылает сборнички купонов, которые люди отрывают и приходят в магазин. И Теско говорит о том, что эта система, развивая ее дальше, позволит нам предложить каждому человеку индивидуальную цену. Кроме того, был показан очень интересный ролик, тоже к чему они стремятся, и как они тут используют предиктивный анализ. Они анализируют корзину человека и понимают, что он хочет сделать, что он хочет купить. И там интересный кейс был рассмотрен, когда были куплены разные ингредиенты, и система поняла, что речь идет о выпечке пирога. Но они видят, что муку последний раз этот клиент покупал очень давно. Это была система доставки через интернет-магазин, и они привозят вместе с мукой. Она была обрадована, потому что действительно я забыл о муке, как здорово вы сделали. То есть слежение за клиентом должно быть очень органично и удобно для него. Ну, а для этого нужно дать интересные, удобные способы идентификации клиента в точках продаж. Будьте добры дальше. То же самое. Все технологии, которые бизнес применяет, они должны быть очень удобны. Во-первых, это должно быть доступно. Это не должно стоить больших денег и больших вложений, потому что, помним все, о метриках, о которых мы говорили в начале. Решения всегда должны быть доступны и готовы для того, чтобы ими воспользовались. Решения должны быть надежны. Если опять же говорить про нас, то данные хранятся действительно в облаке, но доступ к ним есть на 24 на 7. И более того, там есть закон еще о персональных данных 152 ФЗ, которые нужно обязательно выполнять. Это если говорим о бизнесе, который строит свои локальные системы хранения данных. Более того, безопасно. Все системы должны быть зашифрованы. Все каналы коммуникации, которые используются, например, в наших решениях, они шифруются ровно точно так же, как и при интернет-банкнике. И масштабируемо. Естественно, всегда все заинтересованы на рост бизнеса. И при открытии, при подключении новых точек или, может быть, даже новых смежных сегментов вашего бизнеса, системы, которые вы используете, обязательно должны быть готовы к масштабированию вашей сети. Вы должны очень легко и быстро иметь возможность включить ваши новые точки продаж в общую систему анализа и автоматизации маркетинга. Будьте добры, дальше осталось не так много. Это, в общем-то, уже к заключению. Есть одна очень хорошая латинская пословица, которая говорит, если нет ветра, то уберитесь за весла. До последнего времени ритейл считается достаточно консервативной областью. И цикл введения инноваций от 7 до 12 лет происходит. И сегодня все, что происходит в мире маркетинга, в мире продаж, очень быстро меняется. И уже если игрок очень крупный, это не гарантия того, что он победит мелких игроков. Сегодня побеждает тот, кто наиболее быстрый, кто быстро меняется, кто быстро применяет инновационные технологии в ритейле. Это, кстати, показывает и тенденции. Многие крупные сети ритейлов создают собственные инновационные продукты. Сами придумывают, сами же у себя и внедряют. Будьте добры, дальше. Ну, тут теперь пару слов тоже о нашей компании. Я это убрал назад. Коммерческий директор, директор по маркетингу сделают мне выговор, если я об этом не скажу. Минутка рекламы, что называется. Но потерпите, там потом будет приз. Наша компания, наверное, скорее всего, вряд ли кто-то слышал о ней, потому что, во-первых, мы очень долгое время занимались исследованиями и работали от цветочных ларьков до встреч с вице-президентами Альфа-банка. Мы работаем сейчас с деловой средой Сбера. И создавали продукт. И в первую очередь для бизнеса. Часто наш продукт незаметно встраивается в мобильные приложения, встраивается в кассы, встраивается в сайты. И клиенты, покупатели часто даже и не знают о том, что они, например, в мобильном приложении какие-то кусочки видят не нативного мобильного приложения этой компании, а там есть куски, которые прилетают из других автоматизированных систем. Собственно говоря, что мы делаем? В общем, по большому счету помогаем предпринимателям повышать свои компетенции в области управления и стимулирования продажи. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь про обещанную раздачу слонов. Совместно с нашими партнерами, будьте добры, сразу следующий слайд. Размер времени не позволяет сказать о конкретных алгоритмах, как выстроить отношения, как стимулировать человека к покупателю. Для этого есть отдельные мероприятия. Мы предлагаем поучаствовать в вебинаре. Мы совместно с нашим партнером, в том числе и клиентом, это венчурный технологический акселератор «Знай наших». Можно записаться бесплатно на семинар, персональный семинар для вашей компании, в котором будут проведены экспресс-маркетинг-анализ и выработаны персональные для вашего бизнеса рекомендации о том, что нужно сделать, какие процессы изменить внутри компании, чтобы достичь результата, который вы поставите. Таких пять предложений, плюс скидка 20% пожизненная на наши инструменты. И кто не успел в пятерку, пожалуйста, регистрируйтесь тоже, и вы получите возможность поучаствовать в общем семинаре, уже не в персональном, и 10% скидку. Можете прислать на мой e-mail, там он внизу написан, сейчас будет на последнем слайде. Либо подойдите ко мне, отдайте мне визитку вашу, и мы вас запишем и расскажем дальше, что нужно сделать. Последний слайд. Спасибо за внимание. Пожалуйста, если есть вопросы. Андрей, спасибо большое. Я думаю, что мы… Есть вопросы, коллеги, прямо насущные, которые надо задать? Прямо вот что-то, что вас распирало все выступление Андрея. Тогда, Андрей, спасибо огромное. Да, Андрей, здесь вы можете задать ему вопрос, если вы решитесь это сделать. Я предлагаю договориться, сделать перерыв чуть-чуть короче. Вы как, 15 минут, Олег? Даже 10 минут, да? Мы очень вас просим побыстрее задать свои вопросы спикерам, которые у вас есть, либо попить кофе и чай. Да, подождите, еще не убегайте. Я забыл вам рассказать самое интересное и важное. Дайте мне кто-нибудь ваш бэджик. Можно, Алексей? Я думаю, многие обратили внимание, у многих есть QR-код на бэджике. Это сделано для тех случаев, если вдруг спикер или участник скажет, извините, я забыл свои визитки и не могу вам их дать, вы можете взять телефончик, поставить себе на телефончик простой считыватель QR-кодов, навести на этот QR-код, и все контакты данного человека будут у вас. Это такая фишечка небольшая. В дальнейшем, соответственно, у нас сейчас кратенький перерыв. На втором этаже, у кого есть ваучеры, кто их не получил еще, подойдите на стойку регистрации и узнаете, есть ли вы в списках на получателей. Соответственно, ну а кофе и чай есть в холле этого зала. Спасибо. Через 10 минут продолжим. Еще инстаграма. Еще ватсап. Кстати, когда ватсап перестанет спамить? А вайдер? Хорошо. Никита начнет, потом мы разделяемся на два зала и перейдем к более практичной, так сказать, сфере, к практичным знаниям. Там в зале Уваров у нас будут два мастер-класса. Именно мастер-классы. Каждый мастер-класс по часу с подробным разбором, с подробным разбором инструментов. Первая тема, как малому и среднему бизнесу пользоваться RTB, real-time bidding. Кто не знает, то соответственно узнает на мастер-классе об этом. Я бы очень рекомендовал на эту тему пойти. Ну и второе, более структурная тема и более важная, как автоматизировать все процессы прямо с пошаговой инструкцией. И напоминаю, это сразу после выступления Никиты. Зал Уваров. Никита, тебе слово. Спасибо большое за представление, за доверие. Я уже второй раз на самом деле с вами на этой конференции. Очень рад здесь присутствовать. Ну и еще раз повторю, да, мы… Компания называется iTarget на самом деле, то есть я не работаю сам в Фейсбуке, но мы занимаемся глобально двумя вещами. Это, собственно, мы представляем интересы здесь в России, Фейсбука рекламные. И вторая часть, мы по всему миру работаем как технология, про которую, наверное, чуть больше я как раз хотел сегодня рассказать, потому что конференция самая про автоматизацию. Но перед тем, как стартовать, хотел бы спросить вообще, кто слышал про компанию iTarget? Можете поднять руку? Не густо, есть нам еще куда работать. Привет. Окей. А кто с нами работает уже из тех, кто поднял руку? Еще никто не работает. Ну отлично, все. Есть что тут делать. Ну, в общем, если кратко про нас, то, как сказал, мы представляем интересы здесь маркетинговые Facebook в России, как компании, то есть туда входят собственно и Facebook, и Instagram, и там сейчас в WhatsApp рекламы нет, он там рано или поздно в каком-то виде появится. Собственно, тоже будем представлять. Работаем с большинством агентств и прямых клиентов. Ну и в принципе, если мы говорим про какую-то крупную рекламу, закупку в Facebook в России, то напрямую или через какое-то агентство она так или иначе собственно идет через нас. Предполагаю, что даже если вы не знаете, что через нас работаете, можете через какое-то агентство на самом деле с нами работать. У нас есть там два бейджа, собственно, как маркетинговый партнер Instagram и маркетинговый партнер Facebook. Ну и наша гордость такая, что в Восточной Европе такая компания и одна. Поэтому, в принципе, достаточно такой уникальный кейс. Ну, собственно, переходя к теме непосредственно доклада, я хотел бы вообще как бы начать с того, чтобы как-то резюмировать, что мы в принципе знаем про автоматизацию. У нас внутренние какие-то разговоры, они на самом деле про автоматизацию сводятся сейчас уже больше к всяким таким искусственным интеллектом, машин-ленинг, всякие истории и так далее. И они порождают достаточно большое количество таких домыслов и каких-то, наверное, идей, которые не являются реальностью. Ну и хотелось, собственно, резюмировать сейчас, что является реальностью, что мы поднимаем под автоматизацию, ну и как бы всем вот этим искусственным интеллектом и так далее. Вот. Первый, наверное, самый важный вообще пункт, который для нас является фактом про автоматизацию, это что он снижает количество ошибок. и что мы видим, что, ну, как бы большое количество ошибок, которые сейчас делаются, они такой человеческий фактор подразумевают. И тут, наверное, примером можно привести какое-то развитие, как ни странно, авиации. То есть, когда самолеты только, собственно, появились, там нужно было как минимум семь человек для того, чтобы самолет исправно летел и садился. и они достаточно часто падали. И анализ показывает, что большая часть падения, она, к сожалению, и до сих пор на самом деле связана именно с человеческой ошибкой, а не с автоматикой. Сейчас, как вы знаете, достаточно двух человек для того, чтобы успешно, в общем, пилотировать самолет, ну, большинство моделей. И что важно, все движется к тому, чтобы, собственно, этих двух людей как-то потихонечку убрать. Как бы это психологически странно ни казалось. То есть, есть понимание сейчас, что если там двух пилотов не будет, то, скорее всего, количество падений и проблем, и ошибок будет еще меньше. Хотя, ну, повторюсь, психологически это, конечно, тяжело понять. Вот. То же самое, собственно, и в тех процессах, которыми мы занимаемся в маркетинге. То есть, как бы видно, что, в общем, неправильный такой спуск бюджета зачастую является просто человеческим фактором. Если мы могли бы какие-то процессы автоматизировать и убрать оттуда человека, то результат был бы лучше. Второй пункт, наверное, это, что автоматизация вот эти всякие алгоритмы, они, к сожалению, пока сейчас никакого такого магии, я там чуть-чуть расскажу про это, не изобрели. Они скорее по понятным правилам помогают отмасштабировать успех, который смог сделать какой-то человек. То есть, вы получили какой-то кейс или вы там понимаете, как что-то работает, вам просто рук не хватает и, собственно, нужно повторять одни и те же понятные действия, желательно, как можно чаще. И, соответственно, вот здесь как раз автоматизация хорошо отрабатывает. Ну и третье, это, собственно, улучшение результатов. Это, наверное, то, зачем на самом деле все приходят и хотят. Хотя тут надо понимать, что многие ожидают, что мы сейчас включим какие-то хитрые алгоритмы, автоматизируем что-нибудь, и у нас результативность увеличится в десятки раз. И там кейсы рисуются какие-то там по 300% снижается какие-то CPA и так далее. Вот тут действительно алгоритмы позволяют улучшать показатели, но как бы наш опыт показывает, что стоит ожидать проценты улучшения или там десятки, может быть, процентов и там 10, 20, 30%. Если вам кто-то рассказывает про то, что там увеличилось что-то в 20 раз, скорее, ну, это как бы нарисованная история. То есть алгоритмы действительно помогают что-то улучшать, но не так значительно, как, собственно, нам хотелось бы. И тут борьба идет как бы за эти маленькие проценты. Ну и четвертый самый пункт как бы-то этого факта про автоматизацию, она не является магией. И как бы если вы чем-то пользуетесь, надо досконально понять, как это все работает. То есть не стоит верить в какой-то такой супер алгоритм, который там сейчас что-то по-тихому сделает, и у вас сразу станет лучше. То есть как бы разберитесь, что он конкретно делает, и там, в принципе, как бы никакого рок-ин-сайенса нету. Соответственно, нужно понимать, что он делает, и как бы почему это приводит к улучшению результата. В прошлом году, когда я выступал на, собственно, на этой конференции, рассказывал, как мы автоматизируем, собственно, закупку Фейсбуки в Инстаграме, алгоритм, на самом деле, достаточно был такой простой. Просто резюмирую. Мы забирали статистику по текущим размещениям в Фейсбуке, в Инстаграме, потом просто проверяли эти размещения на определенные условия. То есть, допустим, для рекламодателя важно, чтобы стоимость клика была не больше, чем 15 рублей, например. Мы просто забирали из разных источников эти данные, сколько стоимость клика составляет, и если она превышает 15 рублей, то мы делали какое-то определенное действие. Например, выключали компанию. Если она была меньше 15 рублей, то мы старались как-то увеличить бюджет для того, чтобы отмасштабировать этот результат. По сути, вся автоматизация сводилась с достаточно простым трем действием. Первое – забрать статистику. Второе – эту статистику проверить на какие-то определенные условия, которые определил сам менеджер. И третий шаг, если эти условия срабатывают, выполнить какие-то конкретные действия, включение, ротацию, увеличение бюджета или как-то с доставкой поиграть. Здесь пример, к сожалению, проектор не очень хорошо показывает, но это скриншот с нашего инструмента. Тем не менее, тут в верхней части идут как раз те самые правила. Они, в принципе, достаточно гибкие. То есть мы можем настраивать, по сути, любую логику, которую пользователь реализует. То есть проверять одновременно и CPC, и CTR, например, или стоимость инсталл или еще что-то. И потом просто выбираем, какой экшен мы хотим сделать, если правило срабатывал. Общая рекомендация, она и тогда была, и сейчас, в принципе, это все продолжает работать, просто чуть улучшилось, в том, что перед тем, как включить какую-то автоматизацию, в принципе, стоит проанализировать, что вы делаете сами без автоматизации. То есть просто можно, не знаю, понаблюдать за собой или позаписывать на листочке, что вы утром пришли и окей, почитали чуть-чуть Facebook, что дальше происходит? Вы открываете статистику и смотрите, ага, у меня вот эта компания включена, я смотрю на вот эти показатели, там, держу в голове, что от меня клиент хочет и если вот как бы вот этот показатель выше, чем то, что мне нужно, я вот лучше, наверное, выключу это или что-то поменяю или еще что-то. И вот, собственно, просто позаписывать ваши действия. Из этого всего у вас как бы родится некая стратегия, которую дальше уже можно автоматизировать, просто как бы описав вот это, то, что вы на листочке сделали в виде формул в инструменте. Ну и тут вот как раз преимуществом является то, что дальше этот инструмент уже это делает не раз в сутки с утра, а, собственно, может делать это каждые 10 минут и ночью, и в выходные, и в праздники, и так далее. Ну, собственно, в прошлом году у нас была только такая система обычных правил и что, к сожалению, ну как бы в прошлом один экшен. То есть, грубо говоря, сейчас мы поняли, что на самом деле стратегия может быть такая более сложная и вы можете не просто выключить компанию, а сделать какой-то ряд действий. Вот. И это то, что, собственно, у нас в этом году уже появилось. Мы можем сделать цепочку действий, то есть мы можем выключить компанию и отправить вам e-mail. Или, например, если мы штабируем компанию, одновременно увеличить и бюджет, и ставку, например. Или как там повлиять одновременно на несколько, несколько элементов. То есть, как бы это стало понятно после того, как проанализировали, как тул используется в прошлом году. Еще из нововведений это, собственно, сравнение элементов между собой. Если в прошлом году вы сами задавали конкретные коэффициенты, то есть у вас правило стоимость клика, например, должна быть не больше 15 рублей. Вот это число 15 вы должны были задать фиксированно в правилах. Сейчас появилась возможность сравнивать элементы между собой. То есть вы сравниваете не с константой 15, а с каким-то другим показателем. Например, вы смотрите, что у вас CPC на конкретном матсете должен быть не выше, чем среднее по всей компании, допустим. То есть вы начинаете сравнивать уже 2 разных переменных и это можно использовать уже в правилах. И более того, в принципе, здесь как раз у вас уже даже если вы привязаны к какой-то величине конкретной, она может у вас меняться. То есть, например, у вас есть какая-то сторонняя система, которая задает вам на текущий момент количество продаж или стоимость продаж или еще что-то. Вы можете, например, что здесь привлечение клиента, сравнивать с продажами за сегодня. И так далее. Вот это то, что, собственно, появилось, но достаточно мощная штука. Дальше расширенная аналитика. Достаточно много времени мы потратили на то, чтобы дать возможность людям, которые пользуются автоматизацией, чуть подробнее понять, как она работает. Потому что в начале, в прошлом году, когда мы это все реализовали, мы достаточно успешно сами этим всем пользовались, потому что, как бы, ну и там очень хорошо понимали, как это работает. И у нас, в принципе, досугвази был, в смысле, что могли там, не знаю, программисты напрячь, он посмотрит там внутри и скажет, у вас вот не работает, потому что вам тут нужно кое-что поправить. Вот. Для, собственно, реальных клиентов такой возможности по сути особо не было. Вот. И, как бы, у нас был огромный поток таких вопросов. Вроде все правильно настроил, а она что-то не то делает. Вообще, как бы, стало только хуже. Типа, может, вообще выключить ее. Вот. Мы сделали, собственно, систему аналитики, которая позволяет получить, ну, как бы, логи, как автоматизация, в принципе, работает. Ну и, собственно, чуть подробнее с сайтами рассказывает. Можно даже, на самом деле, подсказывать, почему вы не достигаете того, что хотели бы. Ну и позволяет вам, на самом деле, как бы, вот эти правила подкручивать. По факту, редко очень бывает, когда клиент зашел, настроил правила, включил, и, собственно, там есть ничего не делать. То есть фактически есть некий период, там, не знаю, неделю, например, когда он следит за автоматизацией, смотрит, что она по факту делает, и потихонечку ее, на самом деле, докручивает, потому что с самого начала он не до конца понял, какие, ну, как бы, правила в реальности нужно применить. Вот. И четвертый, достаточно важный, наверное, шаг, который появился тоже в конце прошлого года у нас, начало этого. Это многоходовые стратегии. Тоже такой инсайт от клиента у нас. мы получили, что не всегда стратегия выполняется в базовом подходе, если то. То есть, как бы, иногда бывает, что есть некие шаги или там некие периоды, и я вот на кейсе еще подробнее про это расскажу, когда, как бы, на первом шаге применяются одни правила, на втором шаге вторые. То есть, как бы, в принципе, автоматизация должна понимать, как вот между этими этапами переходить, и, собственно, мы у себя в инструменте это реализовали, то есть вы можете делать стратегию, которая из нескольких шагов состоит, и, как бы, в каждый момент времени у вас сама автоматизация может на разных этапах на этих находиться. Вот. Что мы, собственно, делаем сейчас, и, как бы, ну, наверное, какие-то планы у нас на этот год с точки зрения автоматизации. Я вот не зря в самом начале сказал, что все немножко движется в сторону такого типа машин-леернинга и вообще алгоритма, которые чуть-чуть более умные, чем просто проверка правил. Но вот с точки зрения самих вот этих автоматизаций мы сейчас пытаемся предсказывать ну и сами правила и коэффициенты, что более важное, потому что тот фидбэк, который мы от клиента получили, что вот автоматизацию я там настроил, CPC должно быть не больше 15, но вот как будто число 15 не совсем понятно, как его выбрать. То есть у меня есть какое-то понимание по бизнесу самому, у меня есть какой-то suggested bit от самого фейсбука, но все равно как бы по факту это не очень подходит, мы начинаем запускать такую автоматизацию и потом ходим и вот этот коэффициент меняем, как бы на ощупь пытаемся его найти. Сейчас собственно мы реализовываем как раз функционал, который позволяет не просто константу вбить, а как бы делать какой-то ориентир в виде вашей задачи, а собственно алгоритмы уже будут пытаться эти параметры сами рассчитывать, но опять же повторюсь, это не магия, это попытка просто за счет статистики проанализировать то, что у вас было размещение до этого и понять за менеджера по понятным на самом деле статистическим алгоритмам, какой коэффициент там должен собственно находиться для того, чтобы конечная цель продажи или install собственно была выполнена. Из более такого интересного, наверное, то, на чем мы сейчас работаем, это на самом деле уже в бете рабочий инструмент, кому в принципе интересно, можете мне написать или подойти в куларах, я могу в принципе доступ даже к нему дать, это более глубокая аналитика креативов, то есть мы как бы там разобрались с понятными правилами включения-выключения, изменения ставок и так далее, и в принципе увидели, что мы упираемся не только в факт как бы там остановки и вот как раз изменения параметров, но и уже как бы самую креативную составляющую, и для многих клиентов является проблемой, какие изображения, какие креативы там, грубо говоря, размещать, то есть они проводят какие-то АБ-тесты, но при этом в общем креативы нужно достаточно часто менять, и не совсем понятно, какие параметры влияют на конечный результат, то есть как бы две разных картинки могут, ну я думаю, что вы знаете, совершенно по-разному отработать, вот, и вот что именно в этих двух разных картинках влияет на результат, вот это как бы вопрос, на который хотелось бы найти ответ, и мы это делаем с помощью вот этого инструмента, что он делает? Он берет все ваши размещения, забирает оттуда как бы всю массу вот этих картинок, и дальше он их анализирует с помощью алгоритмов, там всякие нейронные сетки, пытается распознать, во-первых, что оно изображено вообще на картинке, в принципе, и дальше как бы разные свойства этих картинок собственно забрать, то есть там, ну их размер, их цветность, какие-то преобладающие показатели, и дальше собственно он выдает статистику сагрегированную не по картинке, а по сапсу на этим свойствам, то есть здесь в принципе показана агрегация по цветности, то есть вот первая картинка такая более белая, вторая зеленая, третья синяя, если их достаточно много, он их агрегирует, то есть он берет и собирает все, грубо говоря, синие картинки или агрегирует все белые картинки, ну и собственно и группирует по цветности и говорит, что вот мы смотрим на стату и видим, что почему-то, не знаю почему, но белые картинки у них там, например, CTR выше. Если это тот показатель, который для вас важен, это для вас, по сути, инсайт, как, собственно, картинки новые вам делать. То есть вам нужно скорее дизайнер прийти и сказать, слушай, смотри, вот эти картинки лучше отрабатывают, они более белые, давай попробуем, собственно, новые креативы белыми делать. Ну и повторюсь, вот эти срезы, они бывают разные. То есть вы можете, не знаю, по каким-то объектам, например, проанализировать. То есть на картинках есть, не котик, давайте там, человек, например, или нет человека. И, собственно, сегрегировали, увидели, что наличие одного человека, например, увеличивает, опять же, какую-то результативность. При этом, ну, как бы, что для вас результативностью является, это как бы вы выбираете, то есть кто смотрит на CTR, а кто-то на стоимость, например, не стал. Понятно, что чем больше данных, тем, собственно, лучше. Вот эта ситуация берется по вашему конкретно кабинету. То есть мы, скорее всего, сделаем какую-то агрегированную статистику по всему, к чему у нас есть доступ. Но, как показывает практика, опять же, у каждого клиента своя специфика, поэтому лучше опираться на ту статистику, которая, собственно, есть. Повторюсь, это штука в бете. Вот, я думаю, что мы там к середине-концу года это все дело запустим. Уже такой открытый доступ. И это вот позволит процессы, собственно, размещения улучшить. Как обещал последний слайд Кейс Сэндберта, они как раз, используя нашу технологию, отмасштабировали компанию. То есть, как бы, понятно, что они хотели… Дай сначала про компанию саму. Эта компания с русскими ребятами сделана, но находятся они в Америке. Они продают парфюм по подписке. Вы подписываетесь, вам каждый месяц присылают такие типа пробников. И вы духами пользуетесь, потом на следующий месяц у вас уже как бы новый. Причем и духи – это как бы настоящие духи от хороших марок. Их задача, понятно, подписать этого человека на эту подписку. У них есть понятный KPI, сколько они готовы за такого подписчика отдавать. И, как я сказал, как бы они не ожидают никакой магии. То есть, они перепробовали разные технологии. Они понимают, что они в два раза дешевле, грубо говоря, подписку, к сожалению, не сделают. То есть, там есть какая-то некая реальность рынка. И стоимость, она там может плясать 5-10%, но она сильно не уменьшится. Поэтому их задача скорее такая масштабирование. То есть, они хотят, не увеличивая стоимость подписки, стоимость подписчика вот этого, сделать как можно их больше. И таким образом они как раз с помощью автоматизации генерируют огромное количество объявлений. И дальше по каждому объявлению, каждое утро смотрят, собственно, сколько стоит по этому объявлению подписчик. Если он вылезает за границы, то, соответственно, они выключают это объявление. Если не вылезает, то они, собственно, чуть-чуть увеличивают бюджет. И таким образом, собственно, фактически каждый день выбирается победитель, и ему добавляется бюджет. То есть, они, в принципе, готовы любые деньги тратить, если он находится в пределах определенного коридора. И они потихонечку увеличивают этот бюджет. И таким образом, вот, собственно, 30 тысяч долларов они, когда мы пришли, тратили в месяц, они вот в рамках такого же KPI дорастили его до 400 тысяч долларов в месяц. Тут причем нужно сказать, что есть, конечно, еще и специфика у Facebook и Instagram, что по непонятным причинам, например, сегодня один креатив может работать, а завтра не работать и наоборот. То есть то, что вчера не работало, сегодня начинает работать. Поэтому как раз для них, ну, за счет них у нас появилась возможность сделать эти многоходовые стратегии, когда, собственно, каждый день для нас как новый день в каком-то смысле. То есть мы врубаем все-все-все-все объявления и даем шанс, собственно, на размещение. Потом потихонечку это дело все выключаем. Вот. И, ну, как бы те объявления, которые сегодня не работают. И бывают такие черные дни, когда, собственно, мы вырубили вообще все. Просто почему-то по какой-то причине, собственно, объявления все вылезают за границы необходимого. Вот. В такой ситуации клиент находится в состоянии, что он сегодня вообще-то не получит, грубо говоря, никаких продаж. И когда вот мы с ними общались, мы сказали, ну, а что в такой ситуации делать? Они говорят, не, ну, если так, то мы готовы там на 20% больше как бы потратить за подписчика, потому что совсем отсутствие подписчика, совсем плохо. Вот. И для нас фактически, как бы с точки зрения автоматизации, это переход в режим B, когда мы говорим, что вот если все было плохо, мы все повырубали, то вообще правила другие. Теперь нам не, собственно, не X долларов должна быть стоить подписка, а там на 20% больше. И мы делаем как бы второй шаг, когда мы там хорошие объявления врубаем и уже как бы их сравним с какой-то другой величиной. Вот. Тут case and birth на самом деле показательна еще тем, что логика, по которой происходит закупка, она вообще совершенно разная у каждого клиента, как бы это странно ни казалось. То есть как бы все ищут какого-то там единого решения, которое всем подойдет. Вот как бы чем больше мы работаем, тем мы видим, что все клиенты думают совершенно по-разному, у всех по-разному все работает. И вот как раз этот система автоматизации позволяет ту логику и ту стратегию, в которой работают конкретно у клиентов, которые в нее верят, собственно, просто реализовать. Это гибкая система, которая просто позволяет ему реализовать стратегии, в которые он верит. То есть у нас нет какой-то магической кнопки сделать хорошо и как бы все там сразу становится лучше. В любом случае у вас своя специфика, свой рынок лучше понимает, чем мы, поэтому вы что-то сейчас делаете руками, но за счет технологии можете просто как бы это же делать более эффективно с точки зрения тех четырех пунктов, которые я говорил. Наверное, все. Сама технология, ну если кто-то не знал, там не все руки поднимали, по этому адресу находится. В принципе, вы можете в страил-период бесплатный и попользоваться. Ну и вот у меня тут есть e-mail, если какие-то вопросы по Facebook или по iTarget есть, я с удовольствием на них отвечу. Ну и сейчас, конечно, отвечу, если у вас есть. Об как раз вот функционализе креатива. Оно работает с синемографами или с видео, или только на статических баннерах? Сейчас только картинки изучаем, потом будем, конечно, видео тоже анализировать. По сути, как бы видео – это просто набор картинок, по факту. Поэтому сейчас, так как это бета, мы стартовали только с изображений. Но видео, безусловно, будет. В самостоятельной работе с конечным потребителем данного ресурса, а также есть партнеры, которые продвигают ваш сервис. Можно сказать, соотношение количества работы с конечным клиентом у вас и ваших партнеров. В соотношении есть? Партнеры – это кто? Партнеры – это какой-то рекламный агентство, который использует ваш ресурс для достижения цели клиента. Это так работает или просто каждое предприятие берет свой инструмент и просто сами работают с ним? Это, наверное, зависит от клиента. То есть для нас просто они все клиенты. Это может быть просто клиентом является рекламное агентство или клиентом является конечный клиент уже непосредственно. Мне сейчас, честно говоря, даже сложно. Мы как-то в таком разрезе не смотрели. Много и агентств, много и, собственно, клиентов. Я думаю, что просто разная специфика. То есть если это какой-то огромный клиент типа Coca-Cola, чаще всего они просто не закупают сами что-то. То есть они идут к агентству, и агентство для них пользуется технологией. Если это какой-то клиент типа Sunbird, то у них своя специфика, и они не очень любят агентство, и они закупают сами. Но у них просто внутри, по сути, маленькое агентство есть, которое, собственно, этим занимается. Еще вопрос. А вы своих партнеров как агентство, или, допустим, Coca-Cola закупила инструмент, вы их обучаете? Да, у нас, безусловно, если вы пользуетесь технологией, у вас появляется выделенный менеджер, который сначала обучает платформе, а потом, собственно, на еженедельный, наверное, там по-разному есть специфика, но, в общем, там есть кто каждый день с нами связывается, и мы там им помогаем, мы делаем какие-то консультации, рекомендации, и так далее. Ну и это все быстро очень меняется, поэтому, безусловно, мы там добучаем или рассказываем о каких-то планах, которые будут и так далее. То есть это все есть, да, безусловно. То есть если вы клиент iTarget, то у вас обязательно должен быть какой-то конкретный человек, который, собственно, это все делает. Спасибо. Спасибо, Никита. Спасибо. Зал. Спасибо большое. Да, я повторюсь, если есть какие-то вопросы, которые у вас появятся, то я как бы, ну, либо здесь, либо есть мой e-mail, я вас с удовольствием либо сам отвечу, либо вас соединю с человеком iTarget, который поможет вам. Спасибо. И мы переходим к двум главным темам, к инструментам и к практике. Разделяемся на два зала. Мы как организаторы рекомендуем вам все-таки поинтересоваться и практикой, потому что практика полезна. И краткое слово Андрею Шатрову, который расскажет, о чем он сейчас выступит на мастер-классе в зале Куваров. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Меня зовут Андрей Шатров, компания PM&Network. Мы занимаемся мобильной RTB рекламой, поэтому, если кому-то будет интересно, подходите в зале Варов, мы расскажем, как с этим работать, в чем новый тренд в этом направлении, в России, в частности, во всем мире. Расскажем про кейс, какие клиенты уже из России используют этот трафик и работу через мобильный RTB. Пожалуйста, подходите, расскажем, общаемся. Спасибо. Так, три минуты перерывчик, пока мы переключаем и, соответственно, разделяемся на зоу. Алексей, прошу. Все. Добрый вечер, коллеги. На самом деле много всего интересного сегодня рассказывали. Вот еще будут рассказывать про Salesforce. Всем рекомендую, пользовался. Очень круто. Знаете, вот у меня такой вопрос. Вот кто-нибудь может мне сказать, какая самая вкусная сейчас пицца, вот доставка в Москве? Есть идеи? Около дома. Около дома. Около дома это очень удобно. На самом деле большинство людей много чего пробовало. Многие задаются вопросами, что, как, почему. И я очень люблю рассказывать какие-то кейсы, связанные с моей персональной, наверное, жизнью. И вот intent marketing. Сегодня я буду рассказывать про это. Новое модное слово. Это вот из разряда того, что сейчас каждый третий у нас, как мне недавно сказал один человек, я CEO, говорит. Я вот CEO. C-F-O. C-M-O. И вот недавно вернулся на рынок России Pizza Hut. Я к чему? К тому, что он начал преследовать меня огромным количеством различной рекламы. И это, конечно, классно. Я обратил на это внимание. Я действительно обратился в Pizza Hut. За доставкой. И вот не доставляет он ко мне. Вот вообще. Не доставляет ко мне домой Pizza Hut. Я приехал на работу. Заказал с работы. И не доставляет. Вообще никак не доставляет. Потом я как-то оказался на Мариной роще. Заказал в Pizza Hut себе пиццу. И знаете что? Вот он не доставляет на Марину рощу. И у меня возник вопрос. Ребят, до этого рассказывали, Analytics было очень крутое выступление. Мне очень понравилось. Была куча различных сервисов. Потому как мы таргетируем рекламу, что все что-то хотят. И вот зачем вы вот это все придумали, если вы не можете узнать, что я нахожусь там, куда вы не доставляете. То есть вы мне прорекламировали. Я купился. Окей. Я какую-то лояльность проявил к вам как к бренду. И в этот момент вы меня послали. Очень далеко и очень надолго. Я больше не хочу вообще ничего слышать про Pizza Hut после трех попыток. С учетом того, что там еще не очень хорошо организован сервис доставки на сайте. Я к чему? К тому, что о Pizza Hut и о том, что он вернулся в Россию, я узнал, оставив пост в своей социальной сети в формате того, что ребята, какая самая вкусная пицца. Друзья, поделитесь, пожалуйста. У меня скоро праздник, нужно будет заказывать. И мне ответили, что вот Pizza Hut вернулся, классная пицца. А потом все это было разрушено. И вот, собственно, интент – это как раз про желание. Я буду сегодня много говорить об этом, но я хочу, чтобы вы запомнили, наверное, в самом начале одну очень важную вещь. Вот давайте мы вернемся в российские реалии и уйдем от вот этих вот CEO, CFO, интент маркетинг, контент маркетинг, маркет, ресерч анализ и прочее, прочее. Это все очень модно, но я человек, вот в первую очередь. Любой из здесь сидящих, он простой человек. Я уверен, вы все моетесь. Я уверен, вы все едите, спите, занимаетесь какими-то обычными людскими вещами. А потом, ну если все-таки есть гики, да, то вот есть две воронки. Вот это вот первая стандартная воронка на любой европейской конференции. Вам ее покажут, как выглядит, собственно, от глазного яблока к покупателю специально на английском языке для тех, кто очень сильно любит европейские слайды. Потом я вам покажу другую красивую презентацию, что на самом деле сейчас все изменилось, потому что мы спрашиваем мнение, мы ходим кругами, мы что-то интересуемся, проходим через кучу различных каналов и в результате у нас есть два типа покупателя. Это покупатели товара и потребители товара. Да, это все классная теория, великолепная на самом деле теория, очень правильная теория, которой абсолютно точно нужно уметь пользоваться, но, к сожалению, это все не совсем так, потому что есть еще одна стандартная воронка, в которой вам расскажут, что интент это, собственно, то, где у человека есть непосредственно какое-то желание в современном мире купить. Кому нужно, я потом презентацию вышлю, вы можете не пытаться рассмотреть, там ничего важного нет, правда. Я просто смотрю, там многие пытаются что-то прищуриться. Вот на самом деле я выгляжу вот так вот в 99% случаев. Я реально, я очень сильно хочу, чтобы люди забрали мои деньги. Я вот хотел купить пиццу, у меня были деньги, я хотел стать лояльным, хорошим, классным клиентом, потом написать, что все очень шикарно и замечательно, но нет же, ну вот не получилось. И реально людей в социальных сетях становится все больше, у каждого есть социальные сети, мы очень любим о них говорить, очень много. Я уже порядка 10 лет в онлайн-маркетинге, и я точно совершенно знаю, что социальные сети растут. Вот, собственно, сколько раз мы видели подобного рода сообщения. Можно ли где-нибудь купить iPhone 5s, если да, то в какую цену, когда пятерки выходили. и покупка квартир, там бюджет 200 тысяч долларов, естественно, Москва же все-таки, адвокаты. Кто бы чем бы ни занимался, хорошая студия создания сайтов, я знаю, тут есть ребята, которые этим занимаются, вас всех ищут в социальных сетях. Ну, как сказать, ищут. Вот это как раз то, что называется интент. То есть человек что-то хочет. Ну, вот прямо вот сейчас. Вот он что-то хочет, и он спрашивает у тех, кто ему ближе всех, у своей аудитории, то есть тех, кто его читает. Это его друзья, товарищи, знакомые. Вы там многие сейчас обмениваетесь контактами, добавляетесь друг к другу в фейсбуке. То есть профессиональное мнение ваших коллег с рынка, спрашиваете. Типа я открыл свой бизнес, я хочу создать свой сайт. Кто сделает? Недорого. Вам что-то, может быть, подскажут, и вы, скорее всего, все-таки обратитесь по сарафанному радио, да? На самом деле, это мало чем отличается от того, что было сто лет назад, когда Ильинична говорила, ой, а где ты такие огурцы-то хорошие купила? А вот здесь. И ей другая бабка рассказывала. То же самое сейчас происходит в социальной сети. Это сарафанное радио 21 века. Ну, если так проще говорить. Самое дешевое, самое классное и самое крутое. То есть это тот самый канал коммуникации, в котором действительно есть условно-бесплатные лиды. То есть мы платим Яндексом, Фейсбуком, мы платим, я не знаю, да кому угодно. Мы за все платим. У нас сейчас маркетинг платящих, да? То есть вот мы берем, сооружаем маркетинговый бюджет и потом думаем, куда бы нам его отнести. А вот на это не хватит, а вот на это не хватит, а вот на это не хватит. Есть огромное количество пустых, хороших лидов и возможностей с ними работать. Но возникает вопрос, как с ними работать и что с этим на самом деле делать. социальные сети. На сегодняшний момент их 18. 18 социальных сетей. Чтобы вы понимали, компания YoScan занимается мониторингом социальных медиа. Я знаю 7 социальных сетей. То есть я человек, который профессионально занимается мониторингом социальных медиа, не назову вам все 18. Но факт весь в том, что зайдите к любому потребителю 17-летнему, 16-летнему, это те люди, которые станут вашей покупательской аудиторией через 3 года. Зайдите в телефон любого человека, которому 20-23, уже есть несколько приложений для социальных сетей. Если человеку меньше 14, то приложение будет от 5 и выше. Ask.fm и прочее, о чем вы даже не догадывались. Действительно, везде ищут, любой товар, любой контент, абсолютно любые вещи, которые вообще в целом могут понадобиться человеку. Все, что угодно. Конкретные товары, конкретных юристов, конкретные продукты, конкретные желания, конкретные вещи, все это сейчас в сотнях тысячах комментариев в социальных сетях. я специально много слайдов в этой презентации с конкретными примерами, просто чтобы вы понимали, что люди ищут персонал, люди ищут квартиры, люди ищут какие-то микротовары, люди интересуются всем, чем угодно. и наконец-то слайд про интент. Что такое? Интент – это намерение. Но это намерение не только купить, это намерение что-то сделать и что-то совершить. Есть представители крупного бизнеса, такого прям вот крупного какого-то, для которого важна репутация. Есть кто-нибудь? Нету никого. Есть один представитель крупного бизнеса. Уже приятно. Есть представители соответственно наверное и малого бизнеса. Среднего бизнеса в стране нету, соответственно вопрос. Собственно есть намерение купить, это покупательский интент, то есть это заинтересованность, намерение условно совершить покупку. Но не у всех у вас товары, я более чем уверен, которые продаются ежеминутно, то есть ежесекунда. Кому-то нужно подумать. Я недавно менял автомобиль и у меня был вопрос, что же мне себе взять? Куда я обратился? Вот я обратился в свой сервис, к своему сервиснику, спросил, а что ломается, что не ломается? И я обратился к своим друзьям, то есть определился с несколькими вариантами, типа ребята, кто чем владеет, посоветуйте, порекомендуйте. Вот на самом деле у меня уже был покупательский интент, но он был не до конца сформирован. У меня было намерение, то есть интент разведчика, то есть я хотел узнать, я хотел определиться и в этот момент очень немногие компании пришли мне на помощь. На самом деле пришла одна компания, которая мне сказала, что слушай, ну вот мы занимаемся продажей автомобилей, вот у нас есть там условно такой автомобиль, такой автомобиль, мы бы тебе посоветовали вот этот, потому что уровень моей лояльности, это был мейджор, кстати говоря, вырос просто до небес. В результате я действительно совершил покупку в мейджоре, ребят большие молодцы, они отработали, они дали мне какую-то рекомендацию. Это как один из кейсов того, как это может работать на сегодняшний момент в социальных сетях. Еще раз повторюсь, таких сообщений сотни тысяч. Есть интент другого рода, это больше наверное для крупного бизнеса подойдет, но есть ситуация, в которой человек не очень умный, такое было у одного из моих прошлых работодателей, один из менеджеров решил продать базу, базу клиентов текущих. И вот он об этом написал у себя на странице в социальной сети. Вот тогда, вот теперь вы уже смеетесь, но это было 8 лет назад, и тогда никто не узнал до того момента, пока он ее не продал. Но это тоже интент своего рода, то есть есть люди, которые производят определенные действия, у них есть намерение совершить какое-то злодеяние, еще что-то, как-то навредить репутации компании. Такого интента тоже достаточно много. Конечно, ситуация, в которой ваш менеджер будет сливать вашу базу, она из ряда вон выходящая, но тем не менее есть ситуация, в которой люди могут написать все, что угодно, сколько мы знаем вот этих вот фотографий с медсестрами и прочим, 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 которые фотографируются на фоне умирающих пациентов вот из последнего, что в новостях проскакивало. Это тот же самый интент, это тоже какое-то намерение, это все можно отследить в случае, если вы заботитесь о репутации своей компании. Интент может быть в том числе и настроенный на другое. Вот ко мне буквально недавно, буквально сегодня подходил человек, у которого есть задача определенная, задача по очищению воздуха в каких-то локальных местах. И действительно с этой задачей связано что такое, почему у нас пропало. Сейчас, секундочку, прошу прощения. На самом деле задача сопряжена с тем, для чего мы очищаем воздух? Для того, чтобы не было аллергии. Соответственно, изначально клиент наш потенциальный, человек, у которого аллергия на воздух в собственной квартире. Об этом люди очень часто пишут в формате того, что ой, блин, что-то у меня кошечка начала чихать, ой, что-то я вообще сам чем-то покрываюсь, не знаю, о чем мне делать, сейчас весна, весеннее обострение, у меня там аллергия на цветение, еще на что-нибудь. Вот это тоже определенного рода интент, который вам нужно продумать и который вам нужно понять. Для каждого товара он будет свой. Но, во-первых, есть специалисты, которые могут подумать за вас, во-вторых, вы, как уже было сказано сегодня на этой конференции, отлично знаете свой бизнес, вы знаете, кому может быть нужен ваш товар, вы знаете, каким образом его могут искать, как он может быть сопряжен с чем-то. И да, наверное, с точки зрения поиска лидов это больше подходит для малого бизнеса. С точки зрения осуществления продаж такого среднего сегмента это, наверное, не очень сильно подходит. Но давайте подумаем. Вот сейчас есть условно автотематика. Для автотематики есть продажа автомобилей. Есть закрепленная стоимость лида на рынке, она в зависимости от марки автомобиля варьируется от 1000 до 5000 рублей залит. Это нормальная цена на сегодняшний момент на авторынке. Внимание, вопрос. Вот чем, собственно, вот это вот все, как это называется, где, вот, чем Алексей Иванов, который интересуется в социальной сети в формате того, что я вот ищу, где бы мне приобрести себе авто, какое бы авто выбрать, где мы имеем его имя, фамилию, пол, возраст, возможность с ним связаться и возможность выступить не человеком, который, вот, сейлс, да, вот я сижу, я жду твоего звонка, я теперь тебя буду пушить, я теперь тебе буду звонить, значит, каждый раз 15 минут буду тебе писать, да, чего мы сейчас все боимся, подсознательно, заводя по 150 телефонов, регистрируясь под фальшивыми именами и прочим, 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 чем вот это хуже? Вот, я такого не знаю. И, более того, знаете, я пришел в компанию, в которой я на текущий момент работаю, еще раз назову это компанией Uscan, и мы не использовали эту технологию, точнее, они, теперь мы, они не использовали эту технологию для собственных продаж. Вот у меня возник вопрос, вот какого вообще черта происходит, да, то есть мы обладаем определенной технологией, которая для нас абсолютно бесплатна, потому что она внутренняя, мы ее не используем. В результате, похвалюсь, продажи Uscana в 2016 году превысили продажи за все время существования Uscana совокупной. Просто мы тупо начали использовать свою собственную технологию. Ребят, это работает, потому что вот этот лид, он гораздо более живой, он гораздо более целевой, и у вас гораздо больше информации, чем если человек пришел к вам на сайт. Потому что если человек пришел к вам на сайт, то, скорее всего, если у вас продукт не ежесекундной покупки в формате пиццы, да, то, а если я выбираю товар, если вы там, я не знаю, маркетинговое агентство, если вы производите, ну там, я не знаю, продаете кондиционеры, если вы продаете машины, если вы продаете что-то, над чем нужно подумать, то я отправил заявку вам и 20 вашим соседям, скорее всего. А еще в большинстве случаев вы продаете то, что есть у вашего соседа, то есть вы торгуете просто тупо кондиционерами Siemens, условно. И я отправил вам, 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 и потом выберу тому, кто даст наименьшую цену. Потому что больше вы соревноваться, кроме как ценой, ничем не можете. Ну, допуслугами, да. То есть вы можете сказать, у нас будет бесплатная доставка, будет бесплатная установка. И вы забываете абсолютно про лояльность и про человеческие отношения. Да, потому что в первую очередь я куплю у человека, которого я знаю, который мой друг, мой товарищ, еще кто-то, потому что я ему доверяю. А где я могу вообще, ну, условно сейчас подружиться, кроме как в социальной сети, да, вот в большинстве случаев. И в результате ко мне приходит на стенку человек, условно, да, я спрашиваю, блин, а где купить, где купить кондиционер? У кого купить кондиционер? Какой кондиционер вообще лучше? Я в этом не разбираю. Я реально не разбираюсь в кондиционерах. Ну, вот правда. У меня другой профиль. Ко мне приходит человек и говорит, слушай, ну, вот я покупал, условно, в компании такой-то, такую-то модель, классно, обращайся. Как вы думаете, вот, когда я буду выбирать, я где выберу? Там, где на 10 рублей дешевле, потому что сильно вы с маржой играть все равно не будете, там плюс-минус рынок у всех одинаковый, да? Вот. Или там, где я уверен, что мне привезут, что мне уже кто-то порекомендовал, и где у меня есть уже какой-то, как это правильно, модно сейчас, user experience, да? Вот я как раз об этом, и знаете, что я сейчас не пытаюсь ничего продать, да? То есть я не какая-то там система, к которой вы придете, заплатите кучу денег. Вы можете сделать это сами. Да что ж такое-то? Вы можете сделать это сами. Вы просто заходите в социальные сети, там практически везде есть поиск, и ищете подобные посты. Но только единственное, что это будет очень долго и будет куча спама, да? Все-таки у меня есть сервис, не просто так, я здесь, который от этого, от всего вас, ну, избавляет. Но тем не менее, вот это абсолютно бесплатный канал продаж, и меня очень забавляют ситуации вообще, ну, я sales по своей сути, да? Я много-много лет занимаюсь продажами. Когда я прихожу в компанию, мне sales говорят, блин, а нам нечем заняться, вот у нас нет входящих заявок, у нас маркетинг работает очень плохо, и вообще наши товары не продаются. Так, мать вашу, сколько сообщений? Где? Где мой любимый слайд? 25 миллионов сообщений с интентом в месяц в России. По нашим данным, за прошлый год. 25 миллионов сообщений с интентом. Я, конечно, извиняюсь, но если я найду sales, который сможет 25 миллионов сообщений отработать в месяц, я его вот расцелую в какие-нибудь места, самые сокровенные. Вот 25 миллионов сообщений. Нет, конечно, это по разным бизнесам. Конечно, понятно, что здесь есть по 5 процентов примерно в каждой конкретной категории, но что такое 5 процентов от 25 миллионов? То есть вот 250 тысяч – это процент. То есть 5 процентов – это миллион 250 тысяч сообщений с интентом в тематике недвижимость. у меня есть вопросы как бы к тем salesам, которые жалуются. Много вопросов. И я о чем? Я о том, что люди действительно просят огромное количество советов, они собираются купить, они интересуются ценой, они пишут о проблемах, они рассказывают о чем-то, ну, о какой-то своей боли. Очень часто бывает сообщение в формате того, что, блин, ребята, у меня сломалась стиральная машинка. И вот это классный интент для ремонта стиральных машинок, это классный интент для продажи стиральных машинок, это классный интент для того, чтобы человека отправить на курсы по ремонту стиральных машинок. И все зависит от того, как вы для себя это видите. Потому что есть горячие вещи, есть холодные вещи. Девочки, у меня сломался ноут. Понятно, что человеку потребуется ноутбук через какое-то время. Посоветуйте хорошего специалиста по ремонту компьютеров. Это уже сейчас нужно. Это то, с чем вы можете работать. Таких слайдов у меня очень-очень много. Есть условно список бизнесов, для которых это работает лучше всего. Но каждый из вас может придумать что-то свое. Каждый из вас может придумать, как это покрутить по-своему. Моя задача рассказать вам про то, что в социальных сетях есть огромное количество желаний. И теперь есть сервисы, которые позволят вам собрать эти желания в неком едином интерфейсе. И в дальнейшем с этими желаниями работать уже напрямую. Вы можете таким образом очень сильно увеличить свою воронку продаж. Вы таким образом можете очень сильно увеличить количество входящих лидов, не увеличивая маркетинговый бюджет. Там говорили сегодня про кнопку бабло. Вот это кнопка «я хочу зарабатывать бабло». Я не верю в сказки, но я верю в то, что вот рынок, голубой океан, в котором никто не работает. То есть работают крупные бренды и то сейчас… Знаете, у нас основная проблема нашего бизнеса, что все думают, что мониторинг социальных медиа – это только работа с негативом. Работа с негативом в формате того, что «Ой, про меня написали какашку, мне нужно на это ответить что-то». Нет. Не хочу работать с негативом. Мне вот все равно, если меня ругают, значит я что-то делаю. Да, я не могу ошибаться, если я ничего не делаю. Вот когда мне говорят, что «Ой, блин, а я не знаю, а как бы мне это сделать?» Вот тогда вопрос, чем я занимаюсь на этом рынке, если никто не знает о том, что у меня есть такой сервис. На самом деле вы можете отвечать. Можете отвечать напрямую, можете давать рекомендации, можете отвечать от лица компании, что мы так работаем. То есть если мы видим интенс, связанный с нами, мы сейчас отписываемся, что наши менеджеры с удовольствием проведут вам условно-демо-версию нашего продукта. Мы покажем вам, как с этим работать. И иногда мы лично отвечаем в личных сообщениях, что типа «Ребят, вам было бы неплохо использовать вот такой-то инструмент, вот использовать его так-то, так-то, обратитесь к такой-то компании, они вам подскажут, как этим правильно заниматься». То есть вы можете абсолютно разные подходы к тому, как это работает, практиковать. Вы можете делать все, что угодно. Еще раз презентацию я вышлю, то есть вы сможете ознакомиться со всем тем, что туда вписано в рамках кейсов, потому что у нас немножко там изменился формат мероприятия, я не укладываюсь в тайминг. Но в некоторых случаях лучше работает техника рекомендации, это надо запомнить. Не надо всем подряд говорить, что вы компания такая-то, особенно если человек раскидывает по десятку социальных сетей одно и то же сообщение, и в каждом ему один и тот же человек отвечает. А у нас очень круто. Это бесит. Не надо. Не надо бесить людей. Вот правда. Вне формата презентации скажу еще напоследок несколько напутстый. Кто-нибудь знает, что такое ретаргетинг? Вот там в соседнем вообще рассказывают про бигдаты и прочее, прочее, прочее. В общем-то то, что мы придумали, берем, короче говоря, людей, которые подходят под вашу целевую аудиторию с каким-то интентом, работает для длительных продаж всяких разных формате того, что человек спрашивает, а какую бы вы мне машину посоветовали в разряде там 600 тысяч рублей, условно. Ему там кучу всего советуют, таких постов десятки тысяч. Выгружаем это все дело списком. Дальше на только этих людей запускаем таргетированную рекламу. Благо вконтактике и фейсбучике на сегодняшний момент это все дело позволяют. По айдишникам просто-напросто запустили таргетинг. Вот вам самая вкусная, самая жесткая аудитория, на которую что? Не ко мне, к агентству. Хорошо, Алексей, позвольте, я тоже тогда войду в диалог. Я как модератор начинаются вопросы. Это самое важное и самое ценное. Я уверен, что это есть для спикера. Наверняка. Это то, к чему мы шли. Правильно ли я понимаю, что те кейсы, о которых вы говорите, это больше для рынка B2C, чем для B2B? Нет. Нет, хорошо. Тогда мы здесь все про бизнес, про маркетинг, но про бизнес. И я думаю, что каждого из присутствующих здесь интересует один вопрос. Вы сказали слово из пяти букв «бабло». Каким образом вот этот инструмент может влиять на поиски и привлечения потенциальных клиентов, и в конечном итоге важнее всего нам, какой доход мы с этого можем получить? Я специально открыл этот слайд для вас. Вот ваш вопрос. Есть конкретные кейсы. Согласитесь со мной, что когда доход после этого слова идет, там, двоеточие, потом цифра, а потом руб, доллар или евро, я не вижу, честно говоря. Это очень важная действительно информация. В деньгах. Смотрите, какая ситуация. Как я уже сказал ранее, с интентом в социальных сетях можно работать абсолютно бесплатно. Ну, то есть условно вам нужен просто человек, который будет этим заниматься. Дальше вот все сервисы – это просто ускорение работы этого человека, более комфортное, более тщательное, более детальное. Реально есть кейсы в формате юридической конторы, которая получает по 5-7 клиентов, они не особо напрягаются, честно вам скажу. Работает один человек на этом направлении и очень локальный бизнес. Но 5-7 клиентов на юридические услуги – это условно 200-300 тысяч минимум базовых первичных платежей. То есть на юридическое какое-то обслуживание, не говоря о том, что у них там часто подписочные всякие разные системы. И затраты на это минимальные в формате до 20 тысяч рублей в месяц. Это прям вот потолки. Окей, отлично. Спасибо большое за ответ. Вопрос, может быть, я задам последний, а потом я пройдусь. Если кто-то будет интересно, поднимайте руку и мы продолжим эту дискуссию. Сидят представители бизнеса, которые вам с удовольствием расскажут о своем бизнесе, возможно, о некоторых болях, которые есть у их клиентов. И можете ли вы, проведя некую диагностику или аудит, сказать им, коллеги, мы вам с вероятностью 80% гарантируем, что в течение месяца к вам придет такое количество целевых клиентов. Важная информация для выбора подрядчика на услуги маркетинга? Да или нет? Да, окей. Очень важная информация, но надо понимать, что мы не подрядчик, мы не предоставляем услуги маркетинга. Мы сервис, который позволяет вам работать с информацией в социальных сетях. Мы на самом деле два разных сервиса, которые позволяют вам работать с информацией в социальных сетях. Мы можем спрогнозировать, но не спрогнозировать, а на основании данных, которые у нас имеются, сказать, сколько плюс-минус сообщений с подходящим вам интентом есть в социальной сети. Мы можем это подсчитать на основе данных предыдущих периодов. Но сказать, сколько их будет, очень сложно. Сказать, как это конвертнется, очень сложно, потому что с этим работаете вы как специалист, с этим работает ваша сейлс-бригада, и для этого нужны селзы. Без хороших ребят, которые работают, занимаются продажами, не будет выживать ни один бизнес. Ну да, который закрывает уже на сделку. Который закрывает сделку, да, в конечном итоге. Хорошо. Значит, следующим нашим спикером будет Екатерина, руководитель отдела маркетинга VideoJet Technologies, и она расскажет о использовании Salesforce в ежедневном маркетинге в секторе B2B для повышения продаж. Да, я просто, я сам специализируюсь на автомобильной тематике. Я очень давно знаю этот рынок, очень хорошо его знаю, и я предлагал многим ребятам, компаниям, которые воспользовались и остались очень довольны. Именно по БУ автомобилям. Ну что ж, спасибо. Давайте все вместе дружно поблагодарим Алексея, поблагодарим. Отличное выступление. Екатерина. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я руководитель отдела промышленной компании. Сразу скажу, что, скорее всего, нас не знают, а можно на начало? Компания производит промышленное оборудование для производственных линий, американское. Наш главный офис находится в Соединенных Штатах, и, соответственно, все технологии, которые у нас есть, все программы, они американские. И в том числе Salesforce был внедрен по рекомендации нашего американского офиса. Мы внедрили его 4 года назад, и вот сейчас я готова рассказать о том, что у нас из этого получилось. Сейчас меня на начало вернут. Можно пульчик переключать, чтобы он не работает? Да, работает. Значит, для начала, вкратце о том, о чем моя презентация. Я расскажу о том, как работает наш отдел маркетинга, потому что все-таки, я так понимаю, что я один из, единственный клиент, наверное, самим с клиентской стороны рассказываю о маркетинге. Тут очень много агентств и сервисов, поэтому я буду рассказывать о сложной CRM-системе, о том, как она работает. То есть не что-то простое, а действительно решение требовало времени и усилий для внедрения не только маркетинга, но и всей компании. Расскажу, что это такое, зачем это, что мы от этого получаем, и покажу скриншоты, как это все работает. Значит, этапы обработки данных. Как работает наш отдел маркетинга? Так, задача отдела маркетинга — не просто собирать лиды, а собирать качественные лиды, потому что у нас есть цели по продажам по каждому из источников. То есть у нас основные источники сбора лидов — это телемаркетинг, контекстная реклама, поисковая реклама, email, рассылки. По каждому источнику есть определенные цели по продажам. Соответственно, наша задача — не просто собрать лиды, хотя по лидам у нас тоже есть цели, но и собрать такие лиды, которые принесут продажи в конечном итоге. Все наши лиды записываются в Salesforce. Если это входящие, они появляются автоматически. Если это исходящие, то мы загружаем лиды на обзвон нашему телемаркетингу. Ребята записывают разговоры, соответственно, мы видим историю общения с каждым клиентом, даже если этот клиент потом попадает в так называемый мертвый лист. Например, если мы с ним поговорили, мы понимаем, что это не наш клиент, нам нечего ему предложить, он попадает в стоп-лист, чтобы мы ему второй раз больше не звонили. Если мы понимаем, что лид активный, он соответствует всем нашим запросам, мы его переводим в проект или в возможность, как называется это в Salesforce, и назначаем уже на конкретного менеджера по продажам. Менеджер по продажам записывает все свои действия по этому клиенту, опять же, в Salesforce. Он туда пишет, провел ли он встречу, провел ли он демооборудование, разговаривал ли он с клиентом. Если он понимает, что клиент активный, он, соответственно, начинает работать уже с этой возможностью и переводит ее на разные этапы. То есть становится проект активный, ведутся переговоры, близкие к закрытию и последний этап закрытия. Как только менеджер закрывает проект, это сразу попадает в наш отчет по маркетингу, и мы видим, что проект закрылся, мы видим сумму, на которую он закрылся, мы видим сроки, сколько этот проект длился. И при следующем обзвоне клиентов мы, соответственно, можем видеть, какое оборудование клиент уже купил. То есть, например, купил он одну единицу оборудования, мы ему звоним через три месяца, там, например, по какому-то другому поводу, и видим, что он уже купил, и спрашиваем, как у вас работает наше оборудование, не нужно ли вам еще. Ну, в таком ключе. Здесь примерно то же самое, только в другом формате. Значит, вот нет указки. Лиды подразделяются на digital, это контекстная реклама и поисковое предвижение. Это то, что к нам приходит через сайт и через наши landing pages. Обзвоны клиентов, обзвон существующей базы, которая есть в Salesforce, либо обзвон новой холодной базы, которую мы приобретаем и которую мы квалифицируем на предмет наш, не наш клиент. И постоянные email-рассылки тех, кто дал нам свой email, согласился получать нашу информацию. Рассылки проводятся где-то 2-3 рассылки в неделю. Рассылки проводятся по отраслям. То есть у каждого клиента он относится к определенной отрасли, и один клиент получает рассылку не чаще одного раза в три недели. Система так настроена, что чаще, чем один раз в три недели клиент не может получить письмо. Дальше, после того, как вот эти лиды, входящие и исходящие, квалифицируются, они становятся либо мертвыми, то есть не имеют для нас никакого интереса, либо живые. Если они живые, они преобразуются в новую организацию или в существующую организацию, присоединяются к существующей организации. Я потом еще вернусь к этому вопросу. Вот как выглядит обработка запроса с сайта. Вот человек заполнил форму, тут же образовался лид в Salesforce, вот так он выглядит, и тут же пришло уведомление в отдел телемаркетинга. Получают все ребята, и дальше они уже между собой решают, кто будет прозванивать. Соответственно, лид в Salesforce его видят все, в каком состоянии он находится, тоже видят все, и после преобразования он либо попадает в мертвый, либо присоединяется к существующей базе. Две воронки я тут показываю. Входящие запросы и исходящие запросы, то есть у нас такая воронка лидов, из них квалифицированные лиды попадают в отдел продаж, отдел продаж начинает уже работать. Если это горячий клиент, горячая возможность, то это уже идет на цепочку по продажам. Если это долгосрочная возможность или отмененная, то она попадает обратно в отдел маркетинга на повторную квалификацию. Мы повторно прозваниваем этого клиента, ставим дополнительно задачи, например, как клиент говорит, мне директор передумал, не дал денег, позвоните мне через три месяца. Мы ставим задачу, через три месяца мы ему звоним. Через три месяца он снова говорит, директор опять передумал, позвоните мне через полгода. И таким образом мы знаем, что мы общались с этим клиентом, мы знаем, что он нам сказал и видим всю эту историю. В конечном итоге клиент говорит, да, все, вот у меня деньги, все, давайте мне ваше оборудование, все, завтра покупаю. Такое тоже бывает. И вот мы не сразу начали отслеживать вот эти вот отмененные проекты, но потом практика показала, что очень это прибыльно именно ловить вот таких вот передумавших, потому что они в какой-то момент снова передумывают. Значит, как выглядят лиды в Salesforce? Теперь, собственно, само представление. Вот это внешний вид программы Salesforce. Здесь есть лиды, они же интересы, организации, контакты, возможности, они же проекты и отчеты. Это то, чем мы в основном пользуемся. Значит, лиды, вот это холодный обзвон, обычное представление телемаркетологов. Они видят контакт, имя, компанию, телефон, отрасль, когда лид был создан. А здесь для меня я вижу статус лида, статус интереса. Он может быть в работе, может быть мертвый, может быть отработан и поставлена задача. И также отображается количество попыток дозвона. В конечном итоге в конце дня это все выгружается в общий отчет. Мы видим, кто сколько сделал разговоров, кто сколько проектов. И, соответственно, там ребята получают премию в зависимости от результата своей работы. То есть Salesforce позволяет работать именно вот таким образом с лидами, чтобы мы видели, как работает маркетинг и насколько мы обрабатываем именно лиды, которые нам пришли или которые мы хотим обработать. То есть холодный обзвон. Что мы знаем о клиенте? Кроме общей информации мы знаем различные контакты. То есть это не одно контактное лицо, их может быть несколько. Один отвечает за оборудование, один финансовый директор, например, и третий, например, отвечает за доставку. Мы знаем историю взаимодействия клиента не только с маркетингом, но и с отделом продаж, плюс другие отделы вносят туда то, как они общаются с клиентами. Вся эта история отображается. Мы видим, что у них установлено, какое оборудование. Например, наше, это может быть конкурентное оборудование. Информацию тоже заносят менеджеры, либо маркетинг. И мы видим количество возможностей. То есть если, например, они недавно что-то купили, либо они находятся в процессе покупки, либо мы проиграли, например, конкуренту, либо проект отменен. Так, но здесь не очень хорошо отображается. Я попыталась несколько вырезок с карточки сделать. То есть это карточка организации, у нее контакты, возможности, журнал действий и активы. Перед тем, как позвонить, любой специалист, это может быть специалист отдела продаж или маркетинга, открывает карточку и смотрит, что происходит у этого клиента. То есть, например, если клиент ничего не хочет, или у него там приостановлено производство, это мы все видим и понимаем, что звонить туда не нужно. Или наоборот. Клиент попросил перезвонить, мы видим, что задача стоит на менеджере, что менеджер, например, завтра едет на встречу, мы тоже туда не звоним, потому что, ну, зачем звонить, если мы и так знаем, что туда человек едет. То есть мы не дублируем действия друг друга, а благодаря тому, что мы проверяем. Если это клиент конкурента, ну, это тоже важно, например, можем позвонить и спросить, а оборудование конкурента еще не сломалось, если сломалось, может быть, вы все-таки замените. Ну, и вот такие вот фишки уже. Ребята, которые обзванивают, они знают, что можно искать и что поможет им в работе, чтобы сгенерировать лиды. Да. То есть это не автоматизировано, но человек, кто позвонил, он обязан зайти и записать, потому что это в его же интересах. То есть если кто-то не запишет, то… В смысле, сам разговор записывается. Но он не присоединяется сюда. У нас есть система записи разговоров, если вы имеете в виду. Нет, 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 не соединена. Это была у нас такая идея, но пока нам не дали на это денег. То есть в принципе найти разговор можно. Он у нас в отдельной базе лежит, по дням у нас сортируется. Нет, не будет. Только если возникает какой-то спорный вопрос, например, менеджер пишет, что что вы мне тут прислали, клиенту ничего не нужно. Мы поднимаем разговор, присоединяем, говорим, посмотри, вообще-то вот в разговоре он озвучил, что ему нужно. Может быть, он передумал. Ну, то есть как бы для подтверждения того, что там не просто мы сидим, генерируем лиды. У нас было очень большое сопротивление, когда мы только внедрили эту систему, и маркетинг начал работать. Никто не верил вообще, зачем маркетинг, и что мы вообще, что мы делаем. Все говорили, что вы генерируете нам трешовые лиды, которые никому не нужны. Мы боролись с этим каждый день. И потом прошло какое-то время, лиды начали приносить продажи, и эта волна так стала немножечко стихать. И для того, чтобы показать, что мы делаем качественные лиды, у нас есть система примирования именно за продажу. То есть не за то, что лид сгенерирован, а за то, что была продажа. То есть мы заинтересованы именно в качестве лидов. Но и как бы сейчас уже такой вопрос не стоит. Сейчас уже все понимают, что к чему. Об отчетности. Salesforce позволяет делать отчетность вообще просто по любым параметрам. Это рай для аналитиков. Мы выгружаем лиды по источникам, мы выгружаем проекты по источникам, разговоры, конверсии мы можем отследить. Из лидов продажи, процент выигранных проектов, процент отмененных, количество отмененных, ежемесячный объем продаж. По каждому источнику. Вот здесь вот источники перечислены. Рассылка по email. По email отдел по работе с клиентами. Это продажники сами. Холодный обзвон. Сервис, выставки. PPC – это контекстная реклама. Ну, SEO, понятно. И по каждому году, ну, это как бы один из примеров. Также мы можем видеть, сколько контактов было добавлено организации, кто добавил, почему добавил, какие из них оказались потом неактивными, сколько актуальных email. Если email был отправлен контактом, то мы также можем видеть, был он открыт или нет. Это тоже там отображается. И, например, был у нас случай, когда клиент открыл письмо 52 раза. Одно и то же письмо. Он его открывал и открывал. И мы уже не знаем, как бы ему так позвонить. Может быть, он что-то купит, но ничего не купил. Он просто открывал наше письмо. Такое ощущение, что он просто открывал и пересылал по разным отделам. То есть ему то одно, один человек запросит, то другой человек запросит. И мы видим, что счетчик тикает, тикает. Он звонил ему, он говорит, ну, знаете, у нас пока денег у нас нет. Потом они купили через Европу, не у нас. Но вот наше письмо читали активно. Значит, в чем плюсы и в чем минусы? Вот за 4 года продажи по источнику маркетинга увеличились на 300% в 3 раза. Количество лидов выросло на 200%, то есть в 2 раза. Ну, там условно, если у нас была 1000 лидов в год, сейчас у нас 2000 лидов в год. Если у нас выручка была там 100 тысяч долларов, сейчас у нас 200 тысяч долларов. Условно это я так не могу разглашать коммерческую информацию. Удобная работа. В конечном итоге у нас менеджеры приноровились по продажам, поскольку поняли удобство работы для себя. Раньше они считали, что это там очередной инструмент маркетинга. Вот пусть маркетинг в нем и работает. Поэтому мы тоже долго бились, чтобы они писали туда комментарии, свои звонки и разговоры. Сейчас вроде все пошло, все более-менее нормально. Аналитика, отчетность, прогнозы, которые мы можем делать по продажам на месяц, на квартал, в зависимости от сроков закрытия проекта, которые сами же менеджеры проставляют. Взаимодействие маркетинга и продаж. Улучшилось, нету больше войны, которая у нас была раньше. Ну и позволяет планировать отношения с клиентами на какой-то период, на полгода, на год, на полтора года вперед. Можем ставить задачи. Из минусов силы. У нас очень много сил ушло на обучение персонала силой времени. Сейчас мы пытаемся туда еще дистрибьюторов подключить, региональных. Это тоже, конечно, требует какого-то времени, потому что там очередная волна пошла сопротивления, но я думаю, что мы уже, так сказать, опытным путем это все преодолеем. Ну и плюс финансовые вложения. Насколько я помню, количество лицензий. Salesforce – это оплата за количество лицензий пользователей, которые подключены. Ну и плюс внедрение в компанию. Это индивидуально уже разрабатывается. У кого сколько, под какие условия. У нас просто еще с ERP и соединен Salesforce, с Navision. И по рассылкам с программой маркета. То есть у нас такой комплексный пакет. Можно. Да, у меня все. Говорили несколько раз, что это были, встречались сопротивления на первом этапе, потом все поняли, да, это здорово, потом между маркетингом и продажникой зачем это надо. Вот с момента внедрения и когда все сказали, да, это здорово, сколько прошло времени? Около года. Около года. То есть это определенная этапность внедрения, какие-то там обучения. Переодолевания. Это с этой код. Да, но мы разрабатывали еще так называемые процедуры работы по шагам. То есть что, кто должен делать. Сначала были примитивные шаги, там, условно, открой карточку, поставь статус, потом уже посложнее, добавь разговор, потом еще посложнее, добавь продукт, добавь стоимость. И вот так вот постепенно мы увеличивали, мы внедрили его осенью и вот как бы через год, когда вот были результаты первого года, вот тогда уже все поняли. То есть получается, что от этапа внедрения, там же еще техническое внедрение даже нужно было написать, а потом еще, получается, вы вводили сотрудников, не сразу вот все делали, а постепенно, да, планы разработаны. Да. Плюс еще опыт, который вы получали в ходе работы, да? Да. У нас была поддержка американского офиса, большое им спасибо, они как бы сразу нам это все спустили, вот что как бы по шагам, и поэтому он чуть-чуть побыстрее это прошел. Помогло, да? Да, да, это помогло. Спасибо. Виктория, по продолжению вопроса, вы сказали про трешовые заявки, просто интересно, есть ли у вас какая-то конкретная статистика, то есть насколько эти трешовые заявки дали себе знать, на сколько в процентах там они были отработаны, сопроводили такую аналитику? У нас получилось как? Заявок пошло, как только мы это все подключили и начал работать маркетинг, их было очень много, ну там, например, если сейчас у нас идет около 10 заявок в день, раньше их было там 30 заявок в день. Мы их рассылали по менеджерам, и в какой-то момент менеджеры просто перестали их обрабатывать. То есть они думали, что это все треш, то есть мы не будем звонить. Мы начали это поднимать и выяснили, что очень много клиентов, которым просто не звонили, никто не звонил. И как только мы начали выяснять, задавать вопросы менеджерам, а почему вы не звонили, почему вы не связывали, А Синь говорит, а вы нам такое присылаете, мы вообще не будем больше звонить. Ну и потом было через руководство общение. Потом мы составили список вопросов, которые мы должны задавать, прежде чем мы передадим лид менеджеру. И тогда количество это уменьшилось, ну, говорю, где-то в три раза. И вот у нас процент активных выросов. То есть вы просто поняли, какие точно неинтересны по качеству уже подготовки к менеджеру? Да, то есть мы стали больше уточняющих вопросов задавать, чем раньше. Если раньше мы просто как бы кидали, там надо оборудование, надо, все. А теперь мы уже уточняем, какой бюджет, какие цели, какая скорость линии. То есть мы чуть подробнее задаем. Если клиент отказывается или, например, он не уверен, то тут уже личный звонок менеджера, там извини, там Саша, вот такая история, ну помоги, пожалуйста, позвони, узнай. И как бы начали… После каждого лида, мы теперь уже тоже это вошло в практику, мы звоним менеджеру и говорим, что вот я тебе отправил лид, позвони, пожалуйста, там вот такая-то ситуация. Потому что менеджер может быть в полях, он может не слышать, не видеть там интернета, а ему по телефону озвучишь, он говорит, да, хорошо, я сейчас позвоню. Спасибо. Екатерина, мы так поняли, что вы используете сторонние email рассылочек, не родной Salesforce. Нет. Тогда какой и кто делал интеграцию? Маркета. Интеграцию делали американцы, а база находится в Индии. То есть нам индусы готовят шаблоны, мы их переводим и рассылаем, поскольку они делают это для всех стран, в том числе для России. У нас есть локальные рассылки, которые мы делаем сами, их где-то около 2-3 рассылки в месяц. Остальные рассылки идут адаптированные, американские. Но в последнее время уже очень сильная адаптация идет. Можно сказать, рерайт. Потому что чисто американские они не работали у нас на рынке. Екатерина, прошу прощения. Спасибо большое за интересную презентацию. Меня зовут Никита Давыдов, агентство Ясное решение. Вот какой вопрос. Вы сказали, что у вас выручка увеличилась в два раза. Понятно, что нельзя это все приписать только внедрению системы CRM. И тут у нас звучало в первую половину дня несколько раз, что посчитать возврат инвестиций и внедрение CRM системы практически невозможно, очень сложно. В то же время вы говорите, что у вас большие финансовые вложения. Скажите, как вы их оправдываете? И как вы вообще инвестируете в развитие этой системы? На основании чего? Кто вам говорит, что можно еще потратиться или нельзя больше тратиться? Сейчас мы уже не инвестируем в эту систему. У нас просто идет поддержка ее работы. То есть мы просто платим за лицензии пользователей. Там небольшая сумма, по-моему, около 10 тысяч рублей в год за одного человека. Нам помог американский офис с решением по внедрению. Конечно, у нас были расчеты по окупаемости, потому что американцы, как бы так кажется, на самом деле они каждую копейку считают, и каждый рубль, который они в нас вкладывают, они просят, чтобы мы это оправдали. Вложения были единоразовые в начале года, но вот когда мы это все делали, и за счет того, что это было во всех странах, была определенная скидка, то есть там не просто для России делалось, это везде делалось. И были поставлены цели, как я говорю, что у нас цели по маркетингу, не только по лидам, у нас именно конкретные цели по продажам. У нас очень амбициозные цели по росту, то есть у нас где-то мы в год должны делать минимум 30% роста по продажам, то есть из них половина продаж должна быть новым клиентом. Если маркетинг продает старым клиентам, то считается, что маркетинг плохо работает. Мы должны продавать только новым клиентам. Большая часть продаж должна быть новым клиентом, порядка 60 продаж. И благодаря тому, что у нас есть такие цели, если мы их не выполняем, нам начинают урезать бюджет в каких-то других направлениях. То есть, например, буквально вчера столкнулась ситуация, нам сказали, что вы не сделали план за февраль, мы вам сокращаем бюджет на PPC рекламу, на контекстную рекламу. То есть это как бы достаточно жестко. Если что-то где-то не выполняешь, тут же получаешь, тут же тебе что-то где-то обрезают. Поэтому американцы контролируют. Да, я не скажу точных цифр, за сколько мы окупили, но благодаря вот этим целям, которые нам были поставлены, первый год это было очень сложно, но потом мы уже стали, так сказать, построили машину, и более-менее мы сейчас работаем в этом ритме. То есть я думаю, что у нас где-то года за полтора-два это все окупилось. Так вот по, так сказать, примерным подсчетам. Ну, как бы, зная эти цифры, могу сказать, что так. Спасибо большое. Еще один вопрос, да? Подскажите, я правильно поняла, когда вы сказали, что изначально у вас было 30 лидов в день, ну, примерно, а теперь стало их 10. То есть они стали более качественными. А как вы добились, вот именно с точки зрения маркетинга, того, что они стали более качественными? То есть вы сказали, что вы конкретизировать стали заявки от клиентов. То есть вы, допустим, контекстную рекламу запускаете, ведете человека на некую там посадочную страницу, и там у вас что, форма? Форма заявки? Да, там форма заявки. То есть вы отработали просто с формой, и поэтому улучшили качество. Нет, мы сработали, извиняюсь, что перебиваю, мы сработали на месте именно те, кто обрабатывает эти заявки, этот отдел телемаркетинга, у них есть более четкие скрипты. То есть заявки поступают все те же самые. То есть, допустим, в день поступает большее количество заявок, ну, там, допустим, те же 30 поступает. Из них, если раньше мы все 30 кидали в проекты, сейчас мы из этих 30 выбираем 10. То есть у вас маркетинг работает еще именно… На квалификации. Есть человек, который первичный обзвон производит по этим лидам и задает уточняющие вопросы, и только потом этот лид попадает уже к продажникам. И эти люди, они в маркетинге. Некий контакт-центр? Это колл-центр, 3 человека, телемаркетинг. Это отчасти дело маркетинга. То есть, в маркетинге у нас 6 человек, из них 3 человека – это обзвон. Спасибо. Пожалуйста. Да. Они привлекают, у них тоже есть свои цели, но маркетинг создавался для того, чтобы помогать продажникам. Да, и львиная доля продаж именно новым клиентам – это с маркетинга. То есть, как бы считается, что салзы не успевают прозванивать и в полях искать новые контакты, и мы им помогаем. Это вот наша задача. Нет, продажники, продажники. Они до конца, да. Окей, я предлагаю, если есть какие-то вопросы, вы же всегда можете продолжить. Да, у меня есть контакт, да. И Екатерина, наверное, не убегает сейчас. Я скоро буду убегать, я не до вечера. Если мы прорезюмируем ваш спич, спасибо большое за выступление. Результатом является то, что CRM-система необходима для бизнеса. Да? У меня еще с вами диалог. Нет, нет. CRM-система необходима для бизнеса. Правильно? Да, правильно. Есть и в Москве, и в регионах, во многих компаниях, у многих собственников опасения, что CRM-система это долго, дорого и больно. И по своим опытам внедрения консалтинговых проектов, я знаю, что, к сожалению, бывает такое, сотрудники отдела продаж, они препятствуют работе, саботируют. И у нас есть некая статистика о том, что даже происходит увольнение из-за этого. По ряду причин. Из-за того, что проявляются те менеджеры, которые были безответственны, как вы говорили, там, скидывают лиды. Кто-то играет в игру, что он не хочет, чтобы его контролировали. Расскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть некая статистика, потому что коллеги, которые будут внедрять CRM-систему, вполне возможно, они должны понимать, что будут изменяться требования и к персоналу. Вполне возможно, станет меньше персонала. Исходя из этого, нужно заниматься планированием кадровых резервов, в том числе в отделах маркетинга и продаж. Есть ли у вас такое? Скажу честно, увольнения у нас не было. Никто не уходил. Были ситуации саботажа, но решалось это рублем, лишением надпавки к зарплате в случае отказа. Отказа работать в системе. Но это уже менеджеры. Руководители отдела продаж принимали решение такое. То есть некоторые у нас действительно такие кадры были. Сопротивление и определенные сложности, да, действительно есть, но тут надо… Я со своей стороны проводила тренинги для менеджеров по продажам. Я объясняла, что мы с этого имеем, сколько лидов, какие запросы. Но тут на самом деле можно только почувствовать. То есть когда человек понимает, что ему пришел лид, по которому он продал, и он выполнил свой план и получил за это деньги, вот только тогда он начинает понимать, зачем это нужно. Пока человек не пройдет через этот этап, никакие речи его не убедят. Он должен это почувствовать своим кошельком. Да, ну или ему должны объяснить, что он выбирает из двух вариантов. Либо он живет по-новому, либо он не живет. По своему опыту я скажу следующее, что мы для себя определили такой подход, возможно, он кому-то будет полезен, что отделу продаж сотрудников зачет идут лишь только те сделки, которые оформлены по всем правилам в CRM-системе. И из отчетов CRM-системы мы видим результаты, и только по этим результатам мы считаем. Исходя из этого, они оказались в системе, которая направляет их на правильное и правильное русло. У нас сейчас еще один комментарий. У нас еще была проблема. Менеджеры не заносили проекты в базу, активные, а маркетинг, например, обзванивал клиента и находил этот проект. И заносил. И менеджеры начинали возмущаться. Зачем вы заводите? У нас и так с ним проект. Я как бы все знаю. Говорим, а в базе же нету. Все, в базе нету. Это значит, что ты не доработал. Ну и вот это постепенно привело к дисциплине. И к увеличению показателей финансовых, да? Да, конечно. Спасибо большое, Екатерина. Я прошу всех поаплодировать. У нас сейчас должен выступать Олег Баша. Это генеральный директор компании GetResponse Россия. Сейчас я пойду его поищу. Одну секунду. У меня новости, друзья. Как всегда, прекрасные. Сейчас выступит перед нами Никита Стрельников. Это руководитель партнерского направления R-брокер или A-брокер. Как правильно Никита скажет. От бидерных задач к оптимизации RK рекламным компаниям по конверсионным показателям. И самое интересное, когда презентация на кейсе. Верно. Спасибо большое. Давайте представлюсь еще раз от первого лица. Меня зовут Никита. Я руководитель партнерского направления в компании R-брокер. Действительно, речь пойдет сегодня даже не о неком кейсе, а больше о истории. Истории того, как мы с каких-то тривиальных бидерных задач с компанией Gazelkin перешли уже к более серьезному автоматическому управлению по конверсионным запросам. Что мы с этого получили. И даже, наверное, на каждом этапе воронки продаж у нас… Коллеги, я могу попросить в кулуарах или потише? Спасибо. На каждой воронке продаж были свои результаты. То есть мы немножко пошли от увеличения трафика на сайт и пришли все к тому, что для нас это дорого, нужно сокращать бюджеты, нужно делать крутые показатели по CPI. И, собственно, обо всем по порядку. Давайте немного о нас, почему вообще мы об этом говорим. R-брокер – это сервис управления контекстной рекламой. Причем под понятием управления я бы понимал не просто там какие-то управлялки, которые мы настраиваем, и они ведут контекстную рекламу. А здесь еще и поддержка контекстной рекламы, и прогнозирование показателей контекстной рекламы, и аналитика контекстной рекламы. И все это вокруг того, что мы именно оболакиваем вот это вот облако из контекстной рекламы, из PPC трафика, и можем всячески им управлять. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает вообще такое название компании R-брокер. Мне вот для пиара важно. Есть два человека всего в зале. Я понял, да, надо бюджеты на пиар увеличивать срочно. Собственно, с чего вообще началась история у нас с Газелькиным? Ну, если мы опустим переговоры, согласования, встречи и прочие там какие-то вещи, которые происходят на этапах продаж, дело было так. Созвонились с Газелькиным. Газелькин говорит, ребят, вот у нас сейчас прям тривиальная, ой, не тривиальная, а глобальная задача для нас – это увеличить свое положение в спецразмещении. То есть мы периодически выпадаем, мы уже там все инструменты, которые только можно, попробовали. У нас сейчас есть 80% удержания спецразмещения в контекстной рекламе. Мы говорим, ну окей, мы можем сделать. Они говорят, круто, давайте работать. С чего мы начали? У них есть своя команда, сразу, наверное, скажу предысторию, своя команда крутая специалистов по контекстной рекламе. Они все делают на своей стороне, но наши специалисты вот в ходе этого проекта, в ходе этой истории, они помогали. Помогали каким образом, что делились некой экспертностью, помогали там формировать данные и прочие вещи. Собственно, с чего мы начали? Это прогноз по тому, в рамках бюджета, который у них был, как удержаться в спецразмещении максимально возможным. Логично, что можно просто неограниченный бюджет взять, сделать максимальные ставки в контекстной рекламе. Раз, раз. И ты будешь всегда на первом месте. Ну, если, конечно, у тебя еще качество объявления позволяет. Но это уже детали, об этом не будем. Собственно, нам нужно было найти вот такую точку, как раз это скриншот того анализа, который мы провели, того прогноза, который мы сделали, что при вот такой вот процент показатель удержания в спецразмещении, ну, вот такие вот остальные показатели, это экономические показатели, которые необходимы. Какие ставки нам нужно делать, чтобы находиться в спецразмещении максимально долго, максимально возможно и максимально объемно. На основании этого мы выстроили тактики. Естественно, тактики были на основании тех ставок, которые мы могли себе позволить, которые Газелькин себе мог позволить. Получилось так, вот одна из таких тактик индивидуальных, она есть на скриншоте. Здесь простым языком расскажу, там, если не вникать вот в эти формулы. Если стоимость первого спецразмещения дороже, чем на 20% и больше второго спецразмещения, то мы отказываемся от первого спецразмещения и спускаемся на вторую строчку. Почему? Чтобы не бросаться бюджетом. То есть, если качество у конкурента по объявлению выше, и мы по какой-то, ну, именно по этой причине, мы платим за объявление больше, чем на 20% платит конкурент за первое спецразмещение в контекстной рекламе, то в этом случае мы как бы окей, забираете первое место, мы спустимся на второе. Вот этот элементарный, ну, вот это как раз и есть, наверное, уже бидерная часть, да, там, возможно, не все знают понятие бидер. Но тут как раз бидер – это та система, которая позволяет автоматически удерживать какую-либо позицию в контекстной рекламе. Что это дало? Сделали то, что просили, да, как я и говорил, необходимо увеличить удержание спецразмещения, сделали. Увеличили на 10%, это был клевый показатель, и встал вопрос, как бы, ребят, спасибо вам за проделанную работу, а что дальше? Вы вроде и работаете хорошо, и помогаете нам, давайте двигаться по воронке ниже. Окей. Что дальше? Дальше мы решили, что нужно понижать стоимость клика. То есть тот трафик, который к нам приходит на сайт, он, конечно, хорошо конвертируется, они это отслеживают в транзакции через Google Analytics, но нет понимания того, как снизить. Что мы начали делать уже вот в сторону того, чтобы понизить стоимость клика и в то же время не понизить качество заявок и количество заявок в первую очередь. Мы провели автооценку качества рекламной кампании. Это некая фишка в нашей системе, которая позволяет закинуть туда рекламную кампанию, нажать кнопочку «Создать отчет», и она в Excel выгружает вам отчет по качеству рекламных кампаний в разрезе самой рекламной кампании. Это вот верхний скриншот. То есть здесь есть общая оценка рекламной кампании по 100-бальной системе. Эти баллы выстраиваются на основании того, как Яндекс, например, оценивает качество ваших рекламных кампаний. Плюс, также здесь наше исследование, мы много это прогоняли на наших клиентах, просто для того, чтобы понять, а какой показатель, какой имеет вес в качестве ваших объявлений. То есть, например, релевантность посадочных страниц. Если мы продвигаем пылесос, то, конечно, по запросу пылесоса человек должен приходить на страницу с пылесосами. Если это не так, то здесь, естественно, баг и минус очко для вашей рекламной кампании. В итоге у вас есть общая оценка, и более того, есть детальный показатель, где именно вы проседаете. То есть выгрузив этот отчет, можно увидеть, по какой позиции я просел, какой ключевой запрос у меня работает не совсем максимально точно, не совсем максимально хорошо, можно его увеличить. Вот такой результат получился после прогноза. Это как раз хороший показатель качества был всего лишь 57, хотя, наверное, в идеале должно быть 100, а 100 даже лучше отлично. Показатель качества отлично. То есть отличные рекламные кампании, это у которых балл был больше 85. Ни одной рекламной кампании, ни одной фразы поисковой такой не было. Соответственно, общая картина была такая. Сделали как раз уже наши специалисты своими силами и опытом, сделали ряд рекомендаций, которые можно прочитать здесь на слайде. Это лишь некоторые примеры, на самом деле их было больше. И тут важно понимать, что те рекомендации, которые там дали наши специалисты, были внедрены, естественно. Что мы получили? То есть это до, что я показывал было до этого, и что стало после. У нас здесь появились отличные рекламные кампании. Вот это 5% желтым цветом выделено. И та ситуация, которая была до этого, она, ну, очевидно, прям, да, разница на слайде. Что было, что стало. То есть какие-то лишние слова, я думаю, здесь не нужны. Понятно, что элементарная проверка качества объявлений, она дает и выявляет слабые места ваших рекламных кампаний. Даже если у вас мега крутая команда, даже были такие ситуации, когда агентство говорило, мы 10 лет на рынке, ну, какая проверка качества, мы сами проверка качества. Проверяли, на больших объемах кто-то упустил. Самое главное здесь человеческий фактор. Когда вы создаете, будучи там с 50-летним опытом, специалистом по контекстной рекламе, ну, естественно, 50 лет вряд ли, то у вас всегда присутствует человеческий фактор. Вы можете ошибиться, можете что-то упустить, и, собственно, система выявляет такие грехи. Что сделали? То, что хотели, то получили. Мы снизили стоимость клика на 11%. То есть трафик стал приходить к нам на сайт, и сэкономили мы на этом 11%. Хотя в конверсионных показателях ничего не менялось. То, что мы анализировали в аналитиксе и в Яндекс.Метрике. Что дальше? Когда мы с вами уже там, выжгли все спецразмещение, которое только было возможно в рамках разумного бюджета, спустились по воронке, оптимизировали стоимость трафика, и мы пошли дальше. На этом не стали останавливаться. Пошли уже в сторону стоимости лида, чтобы конверсия нам обходилась подешевле, чтобы там звонок нам обходился не 3000, а 2500. Что сделали для этого? Естественно, чтобы уже охватить всех пользователей и все обращения, поставили колл-трекинг. Колл-трекинг – это система аналитики звонков, когда внедряете код на сайт, она там подменяет, крутит номера, при звонке на этот номер можно связать сессию, либо ключевой запрос, либо IP-адрес, любые данные, которые мы можем увидеть у пользователя в том же аналитиксе, в Client ID. Любые данные с вами по пользователю мы можем увидеть там уже с привязкой к звонку. Что это дает? Это дает нам понимание, с каких ключевых запросов приходит не только транзакция с Google Analytics, но и звонки. Важная информация, что у Газелькина 80% обращений в компанию – это звонки. То есть в основном все заказы, все заказы на грузоперевозки, все заказы на грузчиков и грузовой такси, там большое, маленькое, оно на 80% состоит из звонков. То есть до этого, работая без них, была такая приличная черная дыра незнание того, что у нас происходит в компании. Ну там по ряду бизнес-процессов и по особенностям компании до этого невозможно было установить колл-трекинг. Когда это стало возможным, естественно, это внедрили. Этот слайд относится к тому, что мы обязательно прометили все UTM-метки. UTM-метки – это основа аналитики. Если мы работаем с контекстной рекламой либо там с любой другой интернет-рекламой, интернет-метки в едином формате и правильно проставлены и помогают нам грамотно анализировать. Без четкой структуры UTM-меток у нас получится каша, и все аналитики, все инструменты, которые мы ставим, они будут работать, но не так хорошо, как могли бы. Собственно, через автопрометчик UTM-меток просто указали здесь классический набор UTM-меток плюс те номерные ID-шники, которые нам необходимы для оптимизации. Все это в автоматическом режиме прометили и выделили на основе аналитики, собирали данную неделю, выявили три сегмента, по которым решили управлять. Первый – это когда конверсия по фразе больше трех, здесь сразу, ну по ключевой фразе, которая крутится в контексте, неважно в какой она рекламной кампании, это для нас очень конверсионная фраза, и мы по ней прям вот максимально настраивали ставку так, чтобы держать эту фразу в спецразмещении. Второй – это естественно средние конверсии, когда мы как бы да, мы готовы держаться в спецразмещении, но если ставка уж слишком высока, то мы опять пас и спускались на второе либо на третье место, в зависимости от стоимости размещения в спеце. И третий – это выявили наконец-то фразы, которые не приносят звонков, никаких обращений и конверсий. Естественно, они для нас нерентабельны, они убыточны, часть из них была отключена, часть из них каких-то важных остались, но с минимальными ставками, чтобы где-то там в динамике крутиться, далеко-далеко там на 38-й странице, например, в Яндексе. Что из этого получилось? Это все было сделано ручками, это был такой сводный анализ того, что у нас есть по поисковым запросам, благодаря колл-трекингу и Google Analytics. Настроили эти три сегмента, руками разметили, какие ключевые запросы, как должны управляться. Получили, во-первых, конверсия выросла на 7%, благодаря вот этим вот трем тривиальным пунктам. Там есть звонки, средние звонки и нет звонков. И стоимость, показатель CPA снизился на 22%. То есть звонки стали, ну звонки, лиды, заявки, все что угодно, все что связано с конверсией, стали для нас на 22% дешевле. То есть это довольно-таки хороший показатель, потому что здесь идет реальная экономия бюджета. И несмотря на то, что мы там сэкономили денег, мы еще и на 7% конверсию увеличили. Что сейчас? Что происходит сейчас? И это вот уже текущая ситуация, которая есть. Если я говорил, что до этого мы как бы по конверсионным показателям управляли, то это было в ручном режиме, и мы отсматривали фразы, которые как работают, и переносили их из сегмента в сегмент. Сейчас же все не так. Сейчас есть, например, вот такой сегмент. Это вот самый крутой сегмент, который есть. Это когда у нас очень дешевые фразы по сравнению с показателем CPA. То есть фразы, по которым звонок для нас в полтора или в два раза ниже, чем средний показатель по всей рекламной кампании, ну и вообще по рекламе у нас в Яндекс.Директе. То есть это самая вкусная для нас фраза, и по ней мы обязательно держимся в спецразмещении. То есть я на скриншотах сделал, как это может выглядеть. Это как раз условия, которые мы задаем. Вот здесь стоимость фразы, которая нас устраивает, стоимость звонка, вернее, которая нас устраивает, либо конверсии, которые вот здесь указаны. И здесь что мы с ней делаем. То есть здесь у нас строгое удержание первой позиции, если для нас очень вкусная фраза в плане конверсий. И таких сегментов мы сделали шесть. То есть теперь, если происходит какая-то смена, не знаю, влияние конкурента на наши позиции, наши фразы проседают, либо наши фразы становятся нерентабельные, система в автоматическом режиме просто жонглирует их, перебрасывая в каждую корзину, а проверяет она это раз в 30 минут. И в зависимости от этого назначает ей ставку. То есть здесь теперь есть четкое управление, что абсолютно все фразы с конверсиями, без конверсии, с затратами бюджетов, они управляются в автоматическом режиме. Что из этого получится, это, наверное, уже в следующем докладе, потому что это есть здесь и сейчас. Какой-то эмпирических данных, чтобы прям вот так об этом заявить, нет. Но аналогичная тактика, например, у Happy Home работает, это фабрика мебели. У них немножко по-другому это все выстроено, немного другие, естественно, показатели. И сегмент бизнеса это другой. Но такое управление ставками по CPA, оно дало вот такие показатели. Это вот как пример того, что это работает. Ну, я думаю, я надеюсь, у Газелькина это тоже все сложится, и показатели будут, ну, если не такие, то около таких. И в завершении, наверное, своей презентации у нас есть промокод. Промокод, ну, для вас, для участников все-таки нужно было как-то наградить вас за то, что вы 15 минут меня здесь выслушивали, сидели. Этот промокод дает бесплатный месяц пользования системой нашей. То есть все возможности, которые я перечислил, там даже больше. Плюс, что самое важное, мы даем клиентскую поддержку на этот месяц. Это как раз та клиентская поддержка, которая поможет рассказать, что у вас сейчас с рекламными компаниями в контекстной рекламе, и какие-то рекомендации дать по поводу того, как это можно изменить. То есть, как бы за этот месяц можно многое понять. Вот с Газелькиным мы там и за неделю какие-то тактики выстроили на первом этапе и на этапе с конверсионными показателями. Здесь есть целый месяц, здесь можно просто весь контекст перелопатить и сделать максимально хорошо. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить здесь, и до 4 часов я еще буду находиться в помещении. Никита, да, мы бы сейчас позадаем вопросы. Сфотографируйте слайд с контактами Никиты, кто хочет, и давайте сделаем назад. Пускай все-таки будет промокод. И исходя из этого, Никита как раз отследит конверсию по тому, какие результаты принесла ему эта конференция. Скажите, коллеги, ведь наверняка из вас есть те, кто заказывает сейчас рекламные компании в каких-то агентствах или внутренние специалисты в компании, это делают, или сам он делает ручками или не ручками. Кто сейчас настраивает рекламные компании у себя в бизнесе, кто оттуда привлекает клиентов из интернета? Раз, два, три, четыре. Я понял. Но так мы в конечном итоге многие, я уверен, поднимут. Вы это делаете внутренними специалистами сейчас или привлекаете какие-то экспертные агентства? Внутренние, да? Вы познакомитесь потом. Да, конечно. Тут кнопка бабло. Вот кнопка бабло, имею в виду, что вы на него нажмете и вам пойдет. Разница? Алитикс, ну из разницы, наверное, Алитикс умеет управлять Гуглом. Мы только с Гуглом об этом договариваемся. Ну вот если так глобально. Если в целом по управлению, ну как бы Алитикс управляет по конверсионным показателям, мы управляем по конверсионным показателям. Тут нужно тестировать в зависимости от проекта и в зависимости от того, какие алгоритмы системы в плане машинного обучения выстроила. То есть здесь вот вся эта история про автоматизацию, она исключительно на математике выстроена. И где лучше математика, где она подходит больше для вашего бизнеса, там и это лучше работает. Эта платформа, получается, для работы как с агентствами, так и напрямую? Или к вам можно обратиться как к агентству? Я так понимаю, Алитикс желательно обратиться через агентство, чтобы они им пользовались. А у вас как? У нас есть в штате свои специалисты, которые, наверное, появились благодаря тому, что некоторые клиенты переходили к нам на систему и им необходима нужна была поддержка. То есть из этого выстроилось у нас в штате тоже свое некое рекламное агентство, которое также там обслуживает клиентов, как любое другое. И в случае, как делает Алитикс, мы тоже можем работать так. Есть агентства, есть партнеры, которые используют нашу систему и работают точно так же, как с Алитиксом, с оригами и многими другими на самом деле площадками, платформами. Никита, сейчас, одну секунду, позвольте, я задам вопрос. Подскажите, почему к вам приходят клиенты, с какой боли, это те клиенты, у которых в штате все-таки есть специалисты. Почему они приходят к вам и, может быть, кому-то это попадет в карту и скажет точно, мы тоже попробуем. У нас та же самая история. Ну, у нас история больше на лояльности завязана, потому что, когда клиент приходит к нам на сервис… Лояльность – это дальше, а вот первый шаг, почему… А вот я как раз к этому и подвожу. Лояльность – это то, что способствует переходу. Да ладно. Лояльность – это то, что способствует переходу, а перед этим служит, естественно, приход к нам на сервис. Когда клиент приходит и использует сервис, и видит с нашей стороны помощь, Причем мы там делаем рекомендации не в рамках, вот мы создали систему и вот дальше мы не уйдем никуда за ней. Все вопросы только в рамках ее. Мы также консультируем по контекстной рекламе, даем рекомендации по тому, как это настроено и за это не берем денег. Поэтому клиент, когда там выслушивает наши рекомендации, внедряет их и видит от этого профит, естественно он приходит к нам, потому что видит, что здесь сидят эксперты. Варброкер – большая экспертиза. Да, 12 лет. Да, 12 лет, огромное количество кейсов и кейсы разные, они понимают, ребята, каким образом на кросс-бизнесах можно, да, какие-то инструменты, которые применяются в одном бизнесе, там в медицине, применяйте условно в машиностроении, да, которые внутренние специалисты не додумаются, потому что у них некие там зашоренности есть. Ну речь больше не в инструментах, а скорее в стратегии. В подходах, да. Да. Я правильно понимаю, то есть у нас, например, в системе у нас есть отдельно холл трекинг, записи разговоров у нас отдельно, контекстная реклама, да, CRM-система отдельно. Вам можно прийти и сказать, что мы хотим пользоваться вашей системой, но чтобы вы могли помочь все связать это в едино, то есть CRM или это все-таки лучше идти к агентству, кто занимается? У нас есть уже готовые решения, например, там ряд колл-трекингов, которые есть уже современные и довольно-таки известные на рынке, они уже у нас в систему интегрированы, то есть тут стоит только ввести логин и пароль, и все звонки там появятся в системе. Интеграция с CRM-кой это к вам или нужно будет сторонним кому-то обращаться? Интеграция с CRM-кой, вот вообще сейчас интеграция такая тонкая тема на рынке, она довольно-таки элементарна, потому что все сейчас сделали свой API. API это возможность интегрировать вообще что угодно, с чем угодно. И многие его открыли. Да, и многие его открыли, в том числе и мы, поэтому если есть какой-нибудь… Проблема нету тут. Даже средний разработчик, если он справится, да, и все сделает элементарно. Но здесь вопрос, я подрезюмирую все-таки в конце. Можно к вам с этим вопросом обращаться? Вы говорите в конце, что любой средний разработчик это может сделать, наш коллега может прийти к вам и вы… Естественно, поможем. Супер. Дмитрий, мне кажется, получит приз за вопросы. Да, сейчас коллега и Екатерина. Хорошо? Вот вопрос такой, да, то вы рассказали историю с Газелькиным от первого этапа знакомства до здесь и сейчас, что происходит, и вы узнаете об этом через полтора, там, один месяц. А сколько этот период длится до сегодняшнего дня с Газелькиным? Сколько вы работаете? Ох, это, наверное, уже… Что вы вот к этому этапу подойдете? Чуть больше года. То есть это, чтобы к этим показателям прийти, вы с ними работали в течение года постоянно или вас привлекали периодически? Это такая, не то что регулярная работа, а вот есть там решение, задание, все же идет от стороны клиента. Мы с точки зрения инициативной стороны никогда не выступали. То есть клиент приходит, говорит, надо, и эта идея у него может созревать месяц-два. На самом деле вот этот процесс можно сделать за полтора-два месяца. Ну там на хороших, просто там сделали одно, начали, приступили к другому. А сделали одно, посидели, подумали, что делать дальше. Прошло три месяца, целый квартал просто сидели, смаковали, любовались теми данными, которые получились в прошлой работе. Вот тогда это может затянуться. Спасибо большое. У меня два коротких вопроса. Первый по колл-трекингу. Были у вас случаи спама? Мы просто пользовались и в какой-то момент отказались, потому что начали звонить. То часы, вы продаете ли вы часы, то сувенирку можно у вас заказать. Ох, я до этого четыре года проработал на стороне колл-трекинговых систем. И это та головная боль, которая есть абсолютно у каждого проекта. Но любой колл-трекинг, который себя уважает, он отслеживает эти грязные номера. Они иногда всплывают просто потому, что кто-то забыл этот номер из реестра, например, своего убрать. Его начали искать какие-нибудь банки, которым он денег должен. Компания закрылась, у него в реестре висит. Эти звонки просто сыпятся. А государство, у кого мы берем эти номера, оно не в курсе. Оно выкидывает этот номер. Мы смотрим, что на этот номер неделю-две нет звонков. Отдаем его клиенту. Ну, колл-трекинговая система, я имею в виду. Отдают его клиенту. И через две недели банки начинают интересоваться его задолженности. И в этот момент поступают звонки. То есть вы вручную проверяете эти номера? Я никак не проверяю. Систему колл-трекинга у них есть пул номеров просто. И они эти номера завязывают на свой сервер. Если звонки на этот номер поступают, номер неактивен, но они видят, что эти звонки приходят. Поэтому они смотрят номера, на которые приходит много звонков, и их не отдают клиентам. Случайные номера попадают, но это как раз такие редкие истории, про которые я говорю. А есть какие-то рекомендованные системы по колл-трекингу, в которой меньше процента как у вас спама? Колл-трекинг, колл-трекинг, колл-тач. Это три лидера рынка, которые очень давно работают, поэтому я их всегда рекомендую. Ага, я поняла. И второй тоже короткий вопрос. Например, есть у нас компания в Яндексе, чтобы подключить ваш сервис. Как это все закачивается? Технически туда или просто доступ к компании? Это просто при помощи, опять же, либо API, либо при помощи переноса аккаунта на другой аккаунт. Тут два варианта есть. То есть это технически долго, сложно или это быстро? Это полчаса. Понятно. Все, спасибо. Екатерина сказала, что, оказывается, им не предлагают спамом, им звонят, хотят купить. И есть такая хорошая поговорка, что когда ты живешь в том месте, где постоянно дует ветер, перестань строить стены, начни строить ветряную мельницу. У вас есть возможность зарабатывать на продаже часов? Дим, есть кейс, он очень смешной. Вот на минутку буквально от них у всех. Мы года три назад, когда запускали проект по коллтрекингу, там в коллтрекинге room, там попался один какой-то номер грязный, который выпал от одного клиента. Он занимался какой-то медицинской, не медицинской, юр-услугами он занимался, причем я не помню уже какое направление, но по-моему это что-то там типа по гражданскому, по гражданской части. И клиент, который занимался медицинскими услугами, он случайно подключил этот номер в коллтрекинг, начал получать кучу грязных звонков по юридическим услугам, и мы ему звоним, говорит, ну давай поменяем, зачем тебе по 20, по 15, 20 звонков в день реально шли, просто люди хотели получить юр-услуги. Он говорит, погодите, не надо ничего делать, меня устраивает. Через два месяца он какой-то… Он их закрывал, да? Он партнера нашел, открыл ИП и начал продавать юр-услуги. Отлично, да, бизнес вокруг бизнеса, это всегда очень круто. Это такая, знаете, предпринимательская жилка, и очень хорошо, когда твой мозг, и я рекомендую это делать тем, кто не работает в огромных-огромных компаниях, в небольших бизнесах, искать глазами и сознанием возможности из любого даже ограничения, которое возникает вокруг вас. Там провести некий свод-анализ, свод-угрозы, мало того, как ее закрыть, так еще и подумать, каким образом подавить. Мало ли, принесет много-много денег. Никита, спасибо большое. Сейчас поблагодарим. У нас хорошая с вами традиция, да? Сейчас перед нами выступит Сергей Белов и Диви Кейк. Он расскажет про магический CPA трафик, а магия в нем это как раз автоматизация. И в конечном итоге мы узнаем о том, как стать счастливыми и богатыми. Да? Спасибо. Да? О, слышно. Я пока открываю презентацию, расскажу, кто знает, что такое CPA-сети и работа с оплатой за результат по CPA. Окей. О, хорошо. Замечательно. CPA-сетей, то есть это в принципе не то, когда вы, допустим, то, о чем я буду рассказывать, это… Да, спасибо. Это реклама не, допустим, то, что вы используете контекст, да, и у вас есть какие-то рамки, то есть таргетинг на то, сколько у вас должен быть заказ. CPA-сеть – это немного другая структура. Это когда достаточно крупный рекламодатель обычно дает некий оффер. Оффер – это предложение. Предложение заключается в следующем. То, что любой, кто даст трафик на сайт рекламодателя, который приведет к продажам, и здесь очень важно то, что отслеживаются здесь не промежуточные лиды, не то, что там, допустим, звонок в колл-центр или еще что-то, а важно то, что пользователь оставил заявку, этот товар ему доставили, он за это оплатил, и вот только тогда вы платите за результат. То есть схема очень удобная, потому что рекламодатель, если он знает, допустим, свою маржинальность, он говорит, допустим, я продаю диваны, не знаю, я нацениваю 50%, окей, я могу платить, допустим, 20% любому, кто приведет мне такой заказ. Таким образом вы можете несколько автоматизировать свой маркетинг, это не покроет все ваши маркетинговые каналы, однако это очень большой, ну, большая доля маркетинга может в этом заключаться. Соответственно, что происходит дальше? Вы выложили оффер в некие CPA сети. Ну, лидеры это Admetat, ActionPay, CTS, ну, я надеюсь, что вы об этом знаете. Есть еще порядка, наверное, 50 CPA платформ, не все из них живые далеко, вот, но в целом там адекватно могут давать заказы порядка 10. Вот, соответственно, CPA сеть, она объединяет множество вебмастеров. И вот эти вебмастера, они могут быть абсолютно разными. Это может быть контентные ресурсы, площадки агрегатора цен, это могут быть видеоблогеры, это может быть человек, который покупает, допустим, трафик в MyTarget и продает его вам, соответственно, ну, зарабатывая на разнице между тем, что он потратил и тем, что он заработал, работая с вами. Вот, при этом стоит понимать, что часть из этих вебмастеров, они пытаются обмануть, я сейчас, ну, расскажу примерно как. Как происходит атрибуция заказов по модели CPA? Всегда, на самом деле нет других случаев, оплачивается только тот трафик, который был последним, то есть в цепочке конверсий перед совершением покупки. То есть, если, допустим, у вас вебмастер привел трафик, после него была контекстная реклама или, не знаю, Яндекс.Маркет или еще что-то, любой платный источник, то заказ в CPA сеть не оплачивается. Это тоже очень удобно, это выгодно. Вот, соответственно, единственный вариант, только тогда, когда CPA сеть, это последний источник перед продажей, вы ее оплачиваете. Исключение составляет это type-in трафик, SEO трафик, которые считаются бесплатными, которые считаются то, что они не влияют на атрибуцию заказов. Что важно, чтобы с вами вообще хотели работать по такой системе? Во-первых, вы должны быть узнаваемы. Ну, здесь это представлен бренд Louis Vuitton с чемоданом на Красной площади. Вот, это очень хорошо. Во-вторых, должно быть решены все технические вопросы, потому что тогда, когда веб-мастеров много, их может быть тысячи, то есть вы не можете вручную договориться с тысячей, двумя тысячами веб-мастеров. Здесь очень важна автоматизация. И важно то, что у вас каждый из CPA сетей, здесь еще представлены некие ретаргетики, но не суть. Каждая из CPA сетей, она обладает некой своей структурой, некой интеграцией и неким набором тем параметров и способами, как с ней можно заинтегрироваться. Вы интегрируетесь с порядка десятком CPA сетей. У кого-то это XML интеграция, у кого-то через пиксели, у кого-то через постбеки. Мы, например, объединяем все эти решения, с нами можно интегрироваться один раз и после этого подключать в принципе любых партнеров. Это могут быть CPA каналы, это могут быть любые системы ретаргетинга. Это может быть вообще кто угодно. После одной интеграции мы можем уже конвертировать все данные в том виде, в котором они нужны конкретному партнеру. Далее важна автоматическая сверка по статусам. Многие рекламодатели, запуская оффер, считают то, что они узнаваемый бренд, они подключили одну CPA сеть, и тут не самая большая, которая первая попалась. И считают, что все окей. Раз в месяц им приходит список заказов, они могут в принципе отдавать обратно то, что смотрите, ребят, я посмотрел, руками что-то свел, вот вам Excel, в которой я пометил те заказы, которые у нас выкупились. И это не работает абсолютно, потому что для вебмастеров это огромная проблема. То есть когда вебмастер привел вам трафик, он ожидает, блин, а я заработал или нет? Вот я получу или мне дальше лить или не лить? Вот. А вы ему задерживаете. И получается, допустим, трафик он привел в начале января, ну не знаю, 2 января привел трафик, кто-то что-то купил. Дальше есть менеджер, который ждет закрытия месяца с CPA сеткой. Потом где-то в середине февраля он отправляет Excel файлик. Вот. Когда-то в марте дошли деньги, и вот человек получил за трафик, который он привел, деньги не моментально, а через 3 месяца. Он вообще забыл, что он делал. Поэтому для больших и крупных интернет-магазинов очень важно своевременно отдавать все сверки по заказам и моментально, как только вы получили подтверждение об оплате, тут же сообщать это с CPA сетям. Тогда веб-мастера новые, они могут рассчитывать на вас и могут работать с вами, а не, допустим, с конкурентом. Плюс важно то, что даже крупные веб-мастера, у них чем больше трафика, тем у них больше рисков. Соответственно, они всегда будут работать с теми, кто постоянно поддерживает это в автоматическом режиме. иначе, если это какой-то там, не знаю, ручной отсев, может быть ситуация, когда они вам дали много-много-много трафика, а вы сказали, блин, у нас, не знаю, не работала логистика, мне один заказ не доставили, все отмены. И в этом случае как бы веб-мастер очень сильно рискует. Соответственно, очень важно, чтобы такие вещи были настроены автоматически. Следующая часть – это точность трекинга. Вы должны очень хорошо знать, кто вам привел заказ. Потому что здесь бывают разные вещи. Если вы смотрите, например, только на Google Analytics, то проблема в том, что Google Analytics, например, срабатывает не всегда. Из-за Adblock не всегда может загрузиться код на сайте, еще что-то. И судить только по Google Analytics неправильно. В идеале настроить код на серверном уровне – это очень просто. то есть это делается в течение пяти минут. Который тоже мониторит то, откуда приходили клиенты по кукам и так далее. И если это произошло, вы формируете, опять же, не пиксель, который может сработать или не сработать по факту успешной корзины. А вы должны как минимум хорошо postback, еще лучше XML. Из XML – это файлик, который находится у вас на сервере. Здесь вся, по сути дела, вся статистика, кто вам привел заказ. В этом случае ничего не теряется. И тогда ситуация такая, что вебмастер не жалуется. Если он сам оформит заказ, это всегда происходит. Проверит, а ему этот заказ не дошел, он просто с вами не будет никогда работать. Соответственно, статистика должна быть точной. И следующая проблема, которая заключается из-за большого набора различных партнеров, это единая статистика, потому что вам в любом случае придется отслеживать так или иначе, а что происходит. То есть вы заработали вместе с этим или нет. У вас могут быть какие-то свои вещи. То есть вы хотите отслеживать стоимость доставки, вы хотите отслеживать новые, к вам приходят клиенты или те самые, которые у вас уже были. Еще что-то. Делать это, когда у вас вся информация разрознена, очень сложно. И человеку, который делает этот отчет, ему приходится смотреть, выгрузить данные из каждой CPA сети, сверить их с Google Analytics, выгрузить все из 1С, выгрузить там, не знаю, из какой-нибудь системы доставки, мейлинга, еще какие-то данные. И вот тогда все это вместе объединить. И такой отчет он делает раз в три месяца. А это невозможно. Если вы настроите достаточно простые выгрузки, просто сырых данных из всех этих систем, причем из CPA сети мы сделаем автоматом, из Google Analytics сделаем автоматом и так далее. Из вашей внутренней системы нужен просто, опять же, некий файлик, который это очень просто подгружает. Вы можете все это объединить вместе, и в итоге вы будете знать все CPA сети, результат по каждой, и по каждому отдельному вебмастеру, отдельному сайту, который с вами работает. И это очень важно и нужно. Соответственно, вот компании, с которыми мы работаем, это далеко не полный список. Это там Delivery Club из Mail.ru, группу, Адамас, Островок, Травелата, Руцентр, большой, Эксмо, с Рамблером мы работаем, с Рамблером Травелом, если быть точно. Соответственно, как бы вот эти компании, они понимают, что на самом деле это большой-большой отдельный класс задач, и зачастую у маркетинга абсолютно полная глава проблем других, а у разработчиков тем более. Достаточно вот с нами проинтегрироваться, занимает, по сути дела, полная интеграция, 4 часа чистого времени разработчика. После этого он вообще никогда не нужен ни для какого партнера. То есть ни для одной CPA сети, ни для ретаргетинга, ни для чего. Иначе каждое партнерство, во-первых, это составление договора отдельного, это интеграция, она разная, там есть ошибки, ошибки нужно править. Это огромное время на то, чтобы поддерживать это своими усилиями, и главное, это очень, ну, как бы такая узконаправленная часть маркетинга. Вот, соответственно, ну, иметь прям большой штат разработки под это, ну, в общем-то, бессмысленно. Следующая вещь, о которой мы поговорим, это то, как вебмастера, которые находятся в CPA сети, они могут, ну, неким образом влиять на оффер с тем, чтобы оказаться, ну, чтобы вы им заплатили просто больше. Часть вебмастеров честная, часть нет. Весь вопрос кроется в атрибуции заказов. Как мы и сказали, платится только за последний источник. Поэтому вебмастеру, в принципе, достаточно ничего не делать, но показать то, что он был последним источником перед заказом. И, в принципе, ну, мы живем в России, в России самые умные программисты и хакеры. Вот, это как бы с одной стороны гордость, с другой стороны иногда проблема. Вот, соответственно, что бывает? Как можно обмануть эту систему? Например, у вас есть пользователь, который, не знаю, очень любит торнтрекеры, он не хочет платить за фильмы, за игры и так далее. Все они их заблокировали, ему приходится обходить их VPN. Человек, который сделал VPN, делает вам проксию, еще что-то, вы меняете IP, скачиваете торнтрекер, это все замечательно. А еще у этого тулбара, который стоит в вашем браузере, есть вскрытый функционал. Каждый раз, когда вы заходите, например, на сайт интернет-магазина, он может делать абсолютно разные вещи. Ну, например, вы зашли, не знаю, на Озон.ру, он увидел этот оффер есть в CPA, редиректил вас на тот же самый Озон.ру, просто перезагрузил страницу. И вы оказались там же, но с партнерскими метками. И тогда кажется, что этот веб-мастер, он привел последний источник. Другой вариант. Он может поменять весь контент на странице. Поменял контент, ну, то есть не сам контент, а ссылки на него. То есть вы находитесь в каталоге, он поменял каждую ссылку в каталоге, и далее вы сможете кликнуть на этот товар, окажетесь на нужной странице, но будет казаться, что трафик привел вам вот этот веб-мастер в CPA сети. Соответственно, там есть очень много разных вариантов. Можно открыть ваш сайт в айфрейме, можно делать это через коды, которые стоят у вас на сайте, можно ловить пользователя на новостном ресурсе, а потом ждать, когда он купит через SEO или Type-in. Ну, то есть там вариантов очень много. Вот, и все это нужно отслеживать. Соответственно, чтобы это отслеживать, часть вещей можно делать, ну, собственноручно. Вот, допустим, вы можете, что проверять? То, что, не знаю, если у вас очень высокий bounce rate в Google Analytics, вот, вероятно, вас заливают кликандером. Зачем заливать кликандером? Вот вы, наверное, тоже обращали внимание, не знаю, вы заходите на рутрекер, какой-нибудь рутер, вот, у вас бац, открылся, там, не знаю, какой-нибудь озон. Вы думаете, ну, зачем мне озон? Ну, дурацкая реклама, закрою. Но, когда вам загрузили озон, во-первых, вы могли загрузить не только куки озона, а вот все остальные тоже, вот, вас тем самым разметили. Если вы после этого пойдете Type-in или через SEO попадете на озон, ваш заказ будет отребуцирован в CPI-сеть. Соответственно, здесь есть, а есть методы, типа, вот, как я рассказал, с тулбарами, которые руками отследить вообще невозможно. Для этого что делаем мы? Мы ставим коды на сайт клиента, и мы видим каждый заход пользователя, все, что он делал, всю его историю, по каким источникам он переходил, были ли редиректы, было ли вмешательство в код сайта, когда, например, ну, вот, подменили ссылки, какое время сессии с предыдущего источника. То есть если у вас, допустим, 80% сессий происходит через, там, не знаю, 30 секунд после того, как человек перешел с другого источника, ну, очевидно, что люди себя так в жизни не ведут. Очевидно, что им что-то подменяет, их редиректят. Так легко, ну, как бы условно легко, можно находить все новые и новые методы читинга, и у нас, как бы, вот эта система, она постоянно развивается. Каждый, ну, ладно, не буду про поговорки. Смысл в том, что постоянно идет гонка вооружений, то есть вебмастера учатся новым методам, мы учимся их отсекать. Они снова придумывают новый метод, нам приходится снова их отсекать. Делать это самостоятельно можно, но вам реально придется в этом очень сильно погрузиться и иметь там целый отдел разработки, который это все мониторит, понимает, как это, что происходит и почему. Вот примеры проверок на фроуд. Вот мы проверяли, соответственно, плеер, связной, банк восточный, купивипы, фрошей, остин. И вот 35, ну, 30-40%, как вы видите на слайдах, это то, что, соответственно, магазины переплачивают. То есть, допустим, у вас бюджет 3 миллиона, 40% из этого в месяц, да? 40% это 1,2 миллиона. 1,2 миллиона в месяц, но как бы это очень крупная сумма. То есть, мы стоим дешевле. Соответственно, за год это прям, ну, там, 20 миллионов, это может уходить просто там, ну, просто на фроуд. Соответственно, вот эту вещь нужно отслеживать, с этим нужно бороться. Если вы с этим боретесь, вы в итоге получаете качественный, чистый трафик. И сейчас я поговорю о хорошем, как его увеличить, как сделать так, чтобы трафика было действительно много. CPA канал в целом, он может приносить где-то 30% продаж, если как бы у вас все хорошо. То есть, ну, представьте, у вас нет CPA канала, у вас, не знаю, 100 тысяч продаж, вы подключаете CPA канал, у вас там, ну, через полгода у вас 130 тысяч продаж. Это приятно. Ну, то есть, это увеличение бизнеса на треть. Это всегда хорошо. Что нужно, чтобы число заказов из CPA канала вы действительно получали много? Во-первых, решить все вот эти вот технические вопросы, о которых я говорил в самом начале. В принципе, то, как мы это делаем, это 4 часа на интеграцию, все остальное, все остальные вопросы мы решаем за вас. Вот. Это очень удобно. Вот. Это первый момент. На самом деле один из самых важных. Но недостаточный. Что нужно еще? Во-первых, нужен хороший охват по CPA сетям. Абсолютно недостаточно подключить одну. Можно сказать, да, вебмастера, они кочуют из одного места в другое, в третий, в четвертый. Но точно так же можно сказать то, что, ну, как бы, не знаю, все люди едят. Ну, как бы где-то. Вот. И если не там, то тут. Ну, как бы, если у вас, допустим, 10 CPA сетей, то вы тот же пул вебмастеров, который есть, вы их с 10 сторон увеличите на них свой рекламный охват. Это очень важно, потому что, ну, вебмастера ленивые люди, они, не знаю, зарабатывают, там, не знаю, 300 тысяч рублей в месяц. И у них все хорошо. Появляется новый оффер. Вот. Они говорят, блин, ну, надо бы, наверное, к нему подключиться, чтобы зарабатывать еще 30. Ну, может и не надо. Ну, вот. Если вы думаете, то есть в каталоге офферов, ну, тысяча штук. Если вы думаете, что вы подключились, и вот только потому, что у вас известный бренд, все побежали с вами работать, то это вообще не так. Поэтому, чтобы это произошло, нужно постоянно вебмастерам напоминать о себе. Что для этого нужно делать? Для этого нужно регулярно, во-первых, давать какие-то материалы. То есть вам нужно обновлять баннеры в CPA сетях, вам нужно давать информацию для вебмастеров. Например, мы постоянно даем аналитику. Это очень важно. Во-первых, если у вас есть вебмастер, у которого есть, не знаю, тысяча трафика, он вам привел три заказа. Но он абсолютно не знает. Допустим, у вас есть магазин одежды. Что у вас хорошо продается? Платье, туфли, сумки, может быть, что-то еще. Он не знает, что продается конкретно у вас хорошо. Если вы говорите, слушай, вот смотри, у меня конверсия на платьях 2%, ну, условно, а на сумках 1%, и маржа в платьях выше, то есть ты заработаешь больше, он говорит, окей, я буду рекламировать у вас платье. Вы получили то же самое количество трафика, увеличили продажи вдвое. Это хорошо. Вот, что дальше? Помимо того, что вы прислали эту аналитику, у вас вебмастер разработал больше, вы появились в рассылке в CPA сетях, в анонсах, в новостях. Вы тем самым рекрутируете новых вебмастеров. И это супер, потому что чем больше у вас вебмастеров, тем больше у вас трафика. Но этого недостаточно. Идем дальше. Вот мы как агентство, у нас есть платный similar web, мы видим, кто работает с конкурентами, у кого какие есть большие крупные контентные сайты, которые могут работать с этой тематикой. Далее мы идем с ними по списку и предлагаем, а ты не хочешь поработать? А вот есть классный оффер. С него мы тебе дадим всю статистику. Смотри, у нас есть виджеты, у нас есть фит товарный. Что тебе не хватает? Он говорит, блин, ну мне бы хорошо купон. Мы говорим, окей, мы для тебя специально запросим рекламодателя. Идем, просим этот купон, даем ему персональный купон, там, ну не знаю, Васинблог, Ламода. Окей, он уже счастлив, у него повышается лояльность, он дает еще больше трафика. И теперь, соответственно, что дает весь этот подход? Ну, наш один из самых старых клиентов, это Травелата, это там часть статистики, они до этого ввели два года на CPI канал самостоятельно. За год, ну вот за полтора, мы увеличили количество заказов в 12 раз. Почему? Потому что мы все автоматизировали. Ну, это как бы вот серьезные цифры. Мы все автоматизировали, мы искали новых обмастеров, мы познакомились с крупными площадками в Травел, это там Вандроюки, Пиратас, Make2Trip, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, мы решили все технические вопросы, все проблемы, разместили все необходимые материалы и постоянно до сих пор общаемся с ввобмастерами о подключении к этому офферу. Поэтому такой результат. Эксмо – это 4,5 раза мы выросли за год. Вот, есть другие примеры, это Остин, например, магазин, это где-то мы в 3-4 раза выросли тоже. Есть Питшоп, мы выросли пока в 2 раза. Пультру тоже пока в 2 раза, но мы только подключились, там месяца 3 работаем. Вот, в целом, если у вас хороший налаженный бизнес, и вы пока не работаете с CPA, то как бы стоит начать. Если вы уже работаете с CPA, то надо посмотреть, какие вещи у вас не решены до сих пор и с тем, чтобы их наладить, потому что в этом канале есть огромный потенциал для роста. Ну, на этом, наверное, все. Я здесь буду еще недолго, и если у вас есть вопросы, вы можете ко мне подойти, пообщаться. Окей, Сергей, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, сидят представители бизнеса, и если тезисно, там, максимум 5-7 слов, за каким результатом они к тебе должны идти? Что ты им дашь? Увеличение заказов, экономия бюджетов на CPA, решение всех технических вопросов, которые для этого необходимы. То есть мало того, что наши коллеги зарабатывают, они еще и экономят, исходя из этого. Прямо все хорошо. Хорошо. Друзья, я уверен, что кто-то подчеркнул многое, кто-то подчеркнул очень многое. Какие вопросы у вас есть для того, чтобы задать их сейчас Сергею и получить ответ? Там был пророст заказов, интересная же информация. Сейчас, одну секунду. Я сказал, что это увеличение заказов, и экономия. Вопрос, вы сказали, мы стоим дешевле. Вопрос тогда соотношения экономии за счет того, что увеличили заказы, и люди там, вы подбираете это все, и они, допустим, ниже на 10%, а ваши услуги, которые стоят, они не съедают ли эту маржу, которая будет, тем самым, как бы на нет, сводя вообще сотрудничество и действие во всем этом. Да, хорошо, очень вопрос. Смотрите, зависит, во-первых, от бюджета. Если у вас, двойки вопрос, если у вас бюджет большой, 30-40% от этого бюджета, это много. Наши услуги стоят 10% от бюджета. То есть это, ну, там есть еще небольшой фикс, ну, как бы вот там сложная сетка, но в целом это недорого. Это от 20 тысяч рублей плюс 10% от бюджета. Вот, соответственно, этим мы себя окупаем. Дальше вопрос, грубо говоря, для чего это нужно. Если у вас 100 тысяч рублей ежемесячно, то, ну, бюджет, допустим, на CPA-сети, то это разговор как бы ни о чем. Ну, то есть это как бы считайте, что этого канала у вас нет. Если он вырастет у вас в 15 раз, это будет уже нормальный канал. У меня есть просто примеры, когда есть большие интернет-магазины, там, ну, типа холодильник.ру. У него огромный потенциал, но типа бюджет, он говорит, ну, ребята, у меня там, ну, не знаю, 50 заказов в CPA. А может получать тысячи. Ну, и как бы тут вопрос, ну, да, мы что-то стоим, но мы, во-первых, увеличиваем количество заказов и на больших объемах тут очевидна экономия фрода и наших услуг. Если маленький бюджет, то, как бы, возможно, эта проблема просто не того, что этот канал плохо развит. Я думаю, вам, коллеги, нужно определиться, что такой маленький, большой бюджет, чтобы там уже процедуру. То есть это нужно смотреть на конкретный магазин и тогда, как бы, уже рассчитывать. Мы, как бы, все эти расчеты делаем, там, медиапланы, ожидаемый рост, стоимость наших услуг, и там просто по табличке можно посмотреть, когда это вам выгодно, когда вам это очень выгодно, когда вам это невыгодно. Ну, да. Да? И мы посчитаем примерно. Можем. Можем. Да. Но мы такие расчеты перед сотрудничеством делаем. Да, это абсолютно бесплатно, конечно. Бесплатно, это всегда хорошо. Еще у нас тест на фрод бесплатный. Ну, если, опять же, это имеет смысл, если у вас действительно CPA канал развит, и вы получаете от этого какое-то количество трафика. Ну, там, не знаю, хотя бы от 50 тысяч уников в месяц. Вот. На этом объеме можно посмотреть, есть у вас фрод или нет. Сергей, вы работаете на B2C или на B2B тоже? Я, ну, это и… Сейчас. Я работаю… Клиенты, мои клиенты – это B2B. Вот. Из… Но те, кого вы назвали, они… В смысле? В смысле, я имею в виду… Я работаю как B2B. Да, это понятно. Ваши клиенты – это B2C. Вот. B2B рынок, честно говоря, он сейчас очень неразвит, и вот у CPA сетей, они, как правило, говорят, что у них нет на это трафика. Очень сложно согласовать оффер, но мы вот сейчас запускаемся с LiveTax, вот. И это чат, онлайн-чат, вот как GigiVSite, онлайн-помощник. Вот. Я думаю, что там есть потенциал для роста, и если мы как бы покажем то, что с этим можно работать, я думаю, что мы сможем работать там и с другими B2B-компаниями, но пока это достаточно сложно. Окей, но если будут успешные кейсы, вы ими делитесь, потому что вполне возможно, что компании, которые здесь представители присутствуют с B2B-рынка, они увидят в этом перспективу для себя и возможность привлекать заказы. Да, конечно. Но только B2B-рынок тоже должен быть достаточно массовым, потому что CPA – это массовая история. Если вы хотите продавать тракторы, то это вообще не про CPA. Понятно. А двигатель для подводных лодок вообще не туда. Ну, вообще не туда, да. Окей, супер. Спасибо большое. Спасибо большое. Большое спасибо Сергею. Сейчас будет держать здесь слово. Я слышал об этом человеке, что он обладает одной из самых больших, серьезных экспертиз на российском рынке по автоматизации медийных активностей компании B2B-рынка. И мы узнаем что-то новое, интересное наверняка. Здрасте. Ну, я на самом деле занимаюсь лет 10 уже именно автоматизацией в медийных, скорее, сферах больше, в территориях, связанных с закупкой прямой рекламы, которая тоже делится частью, она делится на брендовые задачи. И понятно, что сейчас в силу с появлением новых технологий она решает еще и перформанс задачи. Увы, здесь как-то по деталькам каждый рассматривали свой сегмент, отдельно соушиал-медиа, отдельно контекст, отдельно. Я хочу сейчас поднять всех чуть-чуть выше и посмотреть вообще на рынок сначала целиком, как он вообще в автоматизации выглядит. А презентация-то? Да, презентация. Коллеги-то думают, что они интимно решают вопрос, а мы не понимаем, о чем там речь, да? Я помню, несколько раз это точно прокатывало, когда я записывал видеообращение для своей дочери и через Apple TV запускал ей на телевизор, когда она сидит в комнате. Меня нету, и тут я начинаю говорить для нее из телевизора, для маленьких детей это же вообще магия. Сейчас мы наблюдаем приблизительно ту же самую историю. Секундочку, странно. Вы же открывали ее, я ее видел. Хорошо, сейчас Олег все это починит, а я вам тогда с удовольствием расскажу про то, чем занимаемся мы и почему я, в общем-то, нахожусь здесь. Мне точно так же, как и вам, интересны все маркетинговые или маркетинговые инструменты, которые сейчас здесь мы слышим. Мы занимаемся… Меня зовут Дмитрий Чередник. Мы занимаемся построением, управлением, развитием отделом продаж. Я как уже такой компанией, как SalesUp Consult. И помимо всего этого, прекрасно преподаю на MBA в Бехановском университете, в Сколково, в Афри. Что важного? Важного в этом для меня, я предполагаю для вас, та же самая история, что мы здесь можем находить с одной стороны партнеров, а с другой, это очень важно, когда вы занимаетесь тем самым нетворкингом, запад, который дышит и пронизывает это все полностью, потому что наверняка здесь есть те, кто могут стать с одной стороны вашими клиентами, с другой стороны это те, кто могут быть поставщиками услуг, а возможно кто-то здесь находится на уровне фриланса или в поисках проекта, и вы, сгенеряя это, можете придумать. Я прилетел из Японии, привез с собой японские виски, тут же все старше 18 лет, можно рассказывать эти истории. И значит, одна из мыслей, которая сейчас пульсирует во мне, это открыть там один или несколько бизнесов, которые в конечном итоге будут приносить пассивный доход. Это когда ты почти ничего не делаешь, как мне сказали, ты лежишь в Таиланде на пляже, а пингвин тебе приносит деньги. Думали мы, думали, думали. Я же совершенно четко знаю, как и вы, о том, чтобы построить бизнес, нужно найти боль, нужно найти тех, у кого есть эта боль, посчитать этих людей, узнать, сколько они готовы платить за эту боль, умножить все эти цифры и понять, насколько ты можешь быть гипотетически богат. Это уже ваша презентация? Чтобы я знал, как долго мне рассказывать эту магическую историю про японский виски. Она все еще про японский виски. Так, там ищут провода. И значит, мы выпили бутылку и нам пришли инсайды. И одно из решений, которое мы придумали, оно касается следующего. Это создать некий… Я просто почему рассказываю про сейчас это? Потому что компания, в которой работает Олег, называется Between Exchange, что в переводе на русский между обменом, мы решили создать некий marketplace, где каждый может с одной стороны, как в виртуальном кошельке, хранить все свои баллы и карты лояльности, с одной стороны. С другой стороны, это как некая биржа, на которой вы можете ими обмениваться. Например, есть у вас мили Аэрофлота, а нужны вам мили им видео. И вы можете по некому курсу их там друг с другом менять. При всем при этом мы Between Exchange с точки зрения бизнес-модели. И как вот этот красивый анекдот про банкиров. Знаете, вот этот анекдот, приходит сын к банкиру, маленький мальчик, и говорит, папа, а на чем ты зарабатываешь деньги? Детям же это всегда интересно, что ты делаешь, что ты делаешь. Он говорит, принеси из холодильника масло, я тебе расскажу. Идет малыш, берет сливочное масло, приносит ему, он смотрит на это масло, говорит, а теперь отнеси его назад. Ребенок в недоумении, положил масло в холодильник, возвращается к нему и говорит, папа, а что ты мне хотел этим показать? Он говорит, масло было в холодильнике и осталось в холодильнике. По большому счету ничего не изменилось, но у тебя руки жирные. И вот поэтому на этих вот двух процентах, как в другом анекдоте, мы и планируем жить. Но я скажу еще, все равно открывают пока презентацию, он сейчас компьютер принесет. А про экшенжи вообще, что сначала тенденция, там с начала, наверное, десятых годов, все диджитал активности проходили через какие-то, ну там, через технологии, с гуглом, крупные монстры, по крайней мере, кто закупал рекламу в различных сетях. В какой-то момент рекламодатели обратили внимание, что они платят технологии, чтобы что-то купить, и технология сама покупает у себя. И они понимали, что платя маржа, получается, они два раза платят за одно и то же, потому что если технология на стороне клиента, то она должна беспокоиться о клиенте. А если технология самой решения на территории площадок или на территории паблишеров, где размещается эта реклама, то она должна беспокоиться о паблишерах, чтобы сайт больше зарабатывал с одной стороны, а с другой стороны, чтобы рекламное агентство или сам клиент мог эффективнее купить. И возник конфликт очень мощный. Возник конфликт очень мощный. Да, в презентации. Возник конфликт в том, что ты не можешь беспокоиться сразу о двух сторонах, ты не можешь купить эффективно и параллельно, чтобы площадки, которые хотят заработать деньги, также смогли получить больше денег от клиента. Поэтому технологии все на рынке, начиная с 10-х годов, стали разваливаться. Одни перешли на сторону клиента, а другие, технологический стек, перешел на сторону паблишера. И сейчас, год или полтора назад, пошел обратный процесс. Все стало объединяться, да, потому что возникло, когда две стороны, то и одна, и вторая сторона зарабатывает. Например, Google, когда вы платите Google, Google с одной стороны, DBM, с вас берет комиссию 15%, и продает сам же на своих площадках, и с площадок берет 15%. И все, рынок заново перевернулся. И он решил соединить эту маржу, и везде вся тенденция в том, что стало происходить объединение вот этой маржи, чтобы меньше клиент платил. И появились экшенжи, заново родились. И как раз вот в 15-й год это появление новых форматов этих экшенжей по всему миру, они стали появляться. Работать с данными, объединять, обледенять инвентарь клиента вместе, и возникать такие своего рода, как экосистемы. Я сейчас встроюсь немножко. Коллеги, а вот сокращение, которое сейчас используется, DBM, все остальное, все понимают, что это значит? Вот поднимите руки, кто понимает? Ага, один человек, два. Олег, когда рассказываешь, что там DBM, там, не знаю, RTB, SSP, DSP, ну, немножко вводный давай, чтобы всем все было понятно. Да, потому что у нас такая профессиональная деформация, это называется. Вопрос не профессиональной деформации, а каждый, как бы сказать, варится в своем маркетинговом канале, кто-то занимается только email маркетингом, кто-то занимается контекстной рекламой, а хочется заниматься большим, и не всем всегда все понятно, как вот, ну, потому что наша задача, в общем-то, рассказать аудитории, как использовать тот канал, который они еще не используют. А если мы будем говорить сокращением, то, ну, это будет сложно к пониманию все-таки, и нужно все-таки разъяснять. Спасибо. Вот если говорим про новые технологии, вот как человек, который на прошлой неделе покупал трактор, как найти того, кто не платил ни гуглу, ни за продвижение? Существует сервис такой, что я могу вбить, и он найдет того, кто вот в этих огромных маркетинговых бюджетах просто не участвовал. Вот у меня сейчас они, трактористы, одолевают, там, но я понимаю, что там их там первые 10, им надо же нужно отбить мой элит. Может, может, что-то... Найти имеется в виду пользователя конечного или найти... Вот смотрите, мы сейчас говорим о том, как я продвигаю, продвигаю, продвигаю свои товары. Мое продвижение, это продвижение имеет стоимость какую-то конкретную, да? Как найти того, кто вот где-то в интернете сидит, но вот этих бюджетов не тратил, вот чтобы не они меня искали, а чтобы я их искал? Есть сейчас такое? Ну, это имеется в виду, что это вы продаете трактора, да, образно говоря? Я на прошлой неделе покупал. Коллега купил. Мне понравился... Вы хотите найти компанию, которая не тратит деньги на маркетинг для того, чтобы у них купить дешевле этот трактор, да? Такой вопрос. Ну, на самом деле, мне кажется, уже любая компания занимается, там, не знаю, SEO той же оптимизацией, любую, любой сайт можно найти по ключевым запросам в том же Гугле, в Яндексе, да. Вы хотите, ну, просто не смотреть на первой странице, кто платит за это, набирайте сразу двадцатая страница в Яндексе и там смотрите тех, кто продает трактора. Вообще интересный посыл, как использовать новые технологии, чтобы найти тех, кто продает трактора. На самом деле, это просто, с точки зрения... Готова ли презентация или ты будешь спикер с феноменальной памятью? Что-то тут проблема с розеткой, что-то... Про трактора немножко интересного. Есть такое интересное шоу, называется Bizon Track Show. Это не в теме автоматизации, а скорее ивентов и BTA. Я не помню... А, компания Bizon, так и называется. У них трактора Bizon называется. Несколько лет назад, еще, наверное, с 2008-2009 года, они тоже встали перед вопросом, как перебить конкурентов из Беларуси с их бездешевыми быстро ломающимися тракторами. И они создали свое шоу. Ну, а-ля эдакий КАМАЗ-РАЛЛИ Дакара. Париж-Дакар. И создали то же самое, но только с тракторами. Причем в небольшой степени, чтобы еще и трактора там бились друг с другом. Если я не ошибаюсь, это где-то Краснодарский край, то ли Ростовский. И вот это вот шоу, которое у них происходит ежегодно, собирает безумный объем аудитории, съезжающихся к ним на шоу. И продажи именно тракторов у них, кстати, идут там прекрасно. Это как вариант нестандартного продвижения тракторов. Ну, и как любой маркетинговый канал его необходимо считать, потому что нужно понимать, какое количество тракторов уничтожено и какое количество там прибыли получено. Потому что я знаю, что иногда маркетинговая акция делается ради маркетинговой акции. Все же помнят вот эта вот красивая реклама. Здесь есть представители завода Ачапа? А то я накличу беду на свою голову. Помните, это волшебная реклама пива, когда странные люди ходят в Барселоне под палящим солнцем и тут появляются плохо говорящие на русском языке. Вот я хотел об этом и сказать, что эту чудесную рекламу с странным посылом, с странным call to action придумала дочь владельца этого предприятия. Ну и, соответственно, где реклама, а где результат от этой рекламы? Был результат, ну, во-первых, мы с вами об этом говорим, это уже упоминание, многие за это берут деньги, а с другой стороны, те площадки, которые размещали эту рекламу, они тоже на этом заработали. Может быть, там не увеличились. Результат, кстати, был безумный, но в том плане, что его обсуждали. Может, все знают такой ресурс, как состав.ру, площадка про рекламу, маркетинг и так далее. Вот, наверное, неделю это была самая обсуждаемая тема на этом сайте. Все только сидели и обсуждали безумные яркие цвета этих роликов, этих веселящихся юношей в этом ролике, брызги… Кваса. Кваса, которые на квас были не похожи. То есть, это было прям, ну, вау, но только вот не про продажи. Да, и мы с вами же находимся в отеле Бородино, где все пропитано гусарской балладой, и мы должны были с вами говорить про брызги шампанского, да, вот это вот красивое. А шампанское будет. А шампанское будет. После кваса будет обязательно шампанское. У нас получилось. Получилось. Мы видим картинку иная. Сим Салабин. Да, да. Ибн Хатаб. Видите, все по-настоящему. Это тоже же похоже на стори-тейлинг сейчас, ведь если бы не было этой картинки, было бы скучно, так нет. Есть экшен. Все, супер. Я не знаю, насколько вы там смотрите за тем, что происходит на Западе, но на самом деле мы так в среднем отстаем в рамках технологических разных, именно я сейчас говорю о маркетинговых технологиях, которые связаны с оптимизацией каких-то, работы каких-то каналов. кто там был, iTarget, например, который просто соединил, на самом деле, соединил Инстаграм и Фейсбук. И для России это очень интересная история. Почему? Потому что в России крупные, ну, вообще компании, они платят за Фейсбук и за Инстаграм карточками, у них нету расчетных историй в Америке, ну, имеется в виду, нельзя заплатить по там, соу. Они сделали интерфейс, которым объединили Инстаграм и Фейсбук, где ты можешь платить безналичными. Так вы безналичными за Инстаграм и за Фейсбук платить не можете. И на этом создался бизнес, и на этом они построили интерфейс и автоматизировали эту закупку в этих двух каналах. То же самое с там, не знаю, есть другие системы с контекстной рекламой, которые объединяют Google, вы ведете контекст. Вам надо и Google, и Mail, и, не знаю, и Яндекс все объединить в одном, потому что вам удобнее смотреть, не ходить в несколько интерфейсов и не следить за тем, что происходит. И это вот первые шаги, которые были с автоматизацией просто уменьшением количества рабочего времени. Например, в Google ввести вам контекстную компанию какую-то нам геотаргетинг, например, у вас там магазин, все эти магазины, окей, представьте, у них там 400 магазинов, это нужно на каждого магазина ввести отдельную компанию. Вы не сможете взять. Это гигантское количество труда, затраты и людей, которые вводят. И поэтому вот посмотреть на картинку, если на Штаты, перелистывайте. Эта карта, притом, по-моему, даже не новая. Вот можете представить, это сегменты технологических платформ, просто посмотрите, это 2015 год, 2016, 2017 год, ее еще нет, а в 2016 году их стало на 2000 компаний больше. Это вот в каждый берешь сегмент, какой-нибудь маленький сегмент, не знаю, видеореклама, дисплейная реклама, поиск, мобильный маркетинг, вот он email, вот гигантское количество компаний, которые, и это еще не все, это некие платформы, которые обслуживают части клиентов. И в течение последних пяти лет, шести, бум на этом маркетинговом рынке именно был связан с этими технологиями оптимизации и в первую очередь автоматизацией закупок. И это SEO-шные системы, у нас их в России четыре, в истории связаны с данными, просто с которые появились, вот они, большие кусочки. Все это крупные корпорации, Терн, Адоб, это крупные компании, которые представляют такие форматы услугов обработки, например, и соединения между собой различных кусочков технологий. и придумали этих технологий такое количество уже, что создавать их еще можно лет пять-шесть и даже придумывать ничего не нужно. Возникает сложность в том, чтобы они между собой были как-то связаны, их нужно было соединить. И это как раз и есть тематика именно автоматизации. И перейдя на следующий уровень, соединяясь между собой, например, компании, которые соушел-медиа размещают как iTarget в социальных сетях, они соединяются с компанией, которые хранят данные пользователей, и получается, что ты можешь использовать историю этого пользователя в закупке в том же фейсбуке. И вся проблематика как раз именно в этом соединении между собой. Вот отдельно CRM-системки, вот отдельно истории связанных. Если смотреть рынок по разрезу, то это как раз все категории и все каналы, которые дают вам возможность видеть аналитику, работу с бигдатой. И все приходит к тому, что нужно все объединить, и это как раз наступает эра такой автоматизации. Вот, если посмотреть, ну, как это все соединять, что каждое подключение одной системы к другой, и это процесс, на который надо потратить деньги, время, соединить вашу CRM, какую-то АМСРМ, которой вы пользуетесь, системой, которая, например, покупает в Яндексе контекст, и это нужно потратить, ну, не знаю, какие-то деньги и какие-то силы. И в этом вся сложность. Поэтому там это началось на Западе. У нас, это вчерашнее, я сделал вчера из коммерсанта, по-моему, прямо фотографию, как раз вчера Акар выдал наш рынок полностью, он его посчитал за 16-й год, это была вчера новость, в общей сложности, что это всего лишь 360 миллионов рублей общий рекламный рынок. Вот если сравнить с Америкой, то там 60 миллиардов, мы занимаем всего лишь очень маленькую часть этих денег, нам есть куда расти, и интернет из них всего лишь 130. Это все равно много для России, но почему бум, связанный с автоматизацией, который сейчас приходит в Россию, в силу того, что этих денег уже достаточно, их легко считать, и это уже рынок, в который начинает лезть и государство регулировать его каким-то образом, потому что он связан с данными, со следами людей в сети. И эти суммы уже, по крайней мере, они уже внушают доверие. Например, если взять рынок бытовой техники отдельно в России, то это полтора миллиарда рублей, утюги различные, весь объем рынка, то эти деньги уже переплюнул рынок в каких-то других сегментах. Если смотреть на Россию, это есть такая организация, интерактивное бюро, российское, но она на самом деле европейское, американское, в России есть подразделение, они ведут, начиная с 2010 года карту появления технологических компаний. Можно зайти на их сайт и внимательно посмотреть всю эволюцию прохождения, какие были компании, начиная от сайтов, здесь это как раз по-моему 2011 год, здесь практически одна-две компании в сегменте в услугах, рынок был абсолютно пустой в этой автоматизации. Если посмотреть, что происходит сейчас, это и то не последнее, последняя карта 2017 года тоже по-моему есть, она увеличилась тоже за пять лет, это более пяти тысяч компаний или стартапов, которые появились на этой территории, которые все потребляют вот эти деньги. Компаний так много и вроде бы все автоматизируется, поэтому история с техническими людьми становится для каждого из клиентов внутри, имеет техническую экспертизу, она становится все более актуальной. Но как раз с проблемой автоматизации, когда все это подключится, нужно еще пару лет возможно, чтобы все системы между собой соединились и создали какую-то общую экосистему. Понадобятся уже люди другого формата. Сейчас мы перейдем к как раз вот смотрите здесь появилось, этого не было несколько лет, отдельный стэк компаний, который связанный начиная с десятого года, связанный с реалтаймом, с отдачей статистики в реальном времени для каких-то систем. И если посмотреть дальше на срез, вы же все-таки тут маркетологи, как менялись в рамках появления за годы, появлялись некая экспертиза внутри маркетинга, внутри самих компаний или там маркетинг директоров, что сначала люди при появлении первого диджитала истории, это были в почете были веб-мастера, нужно было маркетинг-директору понимать, кто такие веб-мастера, как работает первый HTML, чтобы хоть какое-то представление иметь в интернете. Потом веб-аналитика был этап такой. С 15-го года, когда появились профессии, с 14-го даже, профессии именно диджитал маркетолог, они влезли, внутри клиента имеется в виду, они стали более актуальны. представляете, какой набор знаний должен был быть у этого человека. Он должен был понимать аудиторию, должен был понимать, как соединяются сайты, соуши, мобайл. И что произошло сейчас с 15-го? Еще больше экспертизы должен человек знать. И в конечном итоге вся эта экспертиза маркетников директоров стала главной. И диджитал коммуникации стали центром коммуникации, по крайней мере, после 15-го года. маркетинг чуть-чуть перевернулся. Что произойдет дальше, если смотреть в рамках другую сторону, брать агентства, которые обслуживают клиента. То раньше эти агентства поговорили, мы рекламное агентство, мы обслуживаем всех, придумываем, делаем им интегрированные коммуникации. в какой-то момент в 90-х годах деньги решили разделить. Одни люди должны планировать, другие люди должны покупать у других. Тоже рынок разделился. Это внутри агентств. Дальше они их разделили в 2000-х, это появились отдельные группы агентств. И следующий шаг с появлением как раз технологии, появились медиабайеры и пленеры, слились в одно и стали использовать некие общие инструменты автоматизации для закупки, для медийной рекламы именно, используя вот такие технологии. Я сейчас покажу. ДСП, диманс платформ, экшенжи и селс сайт платформ. Это то, что я говорил, как рынок разделился. И в конечном итоге, что придет, что снова все сольется, что медиабайеры вместе с креативом, вы говорите, вот вам рассказывали о вариантах АБ-тестирования каких-то креативов, какие-то лучше работают, какие хуже работают. Вы можете в реальном времени сейчас в системы отдавать любое сообщение и потратив там тысячу рублей посмотреть 10 сообщений, какое работает лучше. И вы можете выбрать сами даже выбрать, какое более эффективнее. Технологии есть уже внутри ДСП категории, есть уже внутри оптимизация, они сами принимают решение, какой креатив лучше показать. Потому что на основании того, сколько человек его видело, какая конверсия, они это видят все, потому что все пронизано все равно внутри некими пикселями. В конечном итоге все придет к тому, что медиаагентства, которые существуют, они будут использовать некие столы управления для этой закупки. Сейчас этот процесс идет уже, и все крупные агентства, и маленькие, все уже пытаются в этой теме делать что-то и создавать эти интерфейсы, через которые проще управлять всеми каналами. Сейчас это еще не совершенно, но через несколько лет все будет в одном окне. В силу чего это происходит, что если смотреть, что раньше в интернете, понятно, что много каналов есть, но если я говорю именно про медиа, то просто покупали раньше сайты и планировали, нам нравится газета.ру, там такая-то аудитория, мы купим газету.ру, и люди ставили кодики на эти сайты, крутили рекламу, ждали оттуда показов, конверсии, все считали. Это некие этапы перехода до 2013 года, когда контекст был, когда рассылки, речь-медиа появились, вот 11-й год появления как раз СПЕ, я помню, даже в 11-м году мы были где-то в Нью-Йорке, и там был СПЕ-конгресс, и в России там, да не было практически, был там Адмитат, несколько компаний, которые занимались СПЕ-м, а там в одном Нью-Йорке на этой конференции в одном Нью-Йорке было более двух тысяч компаний и партнерских сетей, которые занимали гигантское пространство просто из одного города, которые презентовались там на этой выставке, а у нас тогда ничего не было. И смысл изменения именно медийной парадигмы в том, что появились технологии и системы, которые могут в реальном времени понимать, что это за пользователь. Появилось понятие данных, где можно было на основании них принимать решения, и поэтому медиа, это сами площадки или сами они разделили, они ушли в одну сторону, а использование данных и агрегирование их, это превратилось в совершенно другой бизнес. А раньше медиа было всем, а так тут получилось две. Что общее, если брать тренды, я только начал, если брать общий тренд вообще по программатику, потому что программатик собственно это и есть программная закупка, это и есть автоматизация закупки сразу же во множество каналов. Если смотреть на общий срез, то в течение нескольких лет в конечном все говорят, что вся закупка в интернете превратится в программатическую, потому что зачем вам покупать и греть космос, показывать всем, охватывать всех, всех людей, если вы можете как в контексте покупать людей достаточно целевым способом, зная о пользователе, что он был у вас на сайте, смотрел что-то или двигался где-то, ну как обычной механика ретаргетинга, вы зная о нем что-то можете найти его в каком-то другом месте или купить дешевле, если смотреть общую динамику, то есть закупка РТБ сама себе, программатик имеется ввиду, это и не программатик, программатик это прямые закупки, это аукционные закупки, это в аукционе выбрать человека купить, второе это на определенных площадках купить, и не программатик, если посмотреть, то видите, она уменьшается, прямые закупки в интернете купить на сайте лента.ру баннер, резко-резко в конечном итоге уходит на нет, и все основные деньги, клиентские деньги уходят именно в программатические закупки, закупки, где вы можете четко, целево выбрать людей, трактористов, которые реально искали трактор. Сейчас это невозможно сделать, потому что поисковые системы закрывают эти данные. Они не дают возможности видеть запросы внутри Яндекса, внутри других Гугла, видеть эти поисковые запросы. Но в Европе это уже произошло. Есть DPI-ные форматы трафика, например, Ростелеком или кто-то крупные компании, кто поставляет трафик. Они видят эти запросы, они могут формировать, и можно будет покупать часть данных о этих пользователях, что они искали и где, не только в Яндексе и в Гугле. Это будет момент переломной в рынке и, скорее всего, он будет на следующий год в России, потому что государство само лезет, например, Ростелеком или какие-то крупные корпорации, все телекоммуникации, они все эту территорию понимают, что там деньги и что нужно туда идти. Я уже вкратце сказал, что именно автоматизация различных технологий, как Demand Site, платформа ТТ, кто позволяет купить дешевле или правильную аудиторию, Sales Site, которые объединяют нетворки, они все сливаются и интегрируются. Например, у каждого из ДСП, их там есть российские, есть западные на русском рынке, связанные именно с программатической закупкой. Они все должны быть… Отъясните, что такое ДСП? Это… Ну, вы покупаете контекст, да, все, наверное, здесь, да, вот у Яндекса вы покупаете контекстные размещения через такой самый бидер. Бидер – это тот некий инструмент, который делает ставку на того или иного пользователя. В данном случае ДСП – это Demand Site платформы, платформы со стороны покупателя, куда можно прийти, ввести деньги, как в контексте, да, только покупать не контекстную рекламу, а картинки, образно говоря, и показывать всем картинку, потому что картинки эффективнее, потому что картинки дают вам знания, это не просто текст, который надо читать, а картинки вам создают охват, картинки создают верхнюю часть воронки. Это как телевизор в конечном итоге. Чтобы там не говорили все про телевизор, все с ним борются, но я вот лично смотрим замеры, например, Тайд, в тот момент, когда ролик идет по телевизору, вот через неделю там в сетях замеряют продажи Тайда, у Бенкизера рост продаж на 30%, но вот с этим все равно бороться невозможно, поэтому интернет, он скорее всего увеличивает, подбирает и увеличивает частоту этих показов, которые в рамках кого не добили в телевизоре, потому что часть людей уходит все равно из телесмотрения и переходит в сеть, особенно молодежь. Сам рынок превращается в некие экосистемы, и вот таким образом все эти технологии, соединившись, кусочки, которых там много, они превращаются в свою небольшую экосистему, которой ты можешь управлять и сам выбирать там кого угодно, кто тебе нужен и решать свои задачи. Это, например, кусочек из Гугла, изнутри, из части, из интерфейса. Гугл уже представил возможность внутри в DBM, есть, я не знаю, вы AdWords пользуетесь или DBM, есть Google Display Network, определенная сеть, которая включена в аукцион, также в ADEX. Есть AdExchange гугловский, большой, мировой, куда вы можете взять, имея свой вот этот бидер, подключиться и купить там, не знаю, кого угодно, по каким хотите интересам, по каким хотите там, по количеству просмотров. Хорошо. Google в данном случае совершение, он, конечно, всех победил, но в России есть множество разных компаний, там и в Европе, да, которые независимо от Гугла приходят на рынок и продают свои знания об этих людях, о трактористах клиенту и покупают его в том же Гугле. Что еще повлияло очень сильно? Это вот как раз в рамках этой экосистемы программатика сложилось так, что эта программатическая закупка не может работать без данных. И данных, их три вида есть. Это ваши данные, ценность, вот вы как клиенты или вы там как обладатель какого-то магазина, к вам приходят люди на сайт, представьте, что вы их запоминаете и всех складываете в определенные папочки. В этих папочках они хранятся, эти люди, и вы можете использовать их куки или какие-то другие данные, там IDFA, устройство их, что-то еще, там множество параметров, которые можно каким-то образом запомнить, использовать их для своих компаний. И изменения на рынке и в России произошло именно почему? Потому что люди поняли ценность этих данных, что самое ценное, что есть, это люди, пришедшие к вам на сайт. И в рамках медийных компаний, если вы их будете использовать, то эффективность и построение воронки общего знания будет намного выше. Ну, как обычный там ретаргетинг, увеличивать по-любому там на 2-3 процента конверсии, если вы его используете. Его просто нельзя не использовать. Уже это обычный инструмент, который вы так же, которым все пользуются. Есть несколько видов данных, да, это first party данные, которые как раз связаны с вашим CRM, которых вы можете подгрузить там в Mail.ru. Телефоны загрузили свои, и по телефонам ваших клиентов, когда они входят в сеть, им показываются какие-то сообщения. Вы можете загрузить устройства, которые видели, что проходили мимо вашего магазина. Это распространенные кейсы, проходя мимо какого-нибудь Starbucks, Starbucks всех людей, устройства уже все включены или попадают в сеть. Вы их можете очень легко увидеть и даже через Google регрегировать и собрать в папочку. Просто кто прошел мимо. Вы берете этих людей, настраиваете на них компанию по рублю и покупаете только их, этих людей. И таким образом вы увеличиваете, не знаю, эффективность и аффинитивность с вашей. Вот общий стэк, если брать уже в последнее время, это тоже прошлого года, общий, это ТБшный, он стал более-менее популярным. Ну, у клиентов в среднем там может 15, уже 20 даже процентов бюджетов они пускают на использование с закупкой с этими данными. Компаний становится больше и больше, да, их они все рождаются там, как стартапы, в них вкладывают деньги, это вроде модная тема такая, но при этом не все выживают, не все. Это рынок такой стал конкурентным, вдруг ни с того ни с сего. И это история про данные, продолжаю как раз как пример, есть компания Клевердаты, которая одна из немногих в России, да, которая придумала некий софт, который просто на диске вам дают, вы его ставите себе на сервер и подключаете к своему сайту. И делите его странички, размещаете тегами, и они собирают внутри этой системки все эти данные. А система подсоединена к гуглу, к мейл.ру, к различным. И вы можете использовать эти данные и также другие данные, любые. Вы можете взять телефонную базу, не знаю, купить у кого-нибудь, залить в эту систему и через нее по этим телефонам купить в других в разных сетях. И это как раз территория называется Data Management Platform. Она будет развиваться сейчас активно, очень туда инвестируют множество, все, 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 телекомы, в импелком отдельно развивает эту историю. Как раз Big Data, о которой все говорят, вокруг этого шумят. Ну, пока сложно сказать, что из этого получится. На Западе это уже там такой комодити, это формат того, что ну уже все это используют. В России только сейчас это появилось и есть решения, которые можно и аутсорсить, и, ну, имеется в виду, и сами делать. И теперь даже модно внутри многих компаний, крупных интернет-магазинов, и Озоны, и там Ля Мода, они все имеют свои решения для хранения этих данных. Финалимся? Проблемы данных много-много, их надо как-то соединять, соединять их можно через устройство, и это мечта маркетологов, что всех соединить и превратить в кроссплатформенные коммуникации. Человек проходит там, ему это показали, тут вышло, сейчас там в наружной рекламе появился Digital, ты можешь, проходя мимо, он знает, что ты проходишь, тебе что-то показать. И это будущее, ну, все работают в этой территории, там крупные игроки в Европе, там, телекоммуникации объединяют там с какими-то крупными платформами для того, чтобы пополнять эти данные. Но самый важный для маркетинга момент, что изменилось с появлением этими данными. Представьте, что вы проводите компанию, у вас есть возможность похоронить эти данные где-то. Вы взяли отдельно, записали их телефон, это как CRM, но она немножко не CRM, это не конкретные персональные данные, это связь персональных данных и не персональных, а тех следов этих пользователей в сети. Вы складываете, на основании них вы вдруг видите, что люди у вас, не знаю, читают новости только вечером. Или, например, такие инсайты там в страховании, сейчас страхование актуальна история, что в рамках, например, основные конверсии в страховках происходит с восьми, в общем, это так, наверное, и есть, но это показывает систем, что с восьми вечера до десяти вечера происходят основные конверсии покупки ОСАГО. Вот так складывается, в силу того, что поведение человека, он не там приходит домой, возможно, или где-то находится. Но люди на основании этого сделали инсайт, что все основные компании свои, в разных каналах при том, они взяли и сегментировали аудиторию на основании времени, что закупать только вечером. Закупать и все основные активности должны идти только с восьми вечера до одиннадцати. Все остальные бюджеты они в другое время, они убили, ведут диджитал-коммуникацию с потребителем только в это время. И это оказалось достаточно эффективным. Это можно привязать эти данные к прямым компаниям, в наружной рекламе, их можно привязать к ритейлу, к программам лояльности. И цикл изменился, и проводя каждую компанию, проведя, вы снова собираете эти данные, и в этих дашбордах у вас видны результаты. И дальше вы видите снова инсайт. А как раньше, как вообще маркетинг живет? Есть креативщики, которые выдумывают, скорее всего, наши люди потребляют это. И они эти инсайты придумывают на основании этого креатив. И теперь и агентский, и рекламный рынок также меняется из-за этого, потому что теперь не надо придумывать. Теперь вы можете в дашборде посмотреть на деятельность, на действие или движение каких-то пользователей, и на основании этого сделать инсайт. Теперь вам его не надо абстрактно придумывать. И даже креативные агентства на Западе уже используют дашборды для того, чтобы смотреть за аудиторией и придумывать тот же самый креатив или коммуникацию просто. Что им сказать в баннере или придумать те же объявления? Олег, давайте отпускать на перерыв. Нет. Ну хорошо, быстро скажу. Понятно, что один из трендов, да, это мобильная история, что в прошлом году как раз сравнялась аудитория пользователей. Это все знают мобилы, да. И люди уходят в мобилку, особенно молодые. И там сейчас для вас, например, для всех клиентов, это важная история. В силу чего? В силу того, что там еще инвентаря очень много, много людей, много пользователей, и он дешевый. И можно на основании этого дешевой стоимости этого клика, стоимости показа, получать большое количество конверсий в конечном итоге. Поэтому все ринулись в мобильные истории, и особенно вот и на сети, сейчас у нас в России их нет практически, но на Западе там прям такой тренд. Но рост и начал наконец-то расти CPM. В среднем он всегда падал, потому что инвентаря и всего становится больше и больше, а мобилка наоборот пошла вверх. Вот это как раз показатель того, куда пошли деньги. Как сказал недавно один из собственников ритейла Теско. Теско я правильно называю эту сеть? Романтик. Это компания, которая… Они сказали, что сейчас задача бизнеса оказаться в кармане клиентов через телефон, потому что та дата, та информация, которую собирают, как ее можно сегментировать и управлять, это конечно же то, что уберет ненужный креатив. Мы сейчас говорим про ненужный креатив, и весь маркетинг будет основан как раз на аналитике и на таргетированных, направленных посылах на клиента. Ну да, общий тренд все равно персонализация, это устройство, потому что в каждом вашем действии в сети или клике все равно есть информация о вашем устройстве, и можно на основании этого, собирая это, следить и видеть какие-то закономерности. Я хотел обязательно сказать про новую историю, про нейтив, который хорошо появился, который сейчас популярен, это даже в гугл сделал себе в сервисе отдельно, можно купить очень непохожие на рекламу тексты или кусочки внутри встроенных сет, чтобы человек не совсем понимал, что это реклама и воспринимал. Это такой свежий тренд, непонятно как он работает, он должен работать, он должен считывать, робот должен считывать, что написано на странице и на основании ключевых слух подбирать туда показ, но такое сложно пока сделать. То есть это НЛП? Ну, робот это должен принимать решение. Google запустил, да, в российские, в России тоже есть компании, которые продвигают историю с нейтивом, да, и отдельно ее, она как такая головная идет, но с точки зрения технологии, это сложно, это в доли секунды, когда вы открываете страницу, вы должны рассказать другой системе, что на ней написано, о чем смысл, это называется контекстуальный таргетинг в крупных системах, там в AppNexus, в западных. Когда вы в доле секунды передаете, что написано, система должна подобрать, что стиральная машинка, а написано о стиральных машинках, и подставить туда именно стиральную машинку, еще и на основании аукциона. Ну, в теории это возможно, в практике, но только монстры это могут делать, как стартапная история сложная. Зал Кутузов, я предлагаю отпустить. Быстрый момент, скажу, что это вот один из, так раз, трендов, куда пускают деньги клиенты и как будет идти. Вот я сейчас смотреть, что это десктопы, баннеры для охвата, для имиджа и то, что конвертируется, то, что будет в двадцатом году, посмотрите, какое будет четкое изменение, оно очень сильно. Десктоп-видео, в первую очередь, да, вот оно. И второе серенькое, это мобайл-видео. 60% бюджетов к двадцатому году уйдут все в видео, потому что видео намного эффективнее. Сейчас уже, ну, самые первые там кейсы, Озон, там крупные компании, они уже делают мода на продуктовое видео. Они берут продукт с самой высокой маржинальностью, делают 15-секундный ролик, рассказывая об этих продуктах, как магазин на диване, и пускают его в YouTube. И стоимость клика может быть рубль из YouTube. И это оказалось неожиданно совсем, что видео стало работать на перформанс, на генерацию каких-то, генерацию какого-то трафика, и при том информирование, и вообще это, в данном случае, видео работает лучше и на охват, и на информирование о продукте. Это как тренд общий, да. А вообще дисплей падает, понятно, что стоимость дисплея сайтов с каждой, не знаю, в каждый день в России появляется около трех тысяч сайтов новых. Представьте, а все эти сайты хотят зарабатывать деньги, они все хотят окупать, они становятся в какие-то технологии, ставят себе коды и зарабатывают им, потихонечку платят. И сайтов становится так долго, так много, что стоимость этого CPM, по которому тысячи показывают, вы покупаете рекламу, она падает сильно. И поэтому эффективность переходит совершенно другие каналы, не в дисплей, а скорее в видео, потому что видео эффективно, и в мобилку. Здесь тоже вот быстро показано, что появляются новые форматы, это программатик директ, вот он вырастет, это значит прямая закупка, вам нравится сайт про мам, вы продаете памперсы, вы идете на этот сайт и программатически покупаете только тех мам, которые вам нужны, о которых вы знаете. Вот этот канал, и самые эффективные в медийке инструменты, они как раз идут в эту сторону. Кого есть, коллегу, коллегу, вопросы? Есть? Очень интересная информация. Я предлагаю сейчас всем, у кого есть вопросы, вместе с Олегом в зал, как это называется, Кутузов зал, ресторан, ресторан Кутузов, минут 15 мы вам дадим на кофе-брейк, и там вы обсудите, потому что информация действительно очень, ну, крутая. Похлопаем. А еще можно Олегу отомстить за то, что все-таки он говорил сокращение, говорил слово программатик, который все равно мало кто понимает. Программатик это и есть автоматизация. Так что мучайте Олега. Спасибо, коллеги. 15 минут в перерыв. И после обеда нас ждет разработка комплексных маркетинговых стратегий. Это здесь и в зале Уваров будут мастер-классы, доступные видео или видео, как основной источник трафика. Через 15 минут, друзья. Мы теперь поняли, что ЦРМ необходимо для бизнеса, для того, чтобы зарабатывать больше. Но на пути к любому свершению возникают иногда небольшие преграды. И Алексей расскажет, как небольшая преграда в виде человека и сотрудника… Совсем-совсем небольшая. Практически незаметная. Ерунда. Никто ее в упор не замечает, когда собирается внедрять. Начинаем. Окей. Тема мастер-класса. Сотрудники сопротивляются внедрению в СРМ-систем. Что с этим делать? Организационные, пиар, зарплатные и другие способы преодоления и профилактики сопротивлений. Спасибо, Дмитрий, за представление. Я организую отделы продаж, обучаю как руководителей, так и менеджеров по продажам, так и… Так, вот как раз руководители в основном и менеджеров по продажам, на этом ограничимся. И периодически в моих проектах присутствует тема внедрения СРМ-системы. Так же, как и внедрение новых зарплат, так же, как и внедрение скриптов в продаж, внедрение новых сервисов. И, вы знаете, я сегодня хотел бы рассказать о граблях. Мы в буквальном смысле сегодня пройдемся по граблям руководителя, которые встречаются, которые, в общем-то, неплохо бы предусмотреть заранее, но обычно, когда ставится задача что-либо внедрить, СРМ-систему в частности, думают только об автоматизации и забывают о том, что гладко было на бумаге. Кто такой? Так, вхожу в топ-20 лучших российских тренеров по продажам по версии salesportal.ru. Не сам себя туда включил. Я недавно понял, что надо делать эту оговорку. Меня спросили, вот с какой стати вы решили. Да не решал. В 2013 году этот портал делал рейтинг, изучал рынок бизнес-тренеров по их материалам, по проектам, по отзывам клиентов. И вот вдруг Урванцев тоже свой фейс неожиданно в 2013 году обнаружил в этом рейтинге. Было неожиданно и, конечно, с удовольствием хвастаюсь сейчас на каждой конференции этими регалиями. Введу передачу об умных продажах без скидок на Mediometrics.tv. Сайт, контакты, ну и так далее. Гладко было на бумаге. Мы решили внедрять CRM-систему. Компании, в частности, руководителю, директору, коммерческому, руководителю отдела продаж, конечно, это же нужно. Они понимают, зачем это требуется. Хватит терять клиентов, хватит терять сделки из-за того, что в очередной раз кто-то позвонил, кто-то кому-то не передал, не записав на каких-то бумажках, каких-то Excel, Excel уходит вместе с продавцом, когда он увольняется, ну и так далее. То есть руководитель понимает, что с внедрением CRM-системы у него в продажах должна наступить некая ясность, некая организованность. Но, как правило, сотрудники за эту идею голосуют намного менее охотно. Я так очень смягчил, согласитесь, эту формулировку. Чаще всего не голосуют со всем, потому что с внедрением CRM-системы большинство из сотрудников, привыкших работать по старинке, они прекрасно знают, им придется работать больше, им придется работать прозрачнее, их будут точнее, яснее, глубже контролировать. Поэтому, естественно, как любому нормальному сотруднику, среднестатистическому продавцу, этого не хочется. Что с этим всем делать? Я нашел несколько источников, вот тех самых граблей руководителя, которые не предусмотрены до внедрения, а неплохо бы об этом было подумать заранее. Источник номер один. Я назвал это так. Гранаты не той системы. То есть изначально ошибка допускается на этапе выбора системы для внедрения. Кейс номер один. В Татарстане один из клиентов. Крупное предприятие, производственное. Производство связано с металлом, с металлопрокатом. Работает, занимает 20% рынка. Это в России, СНГ и в Казахстане по своей продукции. Серьезная компания вызвала для стратегической сессии. Мы разбираемся. Проходим по брифу. Понятно, что у любого профессионального консультанта есть свой опросник, через который он должен обязательно провести своего клиента. И через полчаса опроса, честно, я понимаю, что похоже, дальше стратегическая сессия у нас может ничего с этой компанией и не сдвинуться. Потому что все ключевые, болевые точки, которые я должен диагностировать, там уже, скорее всего, пролечены. С подбором персонала хорошо. С стандартами, скриптами продаж все неплохо. Есть что дотачивать, но на самом деле, в общем-то, уже есть, просто по ходу дотачивай и доделывай. Я уже готовлюсь морально признаться честно клиенту, что не нашел его ошибок, и похвалить и сказать, слышите, огромное спасибо за приглашение. Скорее всего, здесь мою функцию можно считать выполненной. И доходим до блока CRM. И тут коммерческий директор выдает, вы знаете, ну никак, внедрили год назад, но никак не можем заставить сотрудников, вот само слово, заставить сотрудников ее заполнять как следует. Для нас CRM очень важна. Ну никак у нас вот постоянно до конфликта, до скандала доходит. Депримируем, привязали к зарплате, все равно, ну никак. Давайте сходим в отдел продаж и посмотрим, что у вас за CRM-система. Вы знаете, консалтинг окупился, действительно, за пять минут, просмотр этой CRM-системы. Была установлена, так, здесь, наверное, не очень корректно будет называть конкретные бренды, конкретные названия. Ну, скажем так, система одного из двух лидеров мировой IT-промышленности, и это не Apple, начинающаяся на букву А. Система. Нет, не то. Ну, не будем говорить, ладно, будет не очень правильно. Смотрю. И неужели, правда, ваши сотрудники вынуждены каждый день заполнять все эти портянки текстов? Вот огромный объем информации в полях, причем сделка, задача не будет выполнена, там встроены все правильные автоматические ограничения. Если сотрудник не возьмет и не сделает это, я смотрю, вот сколько раз они у вас проводят переговоры в течение дня? 15-20. Восьми часов и рабочий день. Я спрашиваю, вы знаете, вам хотелось бы увеличить эффективность? Мы же с вами говорим в том числе о том, чтобы они искали новых клиентов, а не только продавали постоянно. Конечно, нам очень хочется новых клиентов. У нас большой неосвоенный рынок, у нас еще есть, кого оттяпать у конкурента. То есть клиентов еще достаточно много. Хорошо. Тогда почему получается, по моим навскидку подсчетам, часа два, два с половиной, а то и три в день ваш сотрудник вынужден заполнять вот эти огромные портянки текстов, а не заниматься своими прямыми обязанностями. Звонить и встречаться. Звонить и встречаться. Чего вы хотите, если вы на вспомогательную, важную функцию, но тем не менее все-таки вспомогательную, рутинную, которую спокойно может выполнить человек намного более низкой квалификацией, которую спокойно может выполнить человек намного дешевле стоящий по зарплате, чем хороший продавец, вы нагружаете его таким количеством времени на эту функцию и удивляетесь, почему они мало звонят, почему они мало встречаются, почему они приносят мало новых клиентов. Смотрю эту систему. Дальше скажите, а где функции постановки задач? Где функции напоминала? Где функции рассылок? Где функции? Те, другие, третье, пятое, десятое, то есть классические функции CRM-системы, которые обязаны быть в любой CRM-ке для того, чтобы организовывать ту самую работу отдела продаж. Ну так как-то не предусмотрено. А кто был инициатором внедрения этой CRM-системы? Наш финансовый директор. Потому что система отлично интегрируется с учетной системой бухгалтерии, отлично интегрируется с чем-то другим, третьим, пятым, десятым, и по результатам работы этой CRM-системы есть единственный человек, который делает выводы по работе с этими клиентами. Это финансовый директор, но никак не руководитель отдела продаж. То есть CRM-система изначально выбрана ориентированная в прошлое. То есть влиять на работу продавца, руководитель через такую систему, может только по уже сделанным ошибкам. Он не может ориентировать ее в будущее. Хорошая CRM должна позволять контролировать и управлять работой продавца не после того, как он уже накосячил, а до того, то есть профилактируя эти ошибки. Ну, про, опять же, бренд я не буду называть, но кто знает, кто в теме, тот разбирается, что это за CRM-система. То есть изначальная непригодность. Второй источник сопротивлений, вторые грабли во внедрение CRM-системы я бы назвал так. Непригодность для переходного этапа. Типичная ошибка. Я считаю, что это ошибка. Руководитель отдела продаж на этапе выбора CRM-системы, посоветовавшись коммерческим, посоветовавшись генеральным, принимает решение искать сразу самую крутую, чтобы там была куча примочек, чтобы сразу интеграция со статистикой, интеграция с колл-трекингом, с рассылками, сразу все, и смс, интеграция с сайтом, и с 1С, все, 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 все. И что происходит, когда вот эту штукоину, иногда за большие деньги купленную, приносят, устанавливают в отдел продаж, и ребят радуют. С завтрашнего дня мы работаем по-новому. Они видят, что на освоение этой системы придется потратить черт знает сколько времени, сил, и все это время будет потеряно, отъедено от чего? То есть, исполнение вспомогательных функций будет отъедать время от основных. Догадайтесь трех раз, чего они начинают сопротивляться, потому что прекрасно понимают, что в то время, которое он будет набивать буковки в этой CRM-системе, учиться, разбираться, просматривать видео, хорошо, если там есть видео, прочитывать мануалы по освоению этой новой системы, все это время его клиенты будут звонить конкурентам, условно говоря, будут работать с конкурентами. То есть, мое глубокое убеждение для переходного этапа, особенно если мы не переходим не с одной CRM на другую, более продвинутую, а с уровня, там, например, с Excel на CRM-систему, то есть, каких-то совсем начальных уровней, CRM должна быть максимально простой. Только базовый уровень, только базовый функционал. Не надо дотягивать, докручивать все эти функции, фишечки, примочки, суперавтоматизация. Она будет после, когда вы вовлечете, ребят, они поймут, что эта штуковина им не мешает работать, а помогает. А иначе, много ли вы видели продавцов, которые обожают учиться, вот так прям тянутся, обучите нас новой CRM-системе. Мы готовы после работы оставаться всю неделю по вечерам, только вы мне проводите вебинары про CRM-систему, рассказываете про CRM-систему, обучаете меня. Много вы таких продавцов видели? Я ни одного. Хотя работаю в постановке продаж с 2006 года. Зачем нам изначально, вернее, потом работать с сопротивлениями? Может быть, их сначала не вызывать в принципе? То есть третий источник сопротивления – слишком много букв, как говорят молодежь, или слишком много функций изначально в этой системе. Хорошая система для переходного этапа должна быть совершенно базового функционала, должна осваиваться за 15 минут, причем желательно без просмотра мануалов, без этих каких-то огромных вебинаров от разработчика и так далее. Ну и третья проблема с этим же связанная. Часто CRM рассматривают как начало большого комплексного проекта оптимизации сразу всей компании. Генеральный директор сказал, с завтрашнего дня живем по-новому. И берут какую-нибудь ERP-систему, в которой CRM является только одним из модулей. Чем сложнее система, тем труднее она внедряется. И генерал сказал, мы сразу будем оптимизировать и склад, и производство, и продажи, и маркетинг, и бухгалтерию. Все. Что случается в 99% случаев с такими проектами? Догадайтесь, в трех раз, я думаю, здесь сидят практики. Да они тормозят, потому что очень сложно браться за все сразу. как только внимание в проекте оптимизации, изменений начинает ветвиться, начинает быть расконцентрированным, все везде лезет, везде трещит по швам, и ни за что, ничего не может получиться. Ничто не доводится до конца. Вот что с этим всем делать? Так, простите. Требования к CRM-ке на переходный период. Интуитивно понятный интерфейс, чтобы даже человек среднего интеллектуального уровня и средней работоспособности, ну, самых ленивых не берем. Мы их стараемся в отделах продаж вообще не брать. Но тем не менее, и таких, знаете, суперработоспособных не так уж много у нас в отделах продаж работают, за ними все охотятся и так далее. Вот человек средней работоспособности и среднего уровня сообразительности мог за 15 минут разобраться. Ага, вот так я завожу контакт, вот это сделка, вот это следующая сущность задача, отлично, все, через 15 минут базовые функции мною освоены, причем желательно без просмотра этих многочасовых вебинаров, каких-то огромных мануалов и тому подобного. Следующее, простота в освоении. Следующее, минимум самых необходимых функций, вот самые простые, элементарные, вы потихоньку их будете вовлекать. Иначе вы напоритесь на такое сопротивление, которое передавит всю энергетику руководителя. хороший отдел продаж умеет управлять компанией, хороший продавец управляет руководителем лучше, чем руководитель продавцами. Возможность заполнить карточку сделки за пару минут, с этого начать. А контакты, вот как в том, в той системе, о которой я начал рассказывал, и прочие, прочие, прочие реквизиты, да господи, пускай этим займется секретарь вечером, господи, возьмете студента, который на аутсорсинг вам это сделает лучше, быстрее, внимательнее, с вниманием к запятым и точкам, и лучше, чем вот эти продавцы. Наглядная простая статистика, и только в перспективе, да, было бы хорошо, чтобы возможно были все эти интеграции с почтерами, с ссылками, соцсетями, телефонией, и многие другие, чем сейчас, конечно же, совершенно закономерно, правильно увлекаются наши предприниматели. Следующий большой источник, то есть группа граблей, источник сопротивления к внедрению в CRM, назовем это так, спам-внедрение, когда руководитель абсолютно игнорирует тот простой факт, что там-то в отделе живые люди, у которых куча стрессов, и что бы он им в клювике не принес, какую бы новую идею он бы им не принес, они все равно самую замечательную его идею поначалу воспримут, как большинство других людей в мире, как угрозу, а не как возможность. У тебя в отделе продаж может быть 10 человек, из них двое звездочек, знаете, такие замотивированные, классные, которые могут ногой открыть дверь в любой кабинет, которые хотят расти и обучаться, много зарабатывать. Есть двое-трое совсем отстающих, и остальные, что у нас такое легкое болото, как говорится, куда поведу, туда и пойду. любое изменение большинство людей в мире воспринимает как угрозу. По-моему, даже где-то я встречался с исследованиями совершенно нейрофизиологическими, у нас центров, отвечающих за безопасность, за реакцию на угрозу в коре головного мозга в 10 раз, что ли, в несколько раз больше, чем центров, отвечающих за возможности, за позитивную мотивацию и так далее. И руководитель этого часто абсолютно не учитывает. Ну, классно СРМ, я попробовал, мне нравится. Сотрудники о-о-о-о, о-о-о, как сейчас разбежались. И спам-внедрение, я думаю, ни для кого не будет новостью. В свое время исследовали стадии, стадии принятия человека идей о неизбежных каких-то изменениях. Помните, отрицание, гнев, торг, депрессия и только пятая стадия принятия. Через это проходят все. Через это проходит большинство во всяком случае. Если руководитель этого не учитывает, если он не делает предварительного пиара этого проекта, он напарывается на сопротивление так или иначе. А дальше кто сильнее? Или ты будешь увольнять, будешь вынужден увольнять вполне в общем-то до сих пор эффективных людей, а сопротивляются в первую очередь любым нововведениям, в первую очередь эффективные продавцы. Почему? У него и так все хорошо. Ему на зарплату хватает. Он никогда не поверит, пока не проверит на себе, что от внедрения CRM-системы у него что-то расти начнет, зарплата, например, что ему это будет в пользу. И классически, если правильно мы с вами будем готовить этапы изменений, нам нужно спланировать классические три этапа. Разморозка, когда наша задача сначала размыть предыдущие когда-то сложившиеся нормы поведения, взгляды в этой компании. Внедрение новых нормативов, стандартов, способов работы и заморозка, их фиксация. Я в свое время мы с коллегами немножко похулиганили в одном из отделов продаж, когда поняли, что CRM внедрять надо, скрипты продаж внедрять надо, новые зарплаты внедрять надо, но там будет сопротивление по-любому. А терять этих людей владелец был абсолютно не готов. Был спланирован полноценный этап непрямого пиара подготовки вот той самой разморозки. Но тогда это была такая крайняя ситуация, мы понимали, что нужно совсем хулиганить. Неделю в компанию, по компании ходили люди в каких-то черных костюмах, заходили хмурыми в кабинет директора, через 15 минут оттуда выбегал директор и нервно курил дрожащими пальцами, держа сигарету в курилке, никому ничего не говорил, что происходит. Потом к нему в курилку убегал коммерческий, выбегал, потом главный бухгалтер, потом все ходили такие нервные, хмурые. Ну, что происходит с компанией, когда руководство хмурое и не объясняет почему, по ней ползут слухи, причем моментально, на первый же второй день, что происходит. Важно отследить, как только вот чуть-чуть там должен свое дело делать и чар, то есть смотреть, как только ребята начали рассеивать резюме в поисках работы, а слухи сразу негативные. Не о том, что у нас все растет, нет, у нас все падает, у нас рейдерский захват, у нас то, у нас все, у нас налоговые, у нас проблемы. Важно отследить ключевой момент, когда еще чуть-чуть и взорвется, то есть это внутреннее брожение, перевести в позитив. В определенный час вся команда собирается на плацу, условно перед кабинетом директора, выходит генерал и объясняет, ребята, такая история. У нас как в старом анекдоте, помните, в публичном доме приходит клиент и одна девочка к нему в кабинет зашла, через 20 минут выходит кошмар, кошмар, кошмар. Вторая тоже через полчаса кошмар, кошмар, кошмар. Третья, четвертая, пятая. Мадам решила уже сама сходить посмотреть, поправила прическу, заходит, выходит через полчаса. Ну да, кошмар, кошмар. Не, не так. Ну да, ужас. Не кошмар же, не кошмар же. То есть директор озвучивает, вы знаете, да, ребят, у нас сейчас действительно сложности. Какого плана? Мы решили захватить новый рынок. Да, конкурент вывели новую линейку продуктов. Да, есть, ну, озвучивается подготовленный, подготовленный список сложностей, с которыми встретилась компания, но вот не такого уровня, о котором думали и говорили люди в курилках, разных переговорных. И мы можем это все сделать. У нас подготовлена программа преодоления этих препятствий. Вариант первый, мы будем вынуждены сократить 30% персонала. Или, то есть там делается пауза, или, ребят, мы подготовили другой, альтернативный способ. Если мы с вами внедрим новые технологии работы, такие, 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 куда входит CRM, скрипты продаж, новая зарплата и новая воронка продаж, мы обойдемся без сокращений полностью. Мало того, вот вам бизнес-план, мы всю эту неделю его считали, проверяли, мы знаем, что через 3 месяца у нас все вернется на прежний уровень, через полгода у нас будет повышение зарплат, повышение эффективных и тому подобное. То есть кнут и пряник. Только что со свежего проекта вернулся, а, ну вот, тот проект, тьфу-тьфу-тьфу, да, из 15 человек отдела продаж уволилось двое. А остальные пошли за компанией. Хорошо, ребят, мы не хотим отсюда выходить. Раз все так, ладно, мы подзатянем пояса, да, мы упремся. И самое главное, ради чего это все делалось, огромный проект изменений прошел легче без этих классических сопротивлений, которые бывают в каждом проекте, если не подготовились. То есть пускай даже мы вовлекали их постепенно, пускай не сразу они поддержали, но не было вот этого хотя бы латентного саботажа, с которым сталкивается любой руководитель. Я только что вот вчера вернулся, например, из Ульяновской области, там с колл-центром, там мы немножко CRM, а больше скриптов продаж. Мы эту же технологию, но уже в более позитивном ключе, мотивационном ключе мы сделали, реализовали точно так же. сначала разморозка, потом внедрение, потом заморозка технологий. То есть мы сначала исследования и на исследовании на стратегическую сессию три месяца назад мы пригласили, что важно, не только руководителей, но самих сотрудников. Пригласили трех лучших продавцов. Изначально поставили руководителю, заказчику такую задачу. Нам нужны те девочки, ну там женский отдел продаж, те девочки, которые хотят расти, у которых уже сейчас получается, которых уважают в коллективе. Лидеры и по работе и личностно, то есть авторитетные сотрудники. Нашли, выбрали из 20 человек выбрали трех таких девочек и их вовлекли в процесс разработки скриптов продаж, в обсуждение изменений. Это рядовые продавцы наряду с руководителем, коммерческим директором и с генералом участвовали в настоящей стратегической сессии. Вместе с ними показали им новую CRM, вместе с ними показали структуру скриптов, по которым они теперь через три месяца после того, как мы их разработаем, будут работать, принимать входящие звонки. Вместе с ними сделали все на процентов так 50, спросили их совета, они участвовали в мозговых штурмах, с огромным удовольствием они это делали. А потом получается где-то два с половиной месяца мы работали в тесной связке с ними. Мы из Москвы, наша команда, они в Димитровграде Ульяновской области, мы через Google документы с ними тестировали эти новые скрипты, они звонили, а мы вместе с ними адаптировали CRM систему под их новую специфику, под их новую воронку, они постоянно давали нам обратную связь. Вот неделю назад уехал туда, провел двухдневный тренинг и три дня внедрения, на второй день внедрения к концу посчитали и охнули. Новичок, которая до сих пор не очень хорошо разбиралась даже в продукте, там продукт достаточно сложный, аппараты для домашней физиотерапии, сделала стопроцентную конверсию, офигели все, приняла 14 звонков, из которых 14 продала этих аппаратиков. Первая такая ситуация, упали. Кстати, это следующий этап, о чем я хотел бы поговорить. Иногда имеет смысл сразу руководителю настраиваться о том, что со старичками ты наткнешься на сопротивление в 100% случаев, какими бы полезными, продвинутыми и качественными не были твои подготовленные изменения. Может быть сразу задуматься о том, что может быть проще новых нарожать, чем этих отмыть. Переучивать всегда тяжелее. И вот как тот новичок, у которого еще нет других альтернатив, он не знает как работать. Ему дали эту книгу скриптов. Она для него как отча наш. Она хватается за нее вот эту за книгу о здорово мне поможет вот это продавать. Она молится на эти скрипты, она учит их по ночам наизусть. И когда она выходит после тренинга, после этого заучивания, после кучи ролевых игр в разговоры с живым клиентом, она боится отступать от этих скриптов. А что делают старички? А старички да все это ерунда. Я сам знаю, я сам умею, я лучше вас разбираюсь. И косячат, и ошибаются, и снижают конверсию и так далее. Я заканчиваю. Вижу, да, друзья. Про автоматизацию хаоса. Я думаю, за сегодняшний день на такой конференции вам уже много кто сказал. Важно, если мы внедряем CRM, не оптимизировав свои бизнес-процессы, мы… не надо удивляться, что если мы не привели в порядок бизнес-процессы, мы автоматизировали беспорядочный бизнес-процесс. И получив, автоматизировав хаос, мы получаем всего-навсего автоматизированный хаос. Сначала нам нужно навести порядок в воронке продаж, в том, как здесь организовано взаимодействие, и только потом внедрять любые компьютерные программы. Ну и пятый, последний пункт, откуда растут сопротивления, когда команда не видит и не верит, не видит решимости и не верит в решимость и силу своего руководителя. К сожалению, вот в это все равно все упирается. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Когда руководитель всерьез, не для игры, понимая, что это мотивационное мероприятие, а действительно всерьез идет к сотрудникам, ребят, как вы думаете, вот они пора… Я слышал, что CRM у конкурентов отлично работает, не пора ли нам внедрить CRM-систему? А не пора ли нам внедрить скрипты продаж? В 100% случаев, если мы начинаем не играть в мотивационных целях, а устраивать настоящую демократию, вот так всерьез в это поверив сами, как руководители, мы получаем отторжение, потому что на этом этапе сотрудники принимают решение из какой точки, из какой позиции, из позиции сложившегося положения дела. Чтобы увидеть перспективу, им нужно встать на ступеньку вверх. К сожалению. Ну что ж, друзья, у вас есть возможность, вот редко, обычно на сайте это не выкладываю, такой стандартный способ лидогенерации. Мне интересны контакты тех, кого заинтересовало мое выступление. Даю полчаса диагностики, консультации, проблем и задач в ваших отделах продаж. Эти полчаса будут бесплатными. Они будут настоящими. То есть я сразу, наверное, сниму страх, что ты будешь впаривать свои услуги, ты для этого. Да, я делаю это для того, чтобы найти тех клиентов, с которыми можно потом войти в платные проекты, в оплачиваемые нормальные, реальные, настоящие. При этом вот эти полчаса будут как за деньги, полноценные. Я не планирую впаривать, не планирую навязывать. Подходите после этого выступления, оставьте визитки, с вами мои сотрудники и свяжутся. Полчаса реальной, настоящей диагностики и консультации по проблемам в ваших отделах продаж. Что сможете, внедрите сами. Не сможете, ну, позовете кого-нибудь из специалистов, которые выступали здесь. Может быть, Урванцева позовет. Окей. Спасибо большое. Мои контакты на экране. Надеюсь, было полезно. Спасибо. Сейчас, Алексей, подождите. Я практически уверен, что будут вопросы, на кои у нас есть. Я превысил свой лимит пять минут на вопросы. Меня мучает совесть. Это ваша карма, Алексей. Ровно неделю назад я был здесь на обучении по стратегическому менеджменту у Фридмана. И как раз одним из блоков, которые мы обсуждали, это было внедрение систем, которые касаются отделов продаж. И каким мы пришли решением, да, ну, такие они поверхностные, что внедрение CRM-системы, ну, во-первых, вы должны понимать, что это не панацея, да, это элемент системы должен быть. И если отдел продаж работает в CRM-системе, а всем остальным плевать на отчеты, на данные, то смысла от этого какого-то большого не будет. Это раз. Два. Прежде чем вводить какие-то изменения в отдел продаж, мы подумали, что в унисон тому, что сказали вы, имеет смысл подготовить отдел продаж. Одно обучение, второе обучение, для того, чтобы они внутри себя захотели каких-то изменений, для того, чтобы они увидели для себя в этом какую-то пользу и ценность, и когда им предложили инструмент, который позволит это все делать, они были бы там счастливы. Какие у вас есть вопросы к Алексею, потому что тема, которую обсуждали, она очень важная. И каждый из вас, кто пока еще не внедрил у себя систему, CRM-систему, поверьте, он с этим столкнется. И тут он окажется один на один с менеджерами, от которых зависит доход компании. И в этот момент от вас уйдет, дорогие друзья, иллюзия, кто управляет компанией, как правильно сказал Алексей. Поэтому пока есть возможность, задайте вопрос профессионалу-эксперту, и он с удовольствием поделится. Да. Могли бы сказать какие-то золотые правила мотивации при построении отдела продаж, есть ли особенности… Уравнировка не наш принцип. Командные способы мотивации, вот все эти, от коллективного результата, это зло, это дьявола, это те способы, которые, скажем так, оставляют в отделе продаж только слабых, которых эта система подтягивает, а лучших обижает, потому что наработали всей командой, но лучшие звездочки прекрасно знают, что там условно 50% дохода это я принес этой команде, а почему-то премию с моей работы получает тот, кто там бегает в садик к ребенку каждый день на два часа раньше работы, приносит в 10 раз меньше денег в компанию, чем я, болеет там две недели в месяц, почему-то почему я должен его тянуть, и через какое-то время эта система лучших прекращает устраивать, то есть первый золотой принцип никаких вот этих командных мотиваций, зло, абсолютное причем, правда же не командная игра, это сугубо индивидуальная игра, хотя, конечно, строить систему, систему из этих индивидуальностей, из этих личностей, конечно же, нужно, когда мы строим систему, например, конвейерную, когда у нас есть активаторы, дожимщики и аккаунт отдела, например, когда мы воронку продаж делим не горизонтально, а вертикально, у нас уже появляется система, у нас появляется не толпа партизан, а у нас появляется регулярная армия, то есть второй принцип, хорошая система мотивации всегда отражает структуру бизнес-процессов в вашем отделе продаж, думайте о том, чтобы продавала система, а не люди, за которыми сложно охотиться, их трудно находить, делайте так, чтобы в вашей системе могли продавать люди даже средних способностей. При внедрении CRM в систему, соответственно, сразу же хочется… А, и про внедрение CRM, конечно же, на этапе внедрения правильность заполнения, эффективность должна стать одним из KPI. Один из KPI в зарплате сотрудника отдела продаж, то есть он должен быть депримирован совершенно реальным рублем, если вдруг выяснили, что контакты в CRM-системе заполнены неправильно, неполностью. Вопрос дисциплины, получается. Вопрос дисциплины, да, совершенно верно. Соответственно, при назначении плана, да, плана продаж, соответственно, вот то, что касается вознаграждения, относительно недавно услышал, что продажник, тот, который выполняет план, должен получать в три раза больше, чем тот, который не выполняет. То есть это просто как к правилам не относится, или это действительно работающая? Вот в три, не в три. Я бы с самой цифрой, наверное, поспорил, но сам подход правильный. Тот, кто выполняет план, то есть позволяет компании прогнозировать свое развитие, самое важное, прогнозировать свое развитие, стабильно прогнозировать, тот должен зарабатывать, конечно, больше, чем тот, кто работает неровно. Еще вопросы, коллеги? В этом алгоритме, который вы сказали, я думаю, что те, кто регулярно не выполняют планы в отделе продаж, должны ли они там, Алексей, находиться? Должны ли они там, в принципе, находиться? Конечно же. Тогда в этом контексте может быть и в три раза больше, потому что тут ноль. Так. По срокам внедрения отдела продаж, в среднем, там сильных сопротивлений нет, или в среднем, сколько это получается? Ой, от нуля до бесконечности. То есть от недели до бесконечности. То есть по-разному, да? Да, конечно. Я знаю такие компании, которые годами все внедряют, внедряют и не могут внедрить. А по вашему опыту… По тем причинам, которые я назвал, например. А вот с вашим участием в вашей компании, когда вы помогаете внедрить систему, то тренинг… В среднем месяц-полтора. Это месяц-полтора до эффективного использования серой мэрии или просто знания людей? Месяц-полтора до того этапа, когда сотрудник забыл, как работать по-другому. Месяц-полтора до того, просто мне приходится работать с намного более сложными системами. То есть мы внедряем скрипты продаж, разрабатываем и внедряем максимально подробные. А это намного сложнее, чем установить компьютерную программу и вообще научить людей работать по достаточно таким понятным, простым алгоритмам. Скрипт продаж – более сложная система. Мы разрабатываем его два месяца, зато внедряем потом неделю. И вот результат, который я сегодня вам рассказал. С Алексеем внедрение ЦРМ – это цель, со всеми остальными – это путь. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Друзья, спасибо большое. У меня есть визитки, подходите, надеюсь, было полезно. Похлопаем, давайте. Очень хорошее выступление. Я еще где-то час здесь, подходите, в перерывах можно будет пообщаться за тренинги, обучить бесплатная консультация и диагностика. Честное, без навяливания наших услуг. 30 минут, мы помним. Спасибо. Итак, сейчас доклад. Мне кажется, что с одной из самых важных формулировок, как поднять прибыль партнерской сети в два раза за счет автоматизации канального маркетинга. Как поднять в два раза, это всегда интересно. Расскажет нам это Александр, основатель и SEO-агентства Advanced Business Development, официальный представитель Elastic Grid в России и странах СНГ. Александр? Раз, два. Да, я рад вас приветствовать, коллеги, на конференции. Мы здесь небольшой технический вопрос решаем, просто у нас есть очень забавный кейс для вас с нашими зарубежными клиентами, заказчиками, поэтому хотим их подключить онлайн. Я начну, я надеюсь, что мы решим это, организаторы решат этот момент. Can you hear me? Андре? Эва? Yeah, they can hear me. Окей. Так, для вас я начну, потому что сейчас сбился. Так, смотрите. У меня на самом деле всего 20 слайдов и 25 минут. Из этих 25 минут я хочу вам уделить 10 минут на реальный кейс, чтобы вы посмотрели. и хочу рассказать о том, как действительно можно поднимать продажи в два раза. Собственно говоря, цель, зачем вам нужна эта презентация, да? Хочу рассказать о том, что есть способ, как в два раза увеличивать прибыль и добиваться таких показателей в течение следующих нескольких лет. Особенно, когда ваша компания занимается продажами в B2B-сегменте, то есть партнерскими продажами. Это могут быть агентские продажи, это может быть какая-то филиальная франч-сеть. Все, что подходит под партнерские продажи. О чем я вам расскажу, да, вот в этой презентации. Хочу, чтобы вы погрузились немножко, поэтому ваше внимание, еще ваше внимание потребуется для одного интересного момента. В конце презентации я проведу небольшой розыгрыш на классный приз, я считаю, такие хорошие наушники. Мы потом победителю их вручим. Так вот, о чем я вам расскажу? Я расскажу о более канального маркетика, собственно, почему это возникает, да, и как в канале это решить, потому что решения прямых все знают, а вот как это с каналами решить. И какие решения есть, какую систему мы хотим предложить, и что система это лишь инструмент. Это такой же инструмент, как CRM, который только что озвучивали. Это грамотный подход, комплексный к построению партнерских продаж. Начну с того, что я расскажу немножко о себе. Да, я управляющий партнер агентства Advanced Business Development в России. Также агентство является официальным представительством компании Elastic Grid. это платформа для автоматизации канального маркетинга. Платформа, которая сотрудничает с такими клиентами, как NetApp, Veritas, Juniper, Google, теми компаниями, которые работают по партнерской модели продаж. Возможно, вы знаете, там еще целый список, там порядка 500 крупных партнеров обслуживается. Вот. И еще один забавный про нас момент. Advanced Business Development является, выпускает, точнее сказать, рейтинг, лучшая партнерская программа в IT. Такой рейтинг мы в этом году выпускаем на площадке T-Advisor. Это информационный портал о высоких технологиях. Со следующей недели, с понедельника, следите за порталом, тому, кто интересен, вы узнаете о рейтинге. Это такой официальный рейтинг под редакцией самого портала. Неофициальная версия со самыми вкусными комментариями с нашей стороны будет на нашем блоке. Собственно говоря, адрес сайта будет в конце презентации и также на моих визитках, которые вы можете получить после моего выступления. Вы зайдете, посмотрите, это будет интересно. Так вот. Понятно. Смотрите, есть две стороны одной купюры. На одной купюре это 100 долларов нарисованы. Это более у нас такого IT-производителя, который хочет много денег, но продавать через партнеров, он сталкивается с рядом проблем. Это и не знание всех клиентов, с которыми работает партнер. Это такая достаточно важная вещь, потому что партнеры показывают только тех, с кем они уже закоммитились на какие-то действия, с кем уже дошли до этого решения, до конечной продажи, надо выставлять счет на продажу или помочь в предпродаже. А со всеми остальными, с кем он работает и как он с ними прорабатывает, в принципе, вендор в большинстве случаев даже не знает, что там происходит на самом деле в этом айсберге под водой. Ну, есть еще нежелание самих партнеров там с контентом как-то работать. Низкий процент партнеров со способностью самостоятельного маркетинга. Расходы в пустую на партнерский маркетинг. Это как раз та часть, наверное, которая достаточно важна. То есть любой производитель он изготавливает, тратит силы, ресурсы, заказывает где-то в агентствах какие-то материалы. А какую часть из этих материалов использует партнер и как он их использует, ну, сложно отследить. Кроме совместных каких-то партнерских конференций в большинстве случаев непонятно. Ну и, собственно говоря, к этому приводит и сложность измерения. То есть вы тратите деньги как производитель, на что-то там они расходуются. А как это мерить, вообще непонятно. Ну, как у 100 долларов, да, есть там 100 долларов, так с другой стороны есть оборотная сторона, да, есть и партнеры, которые тоже хотят зарабатывать деньги вместе с вендорами. Они не зря с ним участвуют. Это же партнеры, это ядро бизнеса вендора, это та движущая, продающая силы, на которой опирается. И задача вендора удовлетворять потребностям партнеров, чтобы предоставлять нужные инструменты для решения задач. А когда инструменты, собственно говоря, не предоставлены, то и партнеры так для галочки висят на сайте и ничего не делают. А у партнеров-то свои чаяния. Они точно так же говорят, что у нас, да у нас и нет маркетолога, да, ну вот там есть девочка, она там что-нибудь там печатает в листовке, вот на весь наш маркетинг, да, мы же продаем, нам самое главное дайте продавать, да. Есть ограниченность в выборе приемлемых маркетинговых тактик. Они действительно привыкли, ну позвонил, ну позвонил, там отправил письмо со ссылочкой на что-то там, да, то есть вот там пришло что-то от вендора, он переслал. Ну вот такие тактики базовые, мало инструментов для продаж, да, вот опять же говорю, есть FTP, да, и с этого FTP-шник говорит, ну скачайте там, ну он там что-то порылся, нашел интересное, хорошо, если ему еще подсказали, как это сделать. Ну скачал он там или с портала из всего набора, ну что-то из этого, того, что скачал опять отсеял и в своем понимании отправил. Все, на этом все закончилось. То есть и трудности создания, и вместо платформы нужно так, ну адаптированно к региону маркетинга. Представьте там, да, даже в странах СНГ, да, партнеры хотят, каждый на своем языке получает контент. Вот, хотел спросить, у нас есть минутка, возможно кто-то как раз из этого сегмента, вот какие еще вы знаете проблемы партнеров? Так, на вскидку кто-нибудь что-нибудь скажет? Ну хорошо, я тогда продолжу. Вот, есть выход, который вот по нашему мнению, он действительно достаточно интересный. Это автоматизация как раз маркетинга. Но автоматизация не просто, автоматизация именно канального маркетинга. Автоматизация, которая приводит на к упрощению масштабирования, когда создается единая платформа, есть на этой единой платформе создан контент достаточно качественный, продуманный со стороны вендора, и этот контент доставляется в едином виде однообразно всем партнерам. То есть все партнеры получают одинаково качественный контент с удобной, грубо говоря, инструкцией в три кнопки. сделал три движения и твой качественный контент пришел твоим партнерам. Представьте, твоим клиентам. Партнерам не надо иметь высококвалифицированных маркетологов. Не надо там много знать, не надо выбирать ничего. И пришла готовая компания. Вот отправь эту компанию своим клиентам. Все. Или отправь несколько компаний, которые по порядку идут. Сделай вовлечение. И получается, что 10-15 партнеров одному клиенту пришлют рассылку. Какова вероятность, что это сработает? Какова вероятность, что такой клиент купит быстрее? Ну, получается, людская молова работает в этом случае. Вот. Я поделюсь с вами инсайтом как раз исследования, о котором я говорил. Забавный момент, что вот провели мы исследование, рейтинг сейчас выходит. И сегодня ноль вендоров, даже международных, используют автоматизацию канального маркетинга. Все продолжают работать напрямую с конечными заказчиками либо в общем с рынком. Не работая с тем пулом партнеров, с тем пулом заказчиков у партнеров, которые есть. Это означает, что в принципе компании недополучают прибыль. И по нашим оценкам это до 100% прибыли ежегодно. То есть не видят тех всех заказчиков, с которыми работают партнеры. И собственно говоря, подтвердить это я хочу как раз кейсом с представителем компании NetApp Eway Pets, которая является маркетинговым менеджером по Middle East Восточной Европе и Африке, Ближнему Востоку, Восточной Европе и Африке. И маркетинговым менеджером компании партнеры из Восточной Европы Lasting. У них такой сейчас проект по Восточной Европе идет, где как раз партнеры и тестируют эту платформу, которую вместе совместно с Elastic Grid используют NetApp для своих партнеров. У нас девушки сейчас онлайн. Евы Can you hear me? Ну, я не знаю, мы сейчас уже время не будем тратить, я тогда уже расскажу, потому что что-то случилось со связью у нас. Давайте так расскажу. К сожалению, организаторов нет. NetApp, если так вкратце, то это глобальная компания, входит в Fortune 500, 6,1 миллиард прибыли в 2015 году, и у нее есть такие простые задачи. Это поддержка всех своих глобальных партнеров, причем там партнеров уровней дистрибутор порядка 300, да, 50 плюс, точнее сказать, дистрибуторов, порядка 3500 активных реселлеров, технологических партнеров, собственно, предоставить им готовые инструменты качественные и, собственно говоря, прослеживать выполнение всех программ через единую какую-то платформу спроса. Вот почему компания NetApp остановилась на Elastic Grid, потому что система позволяет создавать комплексные компании, которые в себя включают целевые страницы, рассылку, что у нас там, сообщения в социальных сетях, баннеры и единую аналитику, вот аналитику и отчетность в едином окне, да, по всем партнерам сразу. Я вам даже далее покажу. И вот платформу внедрили настолько, ее внедрили бесшовно. Сегодня партнеры компании NetApp, когда входят в эту платформу, они фактически входят через персональный кабинет партнера. Компания проводит обучение таких партнеров и команд партнеров, помогает компаниям разбираться с поддержкой, проверяет работу компании, помогает отстроить, ну и собственно говоря помогает совместно разбирать отчетность и оптимизировать партнера. Таким образом получается некая комплексная доставка контента от вендора ко всем клиентам каждого партнера. То есть и под ключ получается, вот еще раз я прокажу эти моменты, то есть это бесплатная встроенная маркетинговая поддержка, брендирование посадочных страниц, все это работает. Причем каждый партнер может под себя настроить все свои контактные данные, там фактически стандартные поля, как при регистрации в интернет магазине. Получает результат, причем может материалы свои дополнительные подгрузить, а получает результат того, что качественный контент от вендора приходит сразу ко всем его клиентам. Причем платформа построена таким образом, что вендор не видит всех имейлов, но он видит активность по каждому партнеру, что позволяет еще дополнительно строить систему мотивации каждого партнера на основании его активности в этой системе. Причем компания LastingGrid позволяет еще как сервис дополнительный проводить рекрутинг партнеров в систему, вовлечение партнеров в систему обучения, что в принципе приводит к таким результатам у компании NetApp, что порядка 350 партнеров присоединены к программе, рост осуществляется на 57%, на 140% увеличилось количество регистраций лидов. И в принципе в конце за год получаем такой результат, что количество сделок 1300, 50 миллионов оборота компании прибыли получает. Для партнера же, дальше кейс шел у нас про партнера собственно говоря из восточной Европы компании Lasting. Это достаточно хороший инструмент, у него есть задачи продвигать решения, он value этот партнер, у которого целый пул решений. У него задача есть с конкретным вендором продвигать его там конкретные решения. За ноль инвестиций получить хороший инструмент. Вот они получают за бесплатную такую платформу как партнер, получают себе этих 11 профессионально созданных компаний, на которые не надо тратить ни ресурсы, ни время, ничего собственно говоря. И получают там 11 сделок в течение года. И сумму на полмиллиона закрывают. В принципе для компаний из рынка Румынии это достаточно хороший показатель с такой платформы. Здесь у нас еще дополнительная информация. Презентацию можно будет скачать, потом ознакомились. Я вот хочу остановиться на вот этих слайдах. То есть вся система там пошагово достаточно все интуитивно понятно, но вот это очень интересные слайды именно уже из живой системы отчетности компании NetApp. Когда мы видим, что проведено там за период полгода там сверху посмотреть, вот здесь, вот у нас это реальный период там полгода с октября. Проведено зарегистрировано компанией, то есть те компании, которые были созданы. Полноценные компании там с посадочными страницами, с рассылками и со всем. Там количество у нас показателей того, что происходило с этими компаниями, кто делал, количество посетителей. Самое главное мы видим даже количество то есть там произошли реагирования на кнопки по call to action и вот эти реагирования считаются у нас следами по определенной механике. Причем вот второй слайд отчетности. То есть можно прям по дням смотреть, какая компания когда производилась. В какой-то конкретно день была запущена 21 раз вот такая компания и два раза вот такая компания. Можно посмотреть это по всем партнерам и так далее и тому подобное. То есть полностью детальная информация, как каждый партнер ваш отрабатывает с контентом, на который компания тратит ресурсы, деньги и так далее. Пример интерфейса как раз создания компании. Интерфейс у нас на русском языке поддерживает еще плюс 10 языков, что в принципе достаточно удобно. Вот там пример здесь снизу пример посадочной страницы сразу идет, можно посмотреть, есть настройки компании. Все достаточно интуитивно, просто и понятно. Опять же в конце презентации будет мой имейл, визиточки возьмете, присылайте ваши запросы, мы организуем для вас специальный более расширенный доступ на портал, демо доступ, чем если вы сами пройдете на регистрацию, плюс наши консультации, вы посмотрите, протестируете, ну и сможете в принципе создать, наладить компании, протестировать, как они отработают, покликать, пометь, что достаточно все интересно и интуитивно. автоматизация маркетинга это составляющая, которая работает тогда, когда настроены основные бизнес-процессы компании, когда настроено комплексное развитие партнерского канала. Еще вот одна цифра, да, тут исследование. 70 партнеров, это парадоксально, но 70 примерно процентов партнеров по рынку сегодня, вот на сегодня у IT-вендоров неактивно. они это заявляют, что вот прям при 900 партнеров у нас там 300 спят, 300 только активных, 600, ну непонятно, кто это такие. У нас есть кейс, да, когда мы столкнулись с ситуацией в одном из вендоров, как раз было много таких вот неактивных, спящих, маленьких партнеров. Мы провели аудит по нашей технологии без дев в такой компании, сегментировали таких партнеров, выявили самых активных, те, которые хотят работать. С ними, значит, провели подготовку, наладили бизнес-процессы, наладили маркетинг, коммуникацию, поддержку, обучение. И потом наладили, в принципе, базовые человеческие взаимоотношения с партнерами. Потом масштабировали эту технологию на глобальный рынок. Результатом полупоследовало то, что мы получили примерно 20% прироста ежегодного выручки на глобальном уровне. То есть даже маленькие партнеры, которым дашь качественную поддержку, при том, что на тот момент у нас еще даже такой платформы не было, когда был этот кейс. Я думаю, что сегодня даже процент можно поднять. Потому что когда маленький партнер может предоставить качественный контент уровня там вендора своим, причем всей своей клиентской базе. Причем клиентские же базы можно расширять, докупать. Вот они этим и занимаются. Ну и, собственно говоря, такой некий summary. Я надеюсь, что… А, все. Я вот еще сейчас акцентирую внимание на вас, потому что вот сейчас закончим, и я на самом деле буду ждать действительно классного, нетривиального вопроса по презентации, и тогда мы разыграем там этот приз. Поэтому давайте еще чуть-чуть summary, и мы заканчиваем. Собственно говоря, summary является то, что надо провести аудит партнерского канала продаж. Действительно посмотреть, выявить самых там неактивных партнеров, пробудить этих неактивных партнеров разными технологиями. Конечно же, надо проводить автоматизацию канального маркетинга, то есть не только добиваться работы с прямыми партнерами, с прямыми клиентами, и контролировать, собственно говоря, лидогенерацию. А этого можно добиваться методическими аудитами работы партнеров. Хотя бы раз в квартал это надо делать. Ну а также сделайте запрос у нас на сайте, мы пришлем вдруг, кто-то из ваших, кто-то из компаний собирается выходить на зарубежный рынок. У нас есть очень классная инфографика, чтобы вы могли оценить свои перспективы выхода на зарубежный рынок именно через построение партнерского канала продаж. На что вам стоит акцентировать внимание. Хотя эта инфографика очень применима к российской действительности. Что стоит докрутить для того, чтобы партнерская модель продавала лучше. Ну, собственно говоря, спасибо за внимание. Инфографика, мои контакты, ну и визиточки. В принципе, я буду здесь еще находиться, визитки я раздам с удовольствием. Буду ждать ваших звонков, писем и так далее. Ну, собственно говоря, сейчас сам розыгрыш. Вот там у нас была такая классная презентация. Мы считаем ее классно. Хотелось бы от вас услышать вопросы по тематике именно автоматизации канального маркетинга. Такой хороший, нетривиальный. А приз классный. Наушники компании. Какой-то хорошей компании. Не просто. С красненьким проводом. Искры. Сенхейзер? Нет. Ну, вопрос, наверное, какой совет у нас бренд? Plantronics. Вот. Вот у нас. Конкретные примеры. Немножко непонятно. То есть, как взаимодействие, партнерности, конкретно, что, какой товар продавался. Это оборудование, оборудование. Смотрите, это облачный сервис. Да, это облачный сервис. То есть, вот давайте, продукт в целом, да, это такая вот облачный сервис, в котором есть, а, это сама платформа, на которую вы можете зайти посмотреть. К этому облачному сервису есть поддержка, такая digital поддержка, это поддержка по созданию всего комплекса, как оно называется, ну, комплекса вот этой вот рассылки, то есть, создание дизайна, концепции, call to action и все, что связано с посадочной страницей, с имейлом, с баннерами, с постом в социальных сетях. Причем система позволяет, когда уже там первая какая-то волна пошла, да, и получили обратную связь, она, поскольку облачный сервис, она позволяет докрутить, изменить, улучшить, да, весь комплекс, который идет для вашего, для партнера, который отсылает это заказчиком. Плюс это поддержка, это обучение, это помощь в использовании системы. То есть, это комплексный сервис, который позволяет настроить автоматизацию канального партнера с приложением и с услугами к этому приложению. Вопросы? Самых два активных участника сегодня. Я так понимаю, что это, если правильно, для B2B рынка, да? Партнер-партнер, да? Да, это для B2B рынка. И, соответственно, если я понимаю, там не только можно создать программу, но, наверное, загрузить для своих потенциальных я там производитель Samsung, у них вендоры просто по стране, там, да, допустим, я там закидываю туда там баннеры, слоганы, и люди могут, в принципе, самостоятельно, используя этот унифицированный материал, проводить компании свои, да? Создано мной для них как образец. Давайте, давайте я по-другому скажу. Здесь компания, Что такое компания? В компанию входит там, это есть ряд наборов инструментов. То есть компания состоит из посадочной, из письма, в котором есть посадочная страница с некоторыми там инструментами действия. Причем внутри одного там серии писем, которые запрограммированы по времени, есть несколько разных посадочных страниц с погружением. Да, да, триггерная рассылка идет, правильно. Автоматический там постинг при желании в социальных сетях, плюс там баннеры дополнительные. То есть идет цепочка. Эта цепочка, она настроена таким образом, что вендор через эту платформу дает всем своим партнерам доступ. Партнер каждый подгружает свою базу своих клиентов, фактически рассылает качественный контент уровня вендора по всем, представляет от себя. Подписывая, что я там партнер XXX, вот мой адрес, вот допустим буклетик моего там кросс-предложения, он вместе с этим какую-то скидку дополнительную сделает. То есть получается там главный вендор он делает всю про эту логику, проходит дизайн, тестирует, а то понимает, что это кнопка работа не работает, кнопка бабло, которая действительно есть, другие смотрят, ничего себе, вот эта инновация, бах и поехали. Ну получается именно так же. Чуть-чуть ничего не дорабатывает. Ну получается да, партнер, вот идея в том, что партнер через свой персональный доступ там кабинета, он один раз фактически, ну если оно изменится, надо поменять, но один раз вводит там вот имя, название компании, там контактные данные, что мы делаем дополнительно, и может компания там создать кнопочку, чтобы подгрузить какой-нибудь свой дополнительный файлик 1, 2, 3. Но компания уже, она создана стандартная. Плюс дополнительно там есть, ну как и у любого портала, можно туда загрузить дополнительные там листовки, буклеты и так далее, инструкции, там гайды какие-нибудь и еще. Но сама компания, она уже стандартная, да, качественная, именно настроена на генерацию уже лидов хорошая такая, где партнер просто подставляется как партнер и все. Там логотипчик, баннер, я шею за его. Спасибо, Александр. Хорошо. Спасибо большое за презентацию вашу. Но тут не вопрос, а такое может соображение. Мне кажется, что все это выглядит все-таки немножко искусственно, потому что вендор работает в какой-то одной области, а его партнеры могут работать в самых разных областях, и клиенты у них разные. И решение одно на всех. работать автоматически не может. У меня вот такая аналогия пришла в голову в индустрии FMCG. Есть такая вещь, категорийный менеджмент. Все про нее, наверное, знают. Прекрасно. Это когда вендор, специалист в своей категории, работает со всеми партнерами и работает на них, делая для них, условно говоря, маркетинг. Располагая своими знаниями о том, кто потребляет его продукцию, как потребляет, в каких ситуациях, и как лучше всего продукцию в этой области вообще продавать. Вот нет ли чего-нибудь подобного в вашей области, когда это не просто автоматизация взаимодействия, а когда экспертиза вендора выдается бесплатно его партнерам. И используется для того, чтобы увеличить для него оборот по всей категории, не только по продажам самого вендора. Смотрите, давайте разделять. Очень интересный вопрос. Давайте разделять понятия. То есть часть, которую вы говорите, она действительно правильная. То есть платформа, она позволяет конкретно… Это та же самая история. То есть партнеры, они могут продавать 10-15, у него там в портфеле может быть 15-20 решений. Задача-то каждого вендора, чтобы продавали именно его решения. Поэтому, да, чем качественнее он даст контент про себя, фактически, да, и удобный, простой в использовании инструмент, тем легче партнерам продавать именно этого вендора. У партнера-то все равно кого продавать. Где быстрее бабки получишь, там и выгоднее. Ну, это вопрос. Партнер скажет, почему я должен в ущерб другим вендорам продавать твое. Тут фишка именно в том, что вендор работает не только на себя, а работает на всю категорию, которую он представляет. Но просто за счет роста всей категории растет и он. Ну, вендор, естественно, продает линейку целую. У него там задача продать сегодня там А продукт, завтра Б, а завтра Б и С вместе, да? Ну, нет. Я имею в виду, вот компания, которая производит решение для хранения данных, она специалист на этом рынке, и она знает, и как продаются в том числе ее конкуренты, кто покупает на этом рынке и для чего. и помогает партнеру продавать всю линейку, не только свое, но и конкурентское. Сделать это так, чтобы росла категория целиком. Ну, это такой, наверное, очень широкий вопрос. Ну, тут очень широкий вопрос. Знаете, как? Это вторая часть как раз комплексного подхода в развитии партнерки. Это фактически то, чем вендор должен заниматься, он должен обучать партнеров, и я даже сейчас еще небольшой инсайд скажу, что вот это 50 примерно только процентов вендоров у нас сегодня, которые вошли в рейтинг, делают. Обучать партнеров не только тому, что вот наш продукт классный по АБЦ категориям, там по раз, два, три, а смотрите, как вообще вот продукты этой категории должны продаваться. Здесь есть парадоксальный эффект, который я заметил не только на нашем менталитете, то есть особенно на азиатском менталитете, хорошо на ближневосточном. Ты его обучаешь, да, у него есть мотивация продавать и другие продукты, но когда ты вместе с этим даешь качественно продукт, ты его поддерживаешь, он понимает, что мне там неудобно, там что-то с коммуникацией нет. Пока что это такое, с один из разных, многие компании начинают померять помимо на Тесла, я что в Вольвере, с Тесбранзером или на Вольвер, но может везде это слышать сейчас. Но это пока что в начальной стадии. Могу сказать так, что диплёрлинг, в целом, что это одно из определений всем известного слова искусственной теле, которое сейчас пользуется очень много и очень активно. Вообще, в целом, что его диплёрлинг, это информация, что сейчас является одной из самых ценных вещей. До этого сегодня выступал здесь Олег Назаров. Просто потому, что информация очень ценная. Да, действительно, сейчас очень многие компании какие-то её используют. Если мы говорим про сектор интернет-аркополь, мы говорим про банковские, про финансовые структуры, про автомобильные. Всё, что связано с вами, является цель информации. И все прекрасно знают, что все ваши профили в интернете, они сейчас, как сегодня было рассказано, их активно анализируют, проверяют. На вас выстраивают какие-то определенные в дальнейшем могут выстраиваться рекламные активности. А если мы говорим в целом про его пользователя, при вашем посещении в интернете, например, на сайт, вы оставляете свои следы так называемые бюджеты. В том числе, конечно же, речь идёт про интернет-магазин. Вся информация анализируется, храняется, и в дальнейшем она используется. То есть, можно сказать так, что сейчас кто владеет информацией, он владеет её. И в целом, что такое диплёрлинг? Откуда он взялся? Что вообще это такое? На этом можно сказать, что вот это ответление искусственного интеллекта, оно очень близко по направлению по своей работе с нейронами головного мозга человека. Естественно, мы не можем сказать, что искусственный интеллект в текущий момент может заменить или быть схож с работой мозга человека, потому что это нереально. Текущий момент, потому что мозг человек до сих пор не изучил до конца. Но всё и в целом искусственный интеллект был создан для того, чтобы по крайней мере либо приблизиться, либо в дальнейшем будущем ближайшем воззрел может быть его перегнать для того, чтобы система робота, машинные, компьютеры могли заменить в чём-то человек. И все сейчас прекрасно слышат, например, про то, что очень многие структуры банковские начинают активно рассматривать использование искусственного интеллекта для того, чтобы, например, уничать количество сотрудников колл-центра. Если вы сейчас используете активно телефон, у вас есть, конечно, у вас у всех есть сотовый оператор. Я заметил, когда вы позвонили своему сотовому оператору и услышал, что там вместо привычного нажмите кнопку 5, 6, 7, 8 или 9 используется поможенный, который просит вас называть свой «да», «нет» или что-то ещё. Это простейшая схема использования искусственного интеллекта, когда с программой автоматически у неё закладывается приёмный алгоритм приёмный шифр, что, если, например, человек говорит «да», «да», «сделать такое-то действие», «нет», «сделать такое-то действие». Основное отличие, если мы говорим про глубокое обучение, то, что механизм глубокого обучения он может самому учаться, в данном случае. То есть не нужно использовать настолько сильно человека. То есть человеку, ему не надо сидеть, например, и прописывать каждое действие. Искусственный интеллект, понятие, который появился очень-очень давно. Все мы знаем прекрасно ситуацию, когда искусственный интеллект воспользовался для того, чтобы устраивать соревновательность человеку по игре в шахматы. Все мы знаем историю с Дарьем Каспаровым, который проиграл компьютеру в 96-м году. Вообще, история началась с 1985 года, когда начали все это разрабатывать. Следующий механизм это машинное обучение, из которого следует именно глубокое обучение. То есть, в любом случае, это часть единого цена. Если приводить пример из области e-commerce, представьте себе так называемая акция, которая сейчас очень-очень известна в России стала, это акция Black Friday и Кипер-Понедельники. Когда любой тренд-магазин, в принципе, стремится получить максимальную выбыль в этот момент. Если мы говорим про использование искусственного интеллекта, что нужно сделать в данном случае владельцу магазина, например, и что он просит у своих формиалистов. В случае использования искусственного интеллекта здесь будут использоваться две простейшие логики. В первую очередь, найти на сайте, например, все товары, которые пролежали на более 200 дней, например, сделать максимальную скидку на них. А в случае, если мы говорим о товарах, которые у них появляются во время Black Friday, это будет эксклюзивный товар, на который скидка не будет распространяться. То есть, это простейшая логическая форма. В случае машинного обучения владельцу интернет-магазина будет ставиться задача, например, извлечь максимальную прибыль в определенный срок, например, во время проведения этой акции Black Friday. Система будет кормиться со стороны разработчиков, туда будут вкладываться определенные наборы данных, например, как они себя пользуются во время прошлых акций, как они в целом ведут себя на сайте. То есть, вся эта информация вкладывается в систему, вкладываться в машину для того, чтобы она могла принять решение, когда я что сделал. Но все это делается на краткосрочной перспективе. В случае глубокого обучения система может самообучаться. То есть, не надо использовать только человеческого труда в данном случае. То есть, информация в любом случае будет заноситься и можно поставить более широкую задачу. Например, повысить продажи не именно в время проведения Black Friday, а повысить продажи в течение квартала. В данном случае система просто будет учитывать такие параметры, что помимо Black Friday есть жизнь после этого. Что может быть рождественская распродажа, может быть повышение роста на товар в связи с какой-то сезонностью. То есть, если вы, например, занимаетесь своими материалами, понятно, что интерес к вам может быть повышен во время летнего периода, когда большой тайничный тачник начинает смотреть, а что бы он еще докупить. Если мы говорим, например, о магазинах одежды, интерес увеличивается ближе к новогодним акциям, ближе к радиусу, потому что все начинают активно распродывать. Либо, если вы занимаетесь косметикой, парфюмерией, чемпище, понятно, что во время 8 марта, 14 февраля растет спрос к таким товарам. Как я уже сказал, здесь есть небольшая погрешность в этом слайде, то, что технология блоков обучения работает как мозг человека. Как я вам сказал, она работать так не может, потому что мозг не изучит. То есть она старается имитировать работу нейронной сети головного мозга. Но она сама обучается и работает полупрогнозируемой. Если мы будем смотреть чуть более детально, вот представьте себе слайд. Здесь мы находим какую-то проблему, это точка ее решения. Вот здесь работает непосредственно механизм глубокого обучения. Как вы видите, входных точек, например, может быть много, исходящая точка одна или две. В случае, если мы рассматриваем работу головного мозга ниглинированной сети, исходящих точек получаем информацию. Их может быть огромное бесчисленное количество. Но исходящее решение оно относится. В данном случае непосредственно вступает в работу механизм двигателями механизма машинного обучения. На выходе мы получаем то, что нужно. Решение. Как я уже привел пример машинное обучение, в чем отличие непосредственно машинного от глубокого обучения. В случае с машинным обучением в 96-й год компьютера выигрывает Гарри Каспарова спустя 20 лет в тот момент, в чем пробовали обыграть есть такая достаточно известная игра Goal. Я не знаю, кто-то знаком с ней, пробовал нет, я не открыл. И в 2016 году произошел параллель. С использованием технологии глубокого обучения непосредственно система смогла обыграть гроссмейстера Go со счетом 4.1 как это получилось. То есть машина анализировала игры этого гроссмейстера. Она анализировала в целом игры, как все это происходило. Использовала нет реальные выходы. Вследствие чего она высыпыграет. Если мы говорим в целом о использовании этой технологии в секторе e-commerce, могу сказать так, что глубокое обучение полезно не только владельцам бизнеса, но в том числе и нам как рядовых пользователей. Потому что все мы сталкиваемся с этой проблемой. Когда вы заходите на сайт, смотрите на определенный товар, уходите с него, и потом за вами начинает бегать. Бывают и 30 дней, и 80 дней. Вы видите один тот же баннер, который вас достает, он оказывает вам один определенный товар, который по факту может быть вам уже неинтересен. пиломатериалом нет, нет, не только. Бывает система оценивана следующим образом, что если вы смотрели электронику, вам будет показываться электроника. А по факту вам были интересны пиломатериалы, а вы зашли посмотреть электронику, потому что сегодня день рождения утра. Но вам будет продолжаться светиться электроника. Система не анализирует, что вы интересовались пиломатериалами, поэтому мы говорим про машинное обучение посредством. Если мы рассмотрим глубокое обучение, за весь период и смотреть, что в целом вы больше интересуетесь пиломатериалом, значит, получше их показывать. Вот такой яркий пример. Что-что? И на разовый заход. Да, все верно. По строящему сортименту сказать, да? Здесь я хотел показать наверное наиболее известные кейсы использования технологии на примере нескольких уже отработавших компаний. Это не наша. Вы можете найти всю эту информацию в интернете. Очень интересный пример, который был сделан компанией NVIDIA. Сразу скажу, что NVIDIA делают не только видеокарты, а они сейчас очень активно вкладываются именно в технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Помимо них, если зайдете в интернете и посмотрите информацию, такие компании, как Ford, General Electric, Microsoft, Apple, IBM и все остальные, они все начинают активно использовать технологии искусственного интеллекта, гиплёрдник и внедрять ее везде и всюду где только можно. То есть начиная непосредственно к IT-сфере и заканчивая сферой производства. То есть Ford тот же самый, он начинает активно использовать механизмы и автоматизации конвейеров для того, чтобы сократить какие-то определенные. Что далеко ходить, если мы возьмем например рынок России, недавно очень интересный интервью Андрея Себранта, директор по маркетингу сервисов Янтуса, который на себя в интервью отметил, что у нас даже компании, занимающиеся если не же, а северсталь, они использовали технологии машинного обучения и глубокого обучения, что позволило сократить расходы на производство, на конвейерах. Вернемся к этому кейсу. Что сделала компания? Совместно с достаточно крупным неизвестным сайтом шузком была внедрена как раз технология, включившая название Синтильный ТВ. Что она позволила сделать? Представьте ситуацию, вы заходите на сайт, начинаете изучать материал, в данном случае понятно, что они продают обувь, который вам может быть интересен. Вы заходите, смотрите, как бы понравился пару обуви, но ее не оказывается. Что вы делаете? Вы кидаете сайт. В данном случае внедряется консультант онлайн, можно сказать, что это частный помощник с покупкой. Все мы находим в магазин, периодически в этой ситуации ходите, смотрите. Я, например, возьму брендовую, я учу много продавцовых консультантов, она вас считается начинает что-то предлагать. В данном случае у вас будет свой собственный консультант, который, грубо говоря, он будет подсказывать, что бы вам понравится. Как они это делают? Они анализируют поведение пользователей, которые заходят на сайт и, соответственно, выстраивают логику, что вы можете рекомендовать. То есть это известная всем система рекомендаций, но более глубокая, которая подстраивается исключительно непосредственно под вас. Таким образом были повышенные существа продажи. И эта технология начинает активно внедряться в инвиде с крупными онлайн-магазинами в Синнию. Наверное, очень знакомый всем пример, с которым мы очень часто все сталкиваемся. Сейчас их будет два. Первый, так называемый модерация офферов. Что это такое? Компания Yahoo давно внедрила технологию автоматического определения изображения для того, чтобы отсекать так называемые NS-филии неподдерживаемые и непозапасные работы изображения. Что это такое? Когда, например, вы заходите в браузерную спракуру того же самого Яндекс в Гуаре Yahoo, это у нас тоже уже есть, я проверял, смотрел сам, вбиваете какое-то определенное словосочетание и вы можете увидеть некорректный контент. Какой-то контент запрещенный, это может быть контент для взрослых, это может быть гембли, что-то то, что не хотелось бы видеть. И система сама обучается, она может находиться самостоятельно во всем изображении в миллисекунды и отрубать их, чтобы вы их не видели. Например, для меня, как для родителя, очень важно, чтобы у ребенка не видел ничего плохого. Эта технология позволяет это делать, плюс Yahoo сейчас выложили технологию с открытым годом, в принципе, ее можно активно внедрять в себя магазин. Чем это полезно для магазинов? Любой магазин, когда публикует товар, у них есть список товаров, так называемого оффера, которые публикуются в отдельный файл. И для использования такой технологии система автоматически определяет, что колоссация какого-то товара, или сбилась картинка, что-то еще произошло, и заменять их, или, соответственно, отручать от изображения. С этим мы сталкивались все более точные перевозки. Самый известный кейс кейс Google А. Если вы помните, каким был транслейт Google 6-7 лет назад, когда можно было забыть, с ним, получить очень чутистный перевод на него, который можно шипеть и ругаться, Google начал очень активно это внедрять, и на текущий момент действительно можно заметить огромную разницу, что было тогда, что было сейчас, если, например, даже вводили какое-то некорректно составленное предложение на русском языке, например, хотели учить его на английском, не могла выйти полная либерата или наоборот. Сейчас система активно подстраивается, система сама обучается, она смотрит, какие слова выбиваются, какие источности, и все сделано для того, чтобы минимизировать вот эти вот различия, и точность увеличилась на 60%. На текущий момент самое активное внедрение, они проводили тестирование с перевода английского языка на китайский, и вот как раз это произошло, повышение корректности на 60%. Сейчас они, поскольку я знаю, внедрили это по всем странам, и вы можете проверить, действительно, в России, как это работает, я проверяю лично сам, честно, очень доволен. Точно такие же кейсы вы можете увидеть в ERPX, которые также это внедрят. Чем это полезно может быть для e-commerce? Представьте себе магазин, который хочет провести экспансию на международных рынках. Например, вы представлены в России, и вам бы хотелось выйти на рынок Украины. Может быть, совсем корректные сравнения, но все-таки есть своя специфика именно с языком. Для того, чтобы корректно все использовать, было бы замечательно все это перевести. Соответственно, вы можете внедрять для себя технологию для этого перевода и получать корректное название, которое вы можете уже непосредственно внедрять у себя. Если говорить про нас, мы тоже начали использовать этот алгоритм глупого обучения. вам сказать так, что наша компания входит в хаб-навиде, они помогают нам с разработкой нашей технологии, мы используем графический процесс для улучшения алгоритмов, работы алгоритмов. И чего мы достигли? Мы достигли ростом показателей конверсии, ценности конверсии и улучшили качество рекомендаций по компаниям, которые у нас сейчас проходят. Мы занимаемся непосредственно ретармитингом, персонализируемый динамический ретармитинг для наших клиентов. Основной пол это игроки и коммерс, как крупные магазины, так и маленькие. Технологии мы активно используем уже в 40 странах и в присутствии. И здесь указано, что после внедрения этих алгоритмов точность компании эффективность увеличивается на 40%. На текущий момент цель, что мы собираемся внедрять, это работа с так называемым параметом click-through rate уровень CTR для того, чтобы уменьшать затрату на файлный трафик и увеличивать количество кликов в память. Вот небольшая информация про нашу компанию, что работает мы не только с глубоким обучением, но и стандартная. Технология по ретаргетиму в принципе довольна и очень стремимся развиваться дальше и будем рады пообщаться с вами если возник интерес работать с вами. Спасибо. Возможно вопросы какие-то? Сколько сложно определить технологию в свой интернет-магазин? В свой интернет-магазин? В интернет-магазин. А, то есть у нас есть интернет-магазин. Есть интернет-магазин, недавно открыли. Как эта технология как раз будет у нас вводить диалог, был бы неплохо то есть у нас был бы построивший ассортимент зависит от того, что человек хочет. Не по той силе, как вы рассказали, что ты зашел и купился в подарок. Тебе там памперсы купил, а ты даже не думал, где нет. А ты еще 30 дней пашечки декламируешь. Это действительно на ваших ситуациях. Ну, смотрите, самый простой подход здесь можно использовать в технологии машинного обучения, когда вы можете самостоятельно забивать, ну, например, ведете программиста и садитесь с ним и говорите, ну, пытайтесь посможать поведение пользователя. Могу сказать так, что в дотекущий момент, чтобы внедрять самостоятельно технологии, ну, потребуется очень много времени, потому что компании, которые используют эти алгоритмы, они тут формат не раскрывают на сайте субъект. То есть вам надо просто подключиться к партнерам, которые это могут делать, которые могут быть. Вот мы, наши конкуренты, на рынке, мы все за компанию фритейл, наши основные конкуренты, они тоже сейчас активно работают в этой области и к ритейлу. И они могут и мы, в принципе, помочь с этим. Тот же самый Google, они сейчас активно начинают внедрять у себя. В какое-то время это будет доступно. То есть с вашей помощью глубокое обучение внедрить, допустим, наш интернет-магазин за сколько можно? Здесь мы говорим про ритаристовую компанию, которая будет работать на наших пользователях. То есть мы будем, в любом случае, если мы расскажем на технологии Google с ритаргетингом, это работа с вашими пользователями, которые были у вас на сайте по киндрею. Именно использовать ее для того, чтобы вам привлекать новых пользователей, основываясь на их каких-то интересах в поведении в интернете. Это делают не ритаргетинг на канал, а это делают, например, вот уступал Олег Дарьд Назаров. Это сеть, куда можно прийти и покупать трафик, привлекать его к себе на сайт. Может быть, они тоже такие вещи будут внедрять. То есть то, что мы делаем, нам нужно ставить код на сайт, и этот код начинает самообучаться, он начинает анализировать, собирать информацию по поведению вашего пользователя, он начинает анализировать, как себя пользует, какие страницы он смотрит, какой товар вы видите, например, что он кидает в корзину, почему он его, например, потом вынимает или забывает, как идет себя этот пользователь, пользователь А, Б, С, Д, в чем у них схожесть, в чем различие. Ну и, соответственно, на основании этого начинают строить догадки, плюс берется опыт работы с магазином схожей тематики с вами, смотрят, что есть общего, в чем различие. Ну и уже на основании этого строится гипотеза, обладает, поставится под вас, начинает работать. Рассылка делается? Нет, это не рассылка, это как раз у этой чудесной бандеры, которая за вами потом преследует по всему интернету. Но, при использовании такой технологии, в любом случае, вы можете использовать любой ретаргетинг, для того, чтобы повышать качество продаж. То есть, если вы делаете самостоятельную компанию, например, здесь надо очень четко, очень четко отслеживать, что показывается пользователь. Бывают ситуации, вы работаете, например, с Google, покупаете у них трафик, но компания некорректно настроена. Возникает ситуация, вы находите на сайт, там висит 20 ваших бандеров, образно. Вот ваш вопрос. С чем это может быть связано? Ну, бывают ситуации, что не совсем корректно был расслаблен бюджет. И тут пользователи начинают жаловаться, они просто не кликают. А если вы используете ретаргетинг, например, партнеров, они не могут по-другому все это делать. Они начинают выценивать. А стоит ли пользователь, например, показать ваш бандер. Или лучше показать его на комсомольских параметрах, где больше будет шанс вероятности того, что он сконвертируется. То есть, не покупать весь трафик, где только возможно, показывать его, а именно выценивать. Понимать, насколько ценен пользователь. Стоит ли ему показать или вообще не стоит это делать. Это уже машинное обучение. И в следующий век непосредственно это глубокое обучение, которое позволяет это все делать в недоскошной перспективе. Как это истукрается? Надеюсь, объяснил. Скажите, пожалуйста, вы работаете только с интернет-магазинами или с первого суда? Услуги тоже есть кейсы на какие-то? Для сайтов, которые оказывают услуги. Вы знаете, мы работаем непосредственно в нашей основной сегменте деби-коммерс, потому что мы пробовали работать с другими сегментами, например, банковским, с финансовым сетям. Но здесь очень большая проблема в России работа с сферой финансовой страховки, потому что все мы знаем чудесный закон о персональных данных, что если, не дай бог, начинаешь работать с этим сектором банковских услуг, ты можешь очень часто столкнуться с госорганами, потому что по факту вы начинаете использовать защищенные данные пользователя, потому что если человек смотрел кредит, например, забыл какую-то информацию, может быть, указался в углу дохода. это уже личная информация и... Да, Например, туристические фирмы. Просто. Технология, в принципе, может быть реализована для каких-то компаний? Смотрите, если говорить про туристов, в принципе, вы тоже относитесь к кроекомерсу, потому что вы занимаетесь реализацией, продажей туров, билетов через интернер. Здесь очень серьезная погрешность. Не могу сказать, с чем сталкиваются очень часто компании из этого сектора, в том числе недвижимости, автомобили. Когда идет компания через интернет, когда идет аналитика, все ли, карьера, у вас на сайте обычно в правом верхнем углу или в левом верхнем углу указаны большими буквами номер телефона. И когда проходит оценка, эффективно ли прошла рекламная компания, возникает ситуация, что, например, вы потратили 200 тысяч рублей, а получили, оформили заявку через интернет, 10. Сразу же вопрос стоит ли вообще в интернете размещаться? Но очень часто компании проводят нацепь, насколько было звонок как раз, через телефон. Поэтому здесь еще такая штука издетка. Я вас понял? Хорошо, сфера B2B. Пусть это ледогенерация будет, но это будет B2B-сфера, и это будет оказание у всех. Я думаю, что здесь надо использовать не ретаргетик, потому что у вас не очень высокая посещальность по сайту, а вот это очень важно. То есть, чем больше посетителей, так называем уникальных куки, тем больше охват можно сделать. Мы же не работаем с новым пользователем, мы работаем с существующим. То есть, кто заходил к нам на сайт. В данном случае именно для использования B2B-сфера, лучше брать использовать все эти, использовать не тот же самый. То, чего настраивают на необходимые пользователи, которые, например, интересовали сферы пронирования путешествий. И пронированные путешествия, например, они являются и пешками, или стоящими среднего бизнеса. И таргетирован это замечательное главное на них. Как до этого рассказали коллеги, сегодня они показывали кейсы по работе с соцсетями, и для вас это самое я и себе. Это не мой сегмент, я просто как раз так понять. Спасибо. Наверное, вообще. Спасибо. И слова мы передаем Дмитрию Зеленко коммерческим директором компании Леонид Омни. Я последний? Да. У вас есть носитель? А я же остался. Вот иди, что я ее искал. Я ее не нашел. Деревяна. Как видим. Важно, что, естественно, вся работа с клиентами начинается с программы лояльности, с момента идентификации своего покупателя. Без этого дальнейшего совершенствования персональных предложений для клиентов, естественно, быть никак не может. Программы лояльности, естественно, эволюционируют. Понятно, что главным их в последнее время становится релевантность для конечного пользования. Понятно, что и персональные коммуникации, персональные предложения тоже эволюционируют. Мы учимся обращаться к клиентам по имени, мы учимся использовать ассоциативные правила, в том числе и правила поведения на сайтах и в рознице. Но теперь мы хотим научиться предлагать действительно тот товар, который нужен нашему клиенту, нашему покупателю. Вот, например, как используют сейчас американские маркетологи в своей работе предиктивную аналитику, предиктивный анализ, все, что связано с прогнозом поведения клиента. Вы видите, что уже более 68% профессионалов в области маркетинга понимают, что такое предиктив, и понимают, как его в своей жизни ежедневно использовать. Те цели и задачи и те решения, которые маркетологи предлагают, пробуют решить с помощью предиктивного анализа, ну, видим, да, что повышение доходов здесь составляет 73%, вовлеченность клиента, вовлеченность покупателей, повышение уровня вовлеченности покупателей в программу лояльности составляет около 70%, персонализированные коммуникации более 50%, и в каких областях предиктивный анализ приносит наибольшую пользу. Мы видим, что сегментация рынка 24%, кластеризация покупателей сравнимая, да, сегментация покупателей тоже порядка 24%, а вот оптимизация маркетинговых компаний и персональные рекомендации для клиентов это уже более 50%, что, естественно, приводит нас к выводу о том, что надо использовать персональные коммуникации, что делает наш сервис персональных рекомендаций. Мы фактически строим таблицу вероятности покупки каждого товара из каталога магазина, будь то интернет-магазин или оффлайн-розница, покупки каждого товара каждого отдельно взятого из покупателей. Дальше мы сортируем отдельно товары, понимаем, с какой долей вероятности кто из покупателей какой товар купит, и, соответственно, покупатели по доле вероятности покупки того или иного типа товара. Имея эти три таблицы, дальше мы уже можем танцевать и делать с нашими клиентами практически все, что захотим. То есть, фактически мы знаем, что из, условно, на примере детского мира 20 тысяч товаров в каталоге детского мира примерно 10 миллионов участников программы лояльности. 20 миллиардов вариантов значений, которые могут быть просчитаны только путем какого-то специального математического механизма, никакой цели, ясное дело, с этим не справятся. По практике, да, с теорией мы с вами прошлись, теперь по конкретной практике, что мы пробовали сделать, например, с компанией Лего, когда вышел конструктор новой серии, мы просчитали, что из всей аудитории компании примерно 5% покупали конструктора этой серии раньше, примерно 95% раньше не покупали. Что делала раньше компания? Выходит конструктор новой серии, рассылается смс или имейл сообщение по всей аудитории покупателей. Ну, там, больше 500 тысяч адресов, соответственно, 500 тысяч смс умножают на рубль 20, получают 600 тысяч рублей сразу. Мы предложили несколько другой подход, по мере отсортировали покупателей по той схеме, которую я приводил изначально, мы поняли, что вот эти 5% примерно остаются те, кто покупали раньше, им надо точно что-то отправлять, есть еще 35% людей, которые похожи на тех покупателей, которые покупали раньше, им тоже есть мысль отправлять, а вот оставшимся 60% отправлять в принципе наверное не имеет смысла. Мы все равно отправили, когда проводили пилот и получили вот прям такой результат. Примерно 3,5% отклика, это был уровень отклика тех, кто покупал раньше, кто пришел в магазин и таки купил этот конструктор, те, кто похожи на тех, кто мог купить этот товар, купили, соответственно, отклик у них был порядка 1%, а вот те 60%, которые совсем не похожи ни на кого, у них отклик оказался меньше 1,1% и понятно, что в этом случае лучше было бы вообще ничего не отправлять или отправить какое-нибудь другое сообщение. А так мы вызвали излишнюю негативную реакцию от людей фактически. И мы сейчас это с вами увидим, это немножко другой пример, ведь слайды поменяли цвет, потому что они просто вырезаны специальным образом из той презентации, которую делала компания Адамас, мы провели тот же самый эксперимент на ювелирном сегменте, персональные рекомендации, видите, они здесь темненькие помечены, соответственно, примерно в 3 раза выше уровень отклика показали, чем федеральная рассылка. При этом уровнем отклика мы считаем факт покупки в данном случае ювелирного украшения. получил смс, пришел, купил кольцо, брошку или еще что-то. А вот, смотрите, этот слайд с нашей точки зрения важен, стихийный приход в магазины тех клиентов, которые вообще никаких смсов или коммуникаций или имейлов не получали, оказался даже чуть-чуть выше, чем те, кто пришел, получив смс из той аудитории, которой с нашей точки зрения и по нашим расчетам ничего не надо было отправлять. То есть это означает, что компания не просто раньше тратила довольно большие деньги, абсолютно в пропасть выбрасывая их, но и зарабатывала негативное отношение покупателей к направляемому как и персональное предложение. Ну, такой смешной слайд от серии бытовой химии, с которой мы тоже тренировались и сейчас работаем в продуктивной эксплуатации. Здесь показаны все взаимосвязи между товарами, которые покупались не реже, чем 50 раз друг с другом. При этом здесь мы с вами видим некоторые отдельно стоящие товары, ну, такие вот, как, да, в квадратиках по бокам. Они здесь отмечены просто потому, что после нашего исследования, после той аналитики, которую мы провели, стало понятно, что какие-то товары есть смысл продавать друг с другом только. И вот тогда я впервые в своей жизни услышал такой странной термин, который называется скетчирование. Это означает, скачирование. Это означает, что два каких-то товара, условно говоря, шампунь и там зубная паста, скотчем друг к другу прилягивались. И вот это, как бы называется, скачирование. Вот эти товары были скачированы, и они получили очень хороший рост продаж именно по, прошу прощения, именно по тем товарам, которые продавались вместе. Вот, соответственно, была проведена такая компания персональных предложений, выбрали, точнее, ассортимент в качестве теста. И, как вы видите, здесь тоже отклик на персональные предложения составил более чем в два раза выше, чем отклик на общие федеральные рассылки. Как работает система? Понятно, мы загружаем первичные данные к себе, которые получаем от розничных компаний, обрабатываем их, и на выходе выдаем, соответственно, уже какие-то рекомендации. Что это дает? Мы увеличиваем частоту покупок, удлиняем средний чек примерно на 20-25%. И мы делаем действительно релевантные предложения покупателя розничных сетей, не вызывая негативного отношения, а скорее наоборот, делая человеку предложение того товара, который ему в данный момент нужен и важен, мы поднимаем уровень его лояльности. Ну, так как выступление мое последнее, я постарался быть кратким. Если у вас есть вопросы, буду рад ответить, но о системах претективной аналитики рекомендую всем подумать, она на самом деле бывает полезна во многих областях, не только в рознице. Ее активно используют в банках, сейчас ее начинают использовать некоммерческие организации для работы со своими клиентами, она активно используется политтехнологами, в общем, во время последних выборов в Соединенных Штатах Америки были даже слухи, что на Трампа работала целая толпа предиктивных аналитиков, которые рассчитывали разные варианты его поведения с избирателями. Поэтому мы верим в предиктив, верим в то, что он найдет своих заинтересованных адептов у нас. Вот так. Спасибо. Можно вопросить? Возможно, пропустил, возможно, хочу удержать не для себя. Система анализа построена на вашей платформе. Нет, это не наша платформа. Мы пробовали изобретать что-то свое, какие-то велосипеды, колеса, квадратные, овальные, но в результате бросили это дело и убили модуль предиктивной аналитики, разработанной лидером компании SAP, S&P. И то, как он у них работает, показывает, что действительно мы были правы, мы уже протестировали его во многих сегментах розничного рынка, и видим, что те результаты, которые дает SAP-овский модуль предиктивной аналитики, они хороши. Мы довольны. А данные как попадают в систему? Мы гружаются на FTP, или нам, или мы забираем с FTP-овских компаний. Если многие клиенты, с которыми мы работаем в области предиктивной аналитики, и в то же самое время являются нашими клиентами по программам лояльности. Мы в том числе и устанавливаем свои программы лояльности, или сериал-системы для управления программой лояльности. Называется она RightWay. Поэтому многие компании, такие как Restore, Sony, Nike, Lego, Technosila, они работают с нами в области лояльности, и, соответственно, мы с ними интегрированы гораздо глубже, и нам не нужно выкладывать данных на FTP, мы забираем по интеграции, и дальше уже с ними работаем. Дмитрий, спасибо. Коллеги, у нас получился небольшой казочный случай, Михаил Смирнов, который тоже был закончить секцию, неожиданно решил уволиться от своей компании, поэтому вас ведь не будет. На сегодня все, спасибо за ваше участие, спасибо за ваши вопросы и эмоции, для вас на выходе уже стоит шампанское, еще раз спасибо, и если кто-то еще не задал закрывающие документы, подходите на институцию. Видеоматериалы будут в течение пяти дней после соответственно мероприятия мы будем все в ответ. Презентации тоже.